Александр Дюма. Три мушкетера. Глава четырнадцатая. О пользе печных труп. Было очевидно, что наши три друга, сами того не подозревая, движимые только рыцарскими побуждениями и отвагой, оказали услугу какой-то особе, которую кардинал удостаивал своим высоким покровительством. Но кто же была эта особа? Вот вопрос, который прежде всего задали себе три мушкетера. Затем, видя, что сколько бы они не высказывали предположений, они по-прежнему теряются в догадках, Портос позвал хозяина и велел подать игральные кости. Портос и Арамис уселись за стол и стали играть. Атос в раздумье медленно расхаживал по комнате. Раздумывая и прогуливаясь, Атос ходил взад и вперед мимо трубы, наполовину разобранной печки. Другой конец этой трубы был выведен в комнату верхнего этажа. Проходя мимо, он каждый раз слышал чьи-то приглушенные голоса, которые, наконец, привлекли его внимание. Атос подошел ближе и разобрал несколько слов, которые показались ему настолько интересными, что он сделал знак своим товарищам замолчать, а сам замер на месте, согнувшись и приложив ухо к нижнему отверстию трубы. «Послушайте, миледи», — говорил кардинал, — «дело это важное. Садитесь сюда и давайте побеседуем». «Миледи», — прошептал Атос. «Я слушаю ваше Высокопреосвященство с величайшим вниманием», — ответил женский голос, при звуке которого мушкетер вздрогнул. «Небольшое судно с английской командой, капитан которого мне предан, поджидает вас около устья Шаранте, у форта Лапуант. Оно снимется с якоря завтра утром». «Так значит, мне нужно выехать туда сегодня вечером». «Сию же минуту, то есть сразу после того, как вы получите мои указания». «Два человека, которых вы увидите у дверей, когда выйдете отсюда, будут охранять вас в пути. Я выйду первым, вы подождете полчаса и затем выйдете тоже». «Хорошо, монсеньор, но вернемся к тому поручению, которое вам угодно дать мне. Я хочу и впредь быть достойной доверия вашего Высокопреосвященства, а потому благоволите ясно и точно изложить мне это поручение, чтобы я не совершила какой-нибудь оплошности». Между двумя собеседниками на минуту установилось глубокое молчание. Было очевидно, что кардинал заранее взвешивал свои выражения, а Миледи старалась мысленно сосредоточиться, чтобы понять то, что он скажет, и запечатлеть все в памяти. Атос, воспользовавшись этой минутой, попросил своих товарищей запереть изнутри дверь. Знаком подозвал их и предложил им послушать вместе с ним. Оба мушкетера, любившие удобство, принесли по стулу для себя и стул для Атоса. Все трое уселись, сблизив головы и насторожив уши. «Вы поедете в Лондон», — продолжал кардинал. «В Лондоне вы навестите Бекингема». «Замечу вашему Высокопреосвященству», — вставил Миледи, «что после дела с алмазными подвесками, к которому герцог упорно считает меня причастной, его светлость питает ко мне недоверие». «На этот раз», — возразил кардинал, «речь идет вовсе не о том, чтобы вы снискали его доверие, а о том, чтобы вы открыто и честно явились к нему в качестве посредницы». «Открыто и честно», — повторила Миледи с непередаваемым оттенком двуличия в голосе. «Да, открыто и честно», — подтвердил кардинал прежним тоном. «Все эти переговоры должны вестись в открытую». «Я в точности исполню указания вашего Высокопреосвященства и с готовностью ожидаю их». «Вы явитесь к Бекингему от моего имени и скажете ему, что мне известны все его приготовления, но что они меня очень мало тревожат. Как только он отважится сделать первый шаг, я погублю королеву». «Поверит ли он, что ваше Высокопреосвященство в состоянии осуществить свою угрозу?» «Да, ибо у меня есть доказательства». «Надо, чтобы я могла представить ему эти доказательства, и он по достоинству оценил их». «Конечно. Вы скажете ему, что я опубликую донесения Буаробера и маркиза де Бутрю о свидании герцога с королевой у супруги Канетабля в тот вечер, когда супруга Канетабля давала бал Маскарад. А чтобы у него не оставалось никаких сомнений, вы скажете ему, что он приехал туда в костюме великого могола, в котором собирался быть там кавалер де Гиз, и который он купил у де Гиза за три тысячи пистолей». «Хорошо, монсеньор». «Мне известно до мельчайших подробностей, как он вошел и затем вышел ночью из дворца, куда он проник переодетый итальянцем-предсказателем. Вы скажете ему, чтобы он окончательно не сомневался в достоверности моих сведений, что в складках плаща у него было спрятано большое белое платье, усеянное черными слезками, черепами и костями крест-накрест, так как в случае какой-либо неожиданности он хотел выдать себя за привидение белой дамы, которая, как всем известно, всегда появляется в Лувре перед каким-нибудь важным событием». «Это все, монсеньор?» «Скажите ему, что я знаю также все подробности похождения в Амьене, что я велю изложить их в виде небольшого занимательного романа с планом сада и с портретами главных действующих лиц этой ночной сцены». «Я скажу ему это». «Передайте ему еще, что Монтегю в моих руках, что Монтегю в Бастилии, и хотя у него не перехватили, правда, никакого письма, но пытка может вынудить его сказать то, что он знает, и даже то, чего не знает». «Превосходно». «И, наконец, прибавьте, что его светлость, спеша уехать с острова Ре, забыл в своей квартире некое письмо госпожи де Шеврес, которое сильно порочит королеву, ибо оно не только доказывает, что ее величество может любить врагов короля, но и что она состоит в заговоре с врагами Франции. «Вы хорошо запомнили все, что я вам сказал, не так ли?» «Судите сами, ваше высокопреосвященство. Бал у супруги Конетабля, ночь в Лувре, вечер в Амьене, арест Монтегю, письмо госпожи де Шеврес». «Верно, совершенно верно. У вас прекрасная память, миледи». «Но если, несмотря на все эти доводы...» возразила так, кому относился лестный комплимент кардинала. «Герцог не уступит и будет по-прежнему угрожать Франции?» «Герцог влюблен как безумец, или, вернее, как глупец», с глубокой горечью, ответил Ришелье. Подобно паладинам старого времени, он затеял эту войну только для того, чтобы заслужить благосклонный взгляд своей дамы. «Если он узнает, что война будет стоить чести, а, быть может, и свободы владычицы его помыслов, как он выражается, ручаюсь вам, он призадумается, прежде чем вести дальше эту войну». «Но что если...» продолжала миледи с настойчивостью, доказывавшей, что она хотела до конца выяснить возлагаемое на нее поручение. «Если он все-таки будет упорствовать...» «Если он будет упорствовать...» повторил кардинал. «Нет, это маловероятно». «Это возможно». «Если он будет упорствовать...» Его Высокопреосвященство сделал паузу, потом снова заговорил. «Если он будет упорствовать, тогда я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государства». «Если бы Вы, Ваше Высокопреосвященство, потрудились привести мне исторические примеры таких событий», сказала миледи, «я, возможно, разделила бы Вашу уверенность». «Да вот Вам пример», — ответил Ришелье. «В 1610 году, когда славной памяти король Генрих IV, руководствуясь примерно такими же побуждениями, какие заставляют действовать герцога, собирался одновременно вторгнуться во Фландрию и в Италию, чтобы сразу, с двух сторон, ударить на Австрию, разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию?» «Почему бы королю Франции не посчастливилось так же, как императору?» «Ваше Высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников?» «Совершенно правильно». «Ваше Высокопреосвященство не опасается, что казнь Равальяка держит в страхе тех, кому на миг пришла бы мысль последовать его примеру?» «Во все времена и во всех государствах, в особенности если эти государства раздирает религиозная вражда, найдутся фанатики, которые ничего так не желают, как стать мучениками. И знаете, мне как раз приходит на память, что Пуритане крайне озлоблены против герцога Бекингема, и их проповедники называют его антихристом». «Так что же?» спросила Миледи. «А то», — продолжал кардинал равнодушным голосом, «что теперь достаточно было бы, например, найти женщину, молодую, красивую и ловкую, которая желала бы отомстить за себя герцогу». «Такая женщина легко может сыскаться». «Герцог пользуется большим успехом у женщин, и если он своими клятвами в вечном постоянстве возбудил во многих сердцах любовь к себе, то он возбудил также и много ненависти своей вечной неверностью». «Конечно». «Если это так, подобная женщина, вложив в руки какого-нибудь фанатика кинжал Жака Клемана или Равальяка, спасла бы Францию». «Такая женщина может сыскаться». «А разве стали достоянием гласности имена сообщников Равальяка или Жака Клемана?» «Да, но она оказалась бы сообщницей убийцы». «Так вы думаете, что пожар палаты суда не был случайностью?» — осведомился Ришелье. «Таким тоном точно он задал вопрос, не имеющий ни малейшего значения». «Нет, и, возможно, потому что эти люди занимали слишком высокое положение, чтобы их осмелились изобличить. Ведь не для всякого сожгут палату суда, монсеньор». «Вы правы», — согласился Ришелье. «Так чего же вы хотели бы?» «Лично я, монсеньор, ничего не думаю. Я привожу факт, вот и все. Я говорю только, что если бы я была мадемуазелью де Монпансье или королевой Марии Медичи, то принимала бы меньше предосторожностей, чем я принимаю теперь, будучи просто леди-кларик». «Но сначала надо бы найти такую женщину, которая, как я сказал, желала бы отомстить герцогу». «Я хотела бы получить приказ, который заранее одобрял бы все, что я сочту нужным сделать для блага Франции», — сказала миледи. «Затем надо бы найти того презренного фанатика, который послужит оружием божественного правосудия». «Она найдена». «Вот тогда и настанет время получить тот приказ, который вы сейчас просили». «Он найдется», — произнесла миледи. «Вы правы, ваше высокопересвященство. И я ошиблась, полагая, что поручение, которым вы меня удостаиваете, не ограничивается тем, к чему оно сводится в действительности. Итак, я должна доложить его светлости, что вам известны все подробности относительно того переодевания, с помощью которого ему удалось подойти к королеве на маскараде, устроенном супругой Конетабля, что у вас есть доказательства состоявшегося в Лувре свидания королевы с итальянским астрологом, который был никто иной, как герцог Беккинге, что вы велели сочинить небольшой занимательный роман на тему о похождении в Амьене с планом сада, где оно разыгралось, и с портретами его участников, что Монтегю в Бастилии, что пытка может принудить его сказать о том, что он помнит, и даже о том, что он, возможно, позабыл, и, наконец, что к вам в руки попало письмо госпожи де Шеврес, найденное в квартире его светлости и порочащие не только ту особу, которая его написала, но и ту, от имени которой оно написано. Затем, если герцог, несмотря на все это, по-прежнему будет упорствовать, то, поскольку мое поручение ограничивается тем, что я перечислила, мне останется только молить Бога, чтобы он совершил какое-нибудь чудо, которое спасет Францию. Все это так, ваше высокопреосвященство, и больше мне ничего не надо делать? — Да, так, — сухо подтвердил кардинал. — А теперь... — Продолжала Миледи, словно не замечая, что герцог Ришелье заговорил с ней другим тоном. — Теперь, когда я получила указание вашего высокопреосвященства, касающееся ваших врагов, не разрешите ли вы мне сказать вам два слова о моих? — Так у вас есть враги? — Да, монсеньор, враги, против которых вы должны всеми способами поддержать меня, потому что я приобрела их на службе вашему высокопреосвященству. — Кто они? — Во-первых, некая мелкая интриганка Бонасье. — Она в мандской тюрьме. — Вернее, она там была, — возразила Миледи. — Но королева получила от короля приказ, с помощью которого она перевела ее в монастырь. — В монастырь? — Да, в монастырь. — В какой? — Не знаю, это хранится в строгой тайне. — Я узнаю эту тайну. — И вы скажете мне, ваше высокопреосвященство, в каком монастыре эта женщина? — Я не вижу в этом ничего неуместного. — Хорошо. Но у меня есть другой враг, гораздо более опасный, чем эта ничтожная Бонасье. — Кто? — Ее любовник. — Как его зовут? — О, ваше высокопреосвященство его хорошо знает! — вскричала Миледи в порыве гнева. — Это наш с вами злой гений. Тот самый человек, благодаря которому мушкетеры-короля одержали победу в стычке с гвардейцами вашего высокопреосвященства. Тот самый, который нанес три удара шпагой вашему гонцу де Варду и расстроил все дело с алмазными подвесками. Это тот, это тот, наконец, кто, узнав, что я похитила госпожу Бонасье, поклялся убить меня. — А-а-а, — протянул кардинал. — Я знаю, о ком вы говорите. — Я говорю об этом негодяе Д'Артаньяне. — Он смельчак. — Поэтому-то и следует его опасаться. — Надо бы иметь доказательства его тайных сношений с Бекингемом. — Доказательства? — вскричала миледи. — Я раздобуду десяток доказательств. — Ну, в таком случае нет ничего проще. Представьте мне эти доказательства, и я посажу его в бастилию. — Хорошо, мансиньор. А потом? — Для тех, кто попадает в бастилию, нет никакого потом, — глухим голосом ответил кардинал. — Ах, черт возьми, — продолжал он. — Если бы мне так же легко было избавиться от моего врага, как избавить вас от ваших. И если бы вы испрашивали у меня безнаказанности за ваши действия против подобных людей. — Мансиньор, — предложила миледи, — давайте меняться. Жизнь за жизнь, человека за человека. Отдайте мне этого, а я отдам вам того, другого. — Не знаю, что вы хотите сказать, — ответил кардинал, — и не хочу этого знать. Но мне хочется сделать вам любезность, и я не вижу ничего неуместного в том, чтобы исполнить вашу просьбу относительно столь ничтожного существа, тем более, что этот Д'Артаньян, как вы утверждаете, распутник, дуэлист и изменник. — Бесчестный человек, Мансиньор, бесчестный! — Дайте мне бумаги, перо и чернила. — Вот все, Мансиньор. Наступило минутное молчание, доказывавшее, что кардинал мысленно подыскивал те выражения, в которых должна быть составлена эта записка, или уже писал ее. Атос, слышавший до единого слова весь разговор, взял своих товарищей за руки и отвел их на другой конец комнаты. — Ну, что тебе надо? Отчего ты не даешь нам дослушать конец разговора? — рассердился Портос. — Тише, — прошептал Атос. — Мы узнали все, что нам нужно было узнать. Впрочем, я не мешаю вам дослушать конец, но мне необходимо уехать. — Тебе необходимо уехать? — повторил Портос. — А если кардинал тебя спросит, что мы ему ответим? — Не дожидайтесь, пока он меня спросит. Скажите ему сами, что я отправился дозором, так как кое-какие замечания нашего хозяина навели меня на подозрение, что дорога не совсем безопасна. К тому же я упомяну об этом оруженосцу кардинала. А остальное уж мое дело. Ты об этом не беспокойся. — Будьте осторожны, Атос, — сказал Арамис. — Будьте покойны, — ответил Атос. — Как вам известно, я умею владеть собою. Портос и Арамис снова уселись у печной трубы. Что же касается Атоса, он на виду у всех вышел, отвязал своего коня, привязанного с конями его друзей, к засовам ставен, немногими словами убедил оруженосца в необходимости дозора для обратного пути, а затем с напускным вниманием осмотрел свой пистолет, взял в зубы шпагу и как солдат, добровольно выполняющий опасную задачу, поехал по дороге к лагерю. Глава пятнадцатая. Супружеская сцена. Как Атос и предвидел, кардинал не замедлил сойти вниз. Он открыл дверь комнаты, куда вошли мушкетеры, и увидел, что Портос и Арамис с величайшим азартом играют в кости. Беглым взглядом окинув всю комнату, он убедился, что не достает одного из его телохранителей. — Куда девался господин Атос? — спросил он. — Ваша светлость! — отвечал Портос. Он поехал дозором вперед. Кое-какие разговоры нашего хозяина внушили ему подозрение, что дорога не совсем безопасна. — А вы... Что вы делали, господин Портос? — Я выиграл у Арамиса пять пистолей. — А теперь возвращайтесь вместе со мною обратно. — Мы к услугам вашего высокопреосвященства. — Итак, на коней, господа. Время позднее. Оруженосец дожидался у дверей, держа под усцы лошадь кардинала. Немного поодаль виднелись во мраке двое людей и три лошади. Это были те самые люди, которые должны были сопровождать Миледи в форт-де-Лапуант и посадить ее там на корабль. Оруженосец подтвердил кардиналу все сказанное ему двумя мушкетерами относительно Атоса. Кардинал одобрительно кивнул и пустился в обратный путь с теми же предосторожностями, какие он принял, отправляясь в трактир. Предоставим ему следовать в лагерь под охраной оруженосца и двух мушкетеров и вернемся к Атосу. Шагов сто Атос проехал все так же не спеша. Но как только он скрылся из виду, он свернул направо, окольным путем проскакал обратно и, притаившись в лесочке шагов двадцати от дороги, стал выжидать проезда путников. Увидев широкополые шляпы своих товарищей и золотую бахрому кардинальского плаща, он подождал, пока всадники исчезли за поворотом дороги, и галопом вернулся в трактир, куда его беспрепятственно впустили. Хозяин узнал его. «Мой начальник», — сказал Атос, «забыл дать важный совет даме, что живет во втором этаже. Он послал меня исправить свое упущение». «Пройдите наверх», — предложил хозяин. «Она еще у себя в комнате». Атос воспользовался позволением и, как можно легче ступая по лестнице, взошел на площадку. Сквозь приоткрытую дверь он увидел, что Миледи подвязывает ленты своей шляпы. Он вошел в комнату и запер за собой дверь. Услышав ляск задвигаемого засова, Миледи обернулась. Атос стоял у двери, закутавшись в плащ и надвинув на глаза шляпу. При виде этой безмолвной, неподвижной точно статуи фигуры, Миледи испугалась. «Кто вы? Что вам нужно?» Вскричала она. «Да, так и есть. Это она», — сказал про себя Атос. Откинув плащ и сдвинув с олба шляпу, он подошел к Миледи. «Узнаете вы меня, сударыня?» Спросил он. Миледи подалась вперед и вдруг отпрянула, словно увидела змею. «Так...» «Хорошо», — сказал Атос. «Я вижу, что вы меня узнали». «Граф Де Ла Ферр», — прошептала Миледи бледнее и отступая все дальше, пока она не коснулась стены. «Да, Миледи», — ответил Атос. «Граф Де Ла Ферр, собственной персоной, нарочно явился с того света, чтобы иметь удовольствие вас видеть. Присядем же и побеседуем», — как выражается господин кардинал. Объятая невыразимым ужасом, Миледи села, не издав ни звука. «Вы демон, посланный на землю», — начал Атос. «Власть ваша велика, я знаю, но вам известно тоже, что люди с божьей помощью часто побеждали самых устрашающих демонов. Вы уже один раз оказались на моем пути. Я думал, что я стер вас в прах, сударыня. Но я или ошибся, или ад воскресил вас». При этих словах, пробудивших в ней ужасное воспоминание, Миледи опустила голову и глухо застонала. «Да, ад воскресил вас», — продолжал Атос. «Ад сделал вас богатой. Ад дал вам другое имя. Ад почти до неузнаваемости изменил ваше лицо, но он не смыл ни грязи с вашей души, ни клима с вашего тела». Миледи вскочила, точно движимая пружиной. Глаза ее стали метать молнии. Атос продолжал сидеть. «Вы полагали, что я умер, не правда ли? И я тоже думал, что вы умерли. А имя Атос скрыло графа Деллафер, как имя Миледи Кларик скрыло Анну де Бейль. Не так ли вас звали, когда ваш почтенный брат обвенчал нас? Наше положение поистине странное», — с усмешкой продолжал Атос. «Мы оба жили до сих пор только потому, что считали друг друга умершими. Ведь воспоминания не так стесняют, как живое существо. Хотя иной раз воспоминания терзают душу». «Что же привело вас ко мне?» С давленным голосом проговорила Миледи. «И чего вы от меня хотите?» «Я хочу вам сказать, что, упорно оставаясь невидимым для вас, я не упускал вас из виду». «Вам известно, что я делала?» «Я могу день за днем перечислить вам, что вы делали, начиная с того времени, когда вы поступили на службу к кардиналу и вплоть до сегодняшнего вечера». Бледные губы Миледи сложились в недоверчивую улыбку. «Слушайте, вы срезали два алмазных подвеска с плеча герцога Бекингема. Вы похитили госпожу Бонасье. Вы, влюбившись в Деварда и мечтая провести с ним ночь, впустили к себе господина Д'Артаньяна. Вы, думая, что Девард обманул вас, хотели заставить соперника Деварда убить его. Вы, когда этот соперник обнаружил вашу постыдную тайну, велели его подстрелить двум наемным убийцам, которых вы послали за ним по следам. «Вы, узнав, что пули не достигли цели, прислали ему отравленное вино с подложным письмом, желая уверить вашу жертву, что это вино — подарок друзей. И, наконец, вы здесь, в этой комнате, сидя на этом самом стуле, на котором я сейчас сижу, только что взяли на себя перед кардиналом Ришелье обязательство подослать убийцу герцогу Бекингему. Взамен чего он обещал позволить вам убить Д'Артаньяна». Лицо Миледи покрылось смертельной бледностью. «Вы сам сатана!» — прошептала она. «Быть может, но во всяком случае запомните одно. Убьете ли вы или поручите кому-нибудь убить герцога Бекингема, мне до этого нет дела. Я его не знаю, и к тому же он англичанин. Но не троньте и волоска на голове Д'Артаньяна, верного моего друга, которого я люблю и охраняю, или, клянусь вам памятью моего отца, преступление, которое вы совершите, будет последним». «Д'Артаньян жестоко оскорбил меня!» — глухим голосом сказал Миледи. «Д'Артаньян умрет!» «Разве в самом деле возможно оскорбить вас, сударыня?» — усмехнулся Атос. «Он вас оскорбил, и он умрет!» «Он умрет!» — повторила Миледи. «Сначала она, потом он!» У Атоса пошли круги перед глазами. Вид этого существа, которым не было ничего женственного, оживил в нем терзающие душу воспоминания. Он вспомнил, как однажды, в положении менее опасном, чем теперь, он уже хотел принести ее в жертву своей части. Жгучее желание убить ее снова поднялось в нем и овладело им с непреодолимой силой. Он встал, выхватил из-за пояса пистолет и взвел курок. Миледи, бледная, как смерть, пыталась крикнуть, но язык не повиновался ей. Из оцепеневших уст сорвался только хриплый звук, не имевший ни малейшего сходства с человеческой речью и напоминавший скорее рычание дикого зверя. Вплотную прижавшись к темной стене, с разметавшимися волосами, она казалась воплощением ужаса. Атос медленно поднял пистолет, вытянул руку так, что дуло почти касалось лбами леди, и голосом, еще более устрашающим от того, что в нем звучали, спокойствие и непоколебимая решимость, произнес. Сударыня, вы сию же минуту отдадите мне бумагу, которую подписал кардинал, или клянусь жизнью, я пущу вам пулю в лоб. Будь это другой человек, Миледи еще усомнилась бы в том, что он исполнит свое намерение. Но она знала Атоса. Тем не менее, она не шевельнулась. «Даю вам секунду на размышления», — продолжал он. Потому как исказились черты его лица, Миледи поняла, что сейчас раздастся выстрел. Она быстро поднесла руку к груди, вынула из-за корсажа бумагу и подала ее Атосу. «Берите и будьте прокляты!» Атос взял ее, засунул пистолет за пояс, подошел к лампе, чтобы удостовериться, что это та самая бумага, развернул ее и прочитал. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства». Третье декабря 1627 года. Ришелье. «А теперь», — сказал Атос, закутываясь в плащ и надевая шляпу, «теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидно, кусайся, если сможешь». Он вышел из комнаты и даже не оглянулся. У дверей трактира он увидел двух всадников, державших на поводу еще одну лошадь. «Господа», — обратился к ним Атос, «Его светлость приказал вам, как уже известно, не теряя времени отвезти эту женщину в Форт-де-Лапуант и не отходить от нее, пока она не сядет на корабль». Так как его слова вполне согласовывались с полученным этими людьми приказанием, они поклонились в знак готовности исполнить распоряжение, данное им. Что же касается Атоса, он легким движением вскочил в седло и помчался во весь дух. Но вместо того, чтобы ехать по дороге, пустился напрямик через поле, усиленно пришпоривая коня и то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Во время одной такой остановки он услышал топот лошадей по дороге. Уверенный в том, что это кардинал и его конвой, Атос проскакал еще немного вперед, обтер лошадь вереском и листьями, выехал на дорогу и стал поперек нее, шагов за двести до лагеря. «Кто идет?» — крикнул он, издали разглядев всадников. «Это, кажется, наш храбрый мушкетер?» спросил кардинал. «Да, ваша светлость!» — ответил Атос. «Он самый!» «Господин Атос, примите мою благодарность за то, что вы так хорошо нас охраняли. Вот мы и доехали, господа. Поезжайте к левой заставе. Пароль — король и рэ!» Сказав это, кардинал попрощался кивком головы с тремя друзьями и сопровождаемый оруженосцем повернул направо, так как хотел переночевать в лагере. «Так вот!» — в один голос заговорили Партос и Арамис, когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог их слышать. «Он подписал бумагу, которую она требовала!» «Знаю», — спокойно ответил Атос. «Вот эта бумага!» Три друга не обменялись больше ни единым словом до самой своей квартиры, если не считать того, что они называли часовым пароль. Но они послали Мушкетона сказать планше, что его господина просят, когда он сменится с караула в транше, немедленно прийти на квартиру мушкетеров. Что же касается Миледи, то она, как предвидел Атос, застав у дверей трактира поджидавших ее людей, без всяких возражений последовала за ними. На миг у нее, правда, возникло желание вернуться, предстать перед кардиналом и все рассказать ему. Но ее разоблачение повлекло бы за собою разоблачение со стороны Атоса. Она, положим, сказала бы, что Атос некогда повесил ее, но тогда Атос сказал бы, что она заклеймена. Она рассудила, что лучше будет молчать, тайно уехать, исполнить со свойственной ей ловкостью взятое на себя трудное поручение, а потом, после того, как все будет сделано, к полному удовлетворению кардинала явиться к нему и потребовать, чтобы он помог ей отомстить за себя. Итак, проскакав всю ночь, она в семь часов утра прибыла в форт-де-Лапуант. В восемь часов она была уже на борту, а в девять часов корабль, снабженный каперным свидетельством за подписью кардинала и якобы готовый к отплытию в Байону, снялся с якоря и взял курс к берегам Англии. Глава шестнадцатая Бастион Сен-Жерве Явившись к своим друзьям, Д'Артаньян застал их всех вместе в одной комнате. Атос о чем-то размышлял, Портос покручивал усы, а Рамис молился по прелестному небольшому молитвеннику в голубом бархатном переплете. — Черт возьми, господа! — сказал Д'Артаньян. — Надеюсь, вам надо сообщить мне что-нибудь заслуживающее внимания, иначе предупреждаю вас. Я не прощу вам, что вы заставили меня прийти, не дав мне отдохнуть после нынешней ночи, после того, как я брал и разрушал Бастион. — Ах, как жаль, господа, что вас там не было! Жаркое было дело! Мы попали в другое место, где было тоже не холодно! — ответил Портос, придавая своим усам неподражаемый изгиб. — Тссс! — вставил Атос. — Ого! — сказал Д'Артаньян, догадываясь, почему мушкетер нахмурил брови. — По-видимому, у вас есть что-то новое. — Арамис, вы, кажется, третьего дня завтракали в кальвинистской харчевне у нечистивца? — спросил Атос. — Да. — Каково там? — Я-то плохо поел. Был постный день, а там подавали только скоромное. — Как? — удивился Атос. — В морской гавани и вдруг нет рыбы? — Они говорят, что дамба, которую сооружает господин кардинал, гонит всю рыбу в открытое море, — пояснил Арамис, снова принимаясь за свое благочестивое занятие. — Да я вас не об этом спрашивал, Арамис. Я вас спрашивал, вполне ли свободно вы себя там чувствовали, и не потревожил ли вас кто-нибудь. Кажется, там было не очень много докучливых посетителей. — Да, в самом деле. Для того, что вы намерены рассказать, Атос, нечистивец нам подходит. — Так пойдемте к нечистивцу, — заключил Атос. — Здесь стены точно бумажные. Д'Артаньян, привыкший к образу действий своего друга и по одному его слову, жесту или знаку, тотчас понимавший, что положение серьезное, взял Атоса под руку и вышел с ним, ни о чем больше не спрашивая. Портос и Арамис, дружески беседуя, последовали за ними. Дорогой они встретили Гремо. Атос сделал ему знак идти за ними. Гремо по привычке молча повиновался. Бедняга дошел до того, что уже почти разучился говорить. Друзья пришли в харчевню. Было семь часов утра, и уже начало светать. Они заказали завтрак и вошли в залу, где, как уверял хозяин, их никто не мог потревожить. К сожалению, время для тайного совещания было выбрано неудачно. Только что пробили утреннюю зарю, и многие, желая стряхнуть с себя сон и согреться от утренней сырости, заглядывали в харчевню выпить мимоходом стакан вина. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры и кавалеристы быстро сменялись одни другими, что было весьма выгодно хозяину, но совершенно не соответствовало намерениям четырех друзей. Поэтому они очень хмуро отвечали на приветствия, тосты и шутки своих боевых товарищей. «Полно досадовать», — сказал Атос. «Мы еще чего доброго поссоримся здесь с кем-нибудь, а нам это сейчас вовсе не кстати. Д'Артаньян, расскажите нам, как вы провели эту ночь, а про свою мы вам расскажем после». В самом деле вмешался один кавалерист, слегка покачиваясь и держа в руке рюмку водки, которую он медленно смаковал. «В самом деле вы сегодня ночью были в траншеях, господа-гвардейцы, и, кажется, свели счеты с лорошельцами». Д'Артаньян посмотрел на Атоса, как бы спрашивая его, отвечать ли непрошенному собеседнику. «Ты разве не слышишь, что господин Дебезиньи делает тебе честь и обращается к тебе?» — спросил Атос. «Расскажи, что произошло сегодня ночью, раз эти господа желают узнать, как было дело». «Вы вся ли пастион?» — спросил один швейцарец, который пил ром из пивной кружки. «Да, сударь», — поклонившись, ответил Д'Артаньян. «Нам выпала эта честь. Мы даже подложили, как вы, быть может, слышали, под один из его углов бочонок пороху, и когда порох взорвался, получилась изрядная брешь. Да и вся остальная кладка, бастион-то ведь не новый, расшаталась». «А какой это бастион?» — спросил один драгун, державший насаженного на саблю гуся, которого он принес изжарить. «Бастион Сен-Джерве», — ответил Д'Артаньян. «Под его прикрытием ларошельцы беспокоили наших землекопов». «Жаркое было дело». «Да, еще бы. Мы потеряли пять человек, а ларошельцы — восемь или десять». «Шорт фасми!» — воскликнул швейцарец, который, несмотря на великолепный набор ругательств, существующий в немецком языке, усвоил привычку брониться по-французски. «Но, вероятно, они пошлют сегодня землекопную команду, чтобы привести бастион в исправность». «Да, вероятно», — подтвердил Д'Артаньян. «Господа, предлагаю пари», — заявил Атос. «О, та, пари!» — подхватил швейцарец. «Какое пари?» — полюбопытствовал кавалерист. «Погодите», — попросил драгун и положил свою саблю, как вертел на два больших железных тагана, на которых лежали дрова в очаге. «Я тоже хочу участвовать». «Эй, горе-трактирщик, живо подставьте противень, чтобы не потерять ни капли жира этого драгоценного гуся». «Он прав», — сказал швейцарец. «Кусин-шир очень вкусно с фареньем». «Вот так», — облегченно вздохнул драгун. «А теперь перейдем к нашему пари. Мы вас слушаем, господин Атос». «Да, что за пари?» — осведомился кавалерист. «Так вот, господин де Безиньи, я держу с вами пари», — начал Атос, «что трое моих товарищей, господа Портос, Арамис и Д'Артаньян, и я позавтракаем в бастионе Сен-Жерве и продержимся там ровно час по нашим часам, как бы ни старался неприятель выбить нас оттуда». Портос и Арамис переглянулись. Они начинали понимать, в чем дело. «По милосерству, — шепнул Д'Артаньян на ухо Атосу, — ведь нас убьют». «Нас еще вернее убьют, если мы не пойдем туда», — ответил Атос. «Честное слово, господа, вот это, надеюсь, славная пари», — заговорил Портос, откидываясь на спинку стула и покручивая усы. «Да, и я его принимаю», — сказал Д'Абезиньи. «Остается только уговориться о закладе». «Вас четверо, господа, и нас четверо. Обед на восемь человек, какой каждый пожелает», — предложил Атос. «Что вы на это скажете?» «Превосходно!» — заявил Д'Абезиньи. «Отлично!» — подтвердил Драгун. «Идет!» — согласился швейцарец. Четвертый участник, игравший во всей этой сцене немую роль, кивнул головой в знак согласия. «Ваш завтрак готов, господа», — доложил хозяин. «Так принесите его!» — распорядился Атос. Хозяин повиновался. Атос подозвал Гремо, указал ему на большую корзину, валявшуюся в углу залы, и сделал такой жест, словно он заворачивает в салфетке принесенное жаркое. Гремо сразу понял, что речь идет о завтраке на лоне природы. Взял корзину, уложил в нее кушанье, присоединил к ним бутылки и повесил корзину на руку. «Где это вы собираетесь завтракать?» — спросил хозяин. «Не все ли вам равно?» — ответил Атос. «Лишь бы вам заплатили за ваш завтрак». И он величественным жестом бросил на стол два пистоля. «Прикажете дать сдачи, господин офицер?» — спросил хозяин. «Нет. Прибавь только две бутылки шампанского, а остальное пойдет за салфетки». Дело оказалось не таким прибыльным, как трактирщик думал сначала, но он наверстал свое, вернув четырем участникам завтрака две бутылки анжуйского вина вместо шампанского. «Господин де Безиньи», — сказал Атос, «угодно вам поставить ваши часы по моим или прикажете мне поставить свои по вашим? «Отлично, милостивый государь», — ответил кавалерист, вынимая из кармана великолепные часы, украшенные алмазами. «Половина восьмого». «Семь часов тридцать пять минут», — сказал Атос. «Будем знать, что мои часы на пять минут впереди ваших, милостивый государь». Отвесив поклон остолбеневшим посетителям трактира, четверо молодых людей направились к бастиону Сен-Жерве в сопровождении Гремо, который нес корзину, сам не зная, куда он идет. Он так привык беспрекословно повиноваться Атосу, что ему и в голову не приходило об этом спрашивать. Пока четыре друга шли по лагерю, они не обменялись ни единым словом. К тому же по пятам за ними следовали любопытные, которые, прослышав о заключенном Пари, хотели посмотреть, как наши друзья выпутаются из этого положения. Но как только они перешли за линию лагерных укреплений и очутились среди полей, Д'Артаньян, бывший до сих пор в полном неведении, решил, что настало время попросить объяснений. «А теперь, любезный Атос», — начал он, «скажите мне, прошу вас, куда мы идем?» «Вы сами видите», — ответил Атос. «Мы идем на бастион». «А что мы будем там делать?» «Вы сами знаете, мы будем там завтракать». «А почему мы не позавтракали у нечестивца?» «Потому что нам надо поговорить об очень важных вещах». «А в этой харчевне и пяти минут невозможно побеседовать из-за назойливых людей, которые то и дело приходят, уходят, раскланиваются, пристают со сговорами». «Сюда, по крайней мере», — продолжал Атос, указывая на бастион, «Никто не придет мешать нам». «По-моему, мы могли бы найти какое-нибудь укромное место среди дюн на берегу моря», — заметил Д'Артаньян, проявляя ту осмотрительность, которая так хорошо и естественно сочеталась в нем с беззаветной храбростью. «Где бы увидели, как мы все вчетвером разговариваем, и через каких-нибудь четверть часа шпионы-кардинала донесли бы ему, что мы держим совет». «Да», — подхватил Арамис, «атос прав. Их замечают в пустыне». «Было бы неплохо забраться в пустыню», — вставил Портос, «но вся штука в том, чтобы найти ее». «Нет такой пустыни, где бы птица не могла пролететь над головой, где бы рыба не могла вынурнуть из воды, где бы кролик не мог выскочить из своей норки. А мне кажется, что и птицы, и рыбы, и кролики все стали шпионами кардинала. Так лучше же продолжать начатое нами предприятие, отступиться от которого мы, впрочем, уже и не можем, не покрыв себя позором. Мы заключили непредвиденные нами пари, и я уверен, что никто не угадает его настоящей причины. Чтобы выиграть наши пари, мы продержимся час на бастионе. Либо нас атакуют, либо этого не случится. Если нас не атакуют, у нас будет достаточно времени поговорить, и никто нас не подслушает, ручаясь, что стены этого бастиона не имеют ушей. А если нас атакуют, мы все-таки сумеем поговорить о наших делах, и к тому же, обороняясь, мы покроем себя славой. Вы сами видите, что как ни поверни, все выходит в нашу пользу. Да, согласился Д'Артаньян, но нам не миновать пули. Эх, мой милый, возразил Атос, вы отлично знаете, самые опасные пули не те, что посылает неприятель. Но мне кажется, вмешался Портос, что для подобной экспедиции следовало бы, по крайней мере, захватить наши мушкеты. Вы глупы, друг Портос. Зачем обременять себя бесполезной ношей? Когда я нахожусь лицом к лицу с неприятелем, мне не кажутся бесполезными исправный мушкет, дюжина патронов и пороховница. Да разве вы не слышали, что сказал Д'Артаньян? А что сказал Д'Артаньян? Он сказал, что во время ночной атаки были убиты восемь или десять французов, и столько же лорошельцев. И что же дальше? Их не успели ограбить, не так ли? Ведь у всех были в то время дела поважнее. Так что же? А то, что мы найдем там их мушкеты, их пороховницы и патроны. И вместо четырех мушкетов и дюжины пуль у нас будут полтора десятка ружей и сотня выстрелов в запасе. — О, Атос, поистине ты великий человек! — воскликнул Арамис. Портос наклонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению. Одного только Д'Артаньяна не убедили, по-видимому, доводы Атоса. Гремо, вероятно, разделял опасения юноши. Видя, что все продолжают идти к Бастиону, в чем он вначале сомневался, он дернул своего господина за полу. — Куда мы идем? — сделал он вопрошающий жест. Атос указал ему на Бастион. — Но нас там ухлопают! — продолжал все на том же языке жестов безмолвный Гремо. Атос возвел глаза и руки к небу. Гремо поставил корзину на землю и сел, отрицательно покачав головой. Атос вынул из-за пояса пистолет. Посмотрел, хорошо ли он заряжен, взвел курок и приставил дуло к уху Гремо. Гремо вскочил точно на пружине. Атос знаком приказал ему взять корзину и идти вперед. Гремо повиновался. Единственное, что выиграл Гремо в этой минутной пантомиме, это то, что из арьергарда он перешел в авангард. Взобравшись на бастион, четыре друга обернулись. Более трехсот солдат всех видов оружия столпились у заставы лагеря. А чуть поодаль от всех остальных можно было различить господина де Безюньи, драгуна, швейцарца и четвертого участника пари. Атос снял шляпу, насадил ее на острие шпаги и помахал ею в воздухе. Зрители ответили на его приветствие поклонами, сопровождая это изъявление вежливости громкими возгласами «Ура!» долетавшими до наших смельчаков. После этого все четверо скрылись в бастионе, куда уже успел юркнуть Гремо. Глава семнадцатая. Совет мушкетеров. Все оказалось так, как предвидел Атос. На бастионе никого не было, кроме человек двенадцати убитых французов и лорошельцев. «Господа!» сказал Атос, принявший на себя командование экспедицией. «Пока Гремо будет накрывать нас стол, мы начнем с того, что подберем ружья и патроны. К тому же, собирая их, мы можем разговаривать без всякой помехи. Эти господа, прибавил он, указывая на убитых, нас не услышат». «А не лучше ли сбросить их в ров?» предложил Портос. «Но, конечно, не раньше, чем мы удостоверимся, что в карманах у них пусто». «Да», — проронил Атос. «Это уже дело Гремо». «Так пусть Гремо их обыщет и перебросит через стены», сказал Д'Артаньян. «Ни в коем случае», — возразил Атос, — «они могут нам пригодиться». «Эти мертвецы могут нам пригодиться», — удивился Портос. «Да ты с ума сходишь, любезный друг». «Не судите опрометчиво», — говорит Евангелие и господин кардинал, — ответил Атос. «Сколько ружей, господа?» «Двенадцать», — ответил Арамис. «Сколько выстрелов в запасе?» «Около сотни». «Это все, что нам нужно. Зарядим ружья». Четыре друга принялись за дело. Они кончали заряжать последнее ружье, когда Гремо знаками доложил, что завтрак подан. Атос ответил одобрительным жестом и указал ему на сторожевую башенку, где, как понял Гремо, он должен был нести караул. А чтобы Гремо не было так скучно стоять на посту, Атос разрешил ему прихватить хлебец, две котлеты и бутылку вина. «А теперь сядем за стол», — пригласил Атос. Четыре друга уселись на землю, скрестив под собою ноги, как турки или портные. «Ну, теперь, когда тебе больше нечего бояться, что тебя подслушают», — сказал Д'Артаньян, — «надеюсь, ты поведаешь нам свою тайну». «Я полагаю, господа, что доставлю вам и удовольствие, и славу», — начал Атос. «Я заставил вас совершить очаровательную прогулку. Вот вам вкусный завтрак, а вон там, как вы сами можете разглядеть через бойницы, пятьсот человек-зрителей, которые считают нас безумцами или героями. Два разряда глупцов, очень похожих друг на друга». «Ну, а тайна?» — спросил Д'Артаньян. «Тайна моя заключается в том», — ответил Атос, «что вчера вечером я видел Миледи». Д'Артаньян в этот миг подносил стакан к рту, но при упоминании Миледи рука у него так сильно задрожала, что он вынужден был поставить стакан на землю, чтобы не расплескать вино. «Ты видел твою?» «Тсссс», — перебил Атос. «Вы забываете, любезный друг, что эти господа не посвящены подобно вам в мои семейные дела». «Итак, я видел Миледи». «А где?» — спросил Д'Артаньян. «Примерно в двух лье отсюда, в гостинице Красная Голубядня». «В таком случае я погиб», — признался Д'Артаньян. «Нет, не совсем еще», — возразил Атос, потому что теперь она, вероятно, уже покинула берега Франции. Д'Артаньян с облегчением вздохнул. «В конце концов, кто она такая, эта Миледи?» — полюбопытствовал Портос. «Очаровательная женщина», — ответил Атос и отведал пенистое вино. «Каналья-трактирщик», — воскликнул он. «Всучил нам анжуйское вино вместо шампанского и воображает, что нас можно провести». «Да», — продолжал он, — «очаровательная женщина, которая весьма благосклонно отнеслась к нашему другу Д'Артаньяну. Но он сделал ей какую-то гнусность, и она пыталась отомстить. Месяц тому назад подсылала к нему убийц, неделю тому назад пробовала отравить его, а вчера выпросила у кардинала его голову». «Как», — выпросила у кардинала, — «мою голову», — вскричал Д'Артаньян, побледнев от страха. «Это святая правда», — подтвердил Портос. «Я сам своими ушами слышал». «И я тоже», — вставил Арамис. «Если это так, бесполезно продолжать борьбу», — проговорил Д'Артаньян, в отчаянии опуская руки. «Лучше уж я пущу себе пулю в лоб и сразу положу всему конец». «Это последняя глупость, к которой возможно прибегнуть», — заметил Атос. «Ведь она единственно непоправимая». «Но мне не миновать гибели, имея таких могущественных врагов», — возразил Д'Артаньян. «Во-первых, незнакомец из Менга. Затем Девард, которому я нанес три удара шпагой. Затем Миледи, тайну которой я случайно раскрыл. И, наконец, кардинал, которому я помешал отомстить». «Ха, а много ли их? Всего только четверо», — сказал Атос. «И нас ведь тоже четверо. Значит, выходит один на одного. Черт возьми, судя по тем знакам, какие подает нам Гремо, нам сейчас придется иметь дело с гораздо большим количеством». «Что случилось, Гремо?» «Принимая во внимание серьезность положения, я вам разрешаю говорить, друг мой. Но прошу вас, будьте немногословны. Что вы видите?» «Отряд». «Сколько человек?» «Двадцать». «Кто они такие?» «Шестнадцать человек землекопной команды и четыре солдата». «За сколько шагов отсюда?» «За пятьсот». «Хорошо, мы еще успеем доесть эту курицу и выпить стакан вина за твое здоровье, Д'Артаньян». «За твое здоровье!» «Подхватили Портос и Арамис». «Ну, так и быть, за мое здоровье. Однако я не думаю, чтобы ваши пожелания принесли мне большую пользу». «Не унывай», — сказал Атос. «Аллах велик, как говорят последователи Магомета, и будущее в его руках». Осушив свой стакан и поставив его под для себя, Атос лениво поднялся, взял первое попавшееся ему ружье и подошел к бойнице. Портос, Арамис и Д'Артаньян последовали его примеру, а Гремо получил приказание стать позади четырех друзей и перезаряжать ружья. Спустя минуту показался отряд. Он шел вдоль своего рода траншеи, служившей ходом сообщения между бастионом и городом. «Черт побери! Стоило нам беспокоиться ради двух десятков горожан, вооруженных кирками, заступами и лопатами», — заметил Атос. «Достаточно было бы Гремо подать им знак, чтобы они убирались прочь. И я убежден, что они оставили бы нас в покое». «Сомневаюсь», — сказал Д'Артаньян. «Они очень решительно шагают в нашу сторону. К тому же горожан сопровождают бригадир и четыре солдата, вооруженные мушкетами». «Это они потому так храбрятся, что еще не видят нас», — возразил Атос. «Признаюсь, мне честное слово противно стрелять в этих бедных горожан», — заметил Арамис. «Плох тот священник, который жалеет еретиков», — произнес Портос. «В самом деле, Арамис прав», — согласился Атос. «Я сейчас пойду и предупрежу их». «Куда это вас, черт возьми, несет?» — попытался остановить его Д'Артаньян. «Вас пристрелят, друг мой!» Но Атос не обратил никакого внимания на это предостережение и взобрался на пробитую в стене брешь, держа в одной руке ружье, а в другой — шляпу. Он обратился к солдатам и землекопам, которые, удивившись его неожиданному появлению, остановились в полусотне шагов от бастиона и, приветствуя их учтивым поклоном, закричал. «Господа!» «Я и несколько моих друзей завтракаем сейчас в этом бастионе. А вы сами знаете, что может быть неприятней, чем когда вас беспокоят во время завтрака. Поэтому мы просим вас, если вам непременно нужно побывать здесь, подождать, пока мы кончим завтракать, или прийти потом еще разок, или, что будет самое лучшее, образумиться, оставить мятежников и пожаловать к нам выпить за здоровье французского короля». «Берегись, Атос!» — крикнул Д'Артаньян. «Разве ты не видишь, что они в тебя целятся?» «Вижу, вижу», — отвечал Атос. «Но эти мещане очень плохо стреляют и не сумеют попасть в меня». Действительно, в ту же минуту раздались четыре выстрела, но пули, не попав в Атоса, расплющились о камне вокруг него. Четыре выстрела тотчас прогремели в ответ. Они были лучше направлены, чем выстрелы нападавших. Три солдата свалились, убитые на повал, а один из землекопов был ранен. «Гремо, другой мушкет», — приказал Атос, нисходя с бреши. Гремо тотчас же повиновался. Трое друзей Атоса снова зарядили ружья, за первым залпом последовал второй. Бригадир и двое землекопов были убиты на месте, а все остальные обратились в бегство. «Вперед, господа! На вылазку!» — скомандовал Атос. Четыре друга ринулись за стены форта, добежали до поля сражения, подобрали четыре мушкета и пику бригадира и, уверенные в том, что беглецы не остановятся, пока не достигнут города, вернулись на бастион, захватив с собой свои трофеи. «Перезарядите ружья, Гремо!» — приказал Атос. «А мы, господа, снова примемся за еду и продолжим наш разговор». «На чем мы остановились?» «Я это помню», — сказал Д'Артаньян, сильно озабоченный тем, куда именно должна была направиться Миледи. «Ты говорил, что Миледи покинула берега Франции». «Она поехала в Англию», — пояснил Атос. «А с какой целью?» «С целью самой убить Бекингема или подослать к нему убийц». Д'Артаньян издал возглас удивления и негодования. «Какая низость!» — вскричал он. «Но что касается этого, поверьте мне, я нисколько не беспокоюсь», — заметил Атос. «Теперь, когда вы справились с ружьями, Гремо», — продолжал он, «возьмите пику бригадира, привяжите к ней салфетку и воткните ее на вышке нашего бастиона, чтобы эти мятежники-ларошельцы видели и знали, что они имеют дело с храбрыми и верными солдатами короля». Гремо беспрекословно повиновался. Минуту спустя над головами наших четырех друзей взвелось белое знамя. Гром рукоплесканий приветствовал его появление. Половина лагеря столпилась на валу. «Как?» — снова заговорил Д'Артаньян. «Тебя ничуть не беспокоит, что она убьет Бэкингема или подошлет кого-нибудь, чтобы убить его? Но ведь герцог наш друг!» «Герцог англичанин. Герцог сражается против нас. Пусть она делает с герцогом что хочет. Меня это так же мало занимает, как пустая бутылка». И Атос швырнул в дальний угол бутылку, содержимое которой он только что до последней капли перелил в свой стакан. «Нет, постой!» — сказал Д'Артаньян. «Я не оставлю на произвол судьбы Бэкингема. Он нам подарил превосходных коней!» «А главное — превосходные седла!» — ввернул Портос, на плаще которого красовался в тот миг Галун от его седла. «К тому же Бог хочет обращения грешника, а не его смерти», — поддержал Арамис. «Аминь!» — заключил Атос. «Мы вернемся к этому после, если вам будет угодно. А в эту минуту я больше всего был озабочен, и я уверен, что ты поймешь меня, Д'Артаньян, озабочен тем, чтобы отнять у этой женщины своего рода открытый лист, который она выклинчила у кардинала и с помощью которого она собиралась безнаказанно избавиться от тебя, а быть может и от всех нас». «Да что она, дьявол, что ли?» — возмутился Портос, протягивая свою тарелку Арамису, разрезавшему Жаркою. «А этот лист?» — спросил Д'Артаньян. «Этот лист остался у нее в руках?» «Нет». «Он перешел ко мне. Но не скажу, чтобы он мне легко достался». «Дорогой Атос!» — с чувством произнес Д'Артаньян. «Я уже потерял счет, сколько раз я обязан вам жизнью». «Так ты оставил нас, чтобы заявиться к ней?» — спросил Арамис. «Вот именно». «И эта выданная кардиналом бумага у тебя?» — продолжал допытываться Д'Артаньян. «Вот она», — ответил Атос и вынул из кармана своего плаща драгоценную бумагу. Д'Артаньян дрожащей рукой развернул ее, не пытаясь даже скрыть охватившего его трепета, и прочитал. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства». «Третье декабря 1627 года. Ришелье». «Да, действительно», — сказал Арамис. «Это отпущение грехов по всем правилам». «Надо разорвать эту бумагу», — проговорил Д'Артаньян, которому казалось, что он прочитал свой смертный приговор. «Нет, напротив. Нам надо беречь ее, как зеницу ока», — возразил Атос. «Я не отдам этой бумаги, даже если меня осыплют золотом». «А что миледи теперь сделает?» — спросил юноша. «Она, вероятно, напишет кардиналу», — небрежным тоном ответил Атос, «что один проклятый мушкетер по имени Атос силой отнял у нее охранный лист. В этом самом письме она посоветует кардиналу избавиться также и от двух друзей этого мушкетера — Портоса и Арамиса. Кардинал вспомнит, что это те самые люди, которых он всегда встречает на своем пути. И вот в один прекрасный день он велит арестовать Д'Артаньяна, а чтобы ему не было скучно одному, он пошлет нас в Бастилию составить ему компанию. «Однако ж ты что-то мрачно шутишь, любезный друг», — заметил Портос. «Я вовсе не шучу», — возразил Атос. «А ты знаешь, — сказал Портос, — «ведь свернуть шею этой проклятой миледи — меньший грех, чем убивать этих бедных гугенотов, все преступление которых состоит в том только, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы поем по-латыни». «Что скажет об этом наш аббат?» — спокойно осведомился Атос. «Скажу, что разделяю мнение Портоса», — ответил Арамис. «А я тем более», — сказал Д'Артаньян. «К счастью, она теперь далеко», — продолжал Портос. «Признаюсь, она бы очень стесняла меня здесь». «Она так же стесняет меня, будучи в Англии, как и во Франции», — сказал Атос. «Она стесняет меня повсюду», — заключил Д'Артаньян. «Но раз она попалась тебе в руки, почему ты не утопил, не задушил? Почему не повесил?» — спросил Портос. «Ведь только мертвые не возвращаются». «Вы так думаете, Портос», — ответил Атос с мрачной улыбкой, значение которой было понятно только Д'Артаньяну. «Мне пришла удачная мысль», — объявил Д'Артаньян. «Говорите», — сказали мушкетеры. «К оружию!» — крикнул Гремо. Молодые люди вскочили и схватили ружья. На этот раз приближался небольшой отряд. Человек двадцать или двадцать пять. Но это были уже не землекопы, а солдаты гарнизона. «А не вернутся ли нам в лагерь?» — предложил Портос. «По-моему, силы не равны». «Это невозможно по трем причинам», — ответил Атос. «Первая та, что мы не закончили еще завтракать. Вторая, что нам еще надо переговорить о важных делах. А третья причина еще остается десять минут до положенного часа». «Необходимо, однако, составить план сражения», — заметил Арамис. «Он очень прост», — сказал Атос. «Как только неприятель окажется на расстоянии выстрела, мы открываем огонь. Если он продолжает наступать, мы стреляем снова и будем продолжать так, пока будет чем заряжать ружья. Если те, кто уцелеют, решат идти на приступ, мы дадим осаждающим спуститься в ров и сбросим им на головы кусок стены, который только каким-то чудом еще держится на месте». «Браво!» — закричал Портос. «Ты положительно рожден быть полководцем, Атос. И кардинал, хотя нымнит себя военным гением, ничто в сравнении с тобой». «Господа, прошу вас, не стреляйте двое в одну цель», — предупредил Атос. «Пусть каждый точно метит в своего противника». «Я взял на мушку своего», — отозвался Д'Артаньян. «А я своего», — сказал Портос. «И я», — откликнулся Арамис. «Огонь!» — скомандовал Атос. Четыре выстрела слились в один звук, и четыре солдата упали. Тотчас забили в барабан, и отряд стал наступать беглым шагом. Выстрелы следовали один за другим, все такие же меткие. Но ларошельцы, словно зная численную слабость наших друзей, продолжали продвигаться вперед уже в рассыпную. От трех выстрелов упало еще двое. Но, тем не менее, уцелевшие не замедляли шага. До Бастиона добежало человек двенадцать или пятнадцать. Их встретили последним залпом. Но это их не остановило. Они попрыгали в ров и уже готовились лезть в брешь. «Ну, друзья!» — сказал Атос. «Покончим с ними одним ударом. К стене! К стене!» Четверо друзей и помогавший им Гримо стволами ружей принялись сдвигать с места огромный кусок стены. Он накренился точно движимый ветром, и, отделившись от своего основания, соглушительным грохотом упал в ров. Раздался ужасный крик. Облако пыли поднялось к небу, и все было кончено. «Мы что же, передавили всех до одного?» — спросил Атос. «Да! Честное слово! Похоже, что всех!» — подтвердил Д'Артаньян. «Нет!» — возразил Портос. «Вон, двое или трое удирают совсем покалеченные!» В самом деле, трое или четверо из этих несчастных, испачканные и окровавленные, убегали по ходу сообщения к городу. Это было все, что осталось от высланного отряда. Атос посмотрел на часы. «Господа!» — сказал он. «Уже час, как мы здесь, и теперь пари выиграно. Но надо быть заправскими игроками, к тому же Д'Артаньян не успел еще высказать нам свою мысль». И мушкетер со свойственным ему хладнокровием уселся кончать завтрак. «Мою мысль?» — переспросил Д'Артаньян. «Да, вы говорили, что вам пришла удачная мысль», — ответил Атос. «Ах да! Я вспомнил! Я вторично поеду в Англию и явлюсь к Бекингему». «Вы этого не сделаете, Д'Артаньян», — холодно сказал Атос. «Почему? Ведь я уже раз побывал там». «Да, но в то время у нас еще не было войны. В то время Бекингем был нашим союзником, а не врагом. То, что вы собираетесь сделать, сочтут изменой». Д'Артаньян понял всю убедительность этого довода и промолчал. «А мне кажется, тоже пришла недурная мысль», — объявил Портос. «Послушаем же, что придумал Портос», — предложил Арамис. «Я попрошу отпуск у господина Д'Атривиля под каким-нибудь предлогом, который вы сочините. Сам я на это не мастер. Меледи меня не знает, и я могу получить к ней доступ, не возбуждая ее опасений. А когда я отыщу красотку, я ее задушу». «Ну что ж, пожалуй, еще немного, и я соглашусь принять предложение Портоса», — сказал Атос. «Фи, убивать женщину», — запротестовал Арамис. «Нет, вот у меня явилась самая правильная мысль». «Говорите, Арамис, говорите, что вы придумали», — сказал Атос, питавший к молодому мушкетеру большое уважение. «Надо предупредить королеву». «Ах, да, в самом деле!» — воскликнули Портос и Д'Артаньян, и последний прибавил. «По-моему, мы нашли верное средство». «Предупредить королеву», — повторил Атос. «А как это сделать? Разве у нас есть связи при дворе? Разве мы можем послать кого-нибудь в Париж, чтобы это не стало тотчас известно всему лагерю? Отсюда до Парижа сто сорок лье. Не успеет наше письмо дойти до Анжера, как нас уже засадят в тюрьму». «Что касается того, как надежным путем доставить письмо ее величеству», — начал краснее Арамис, «то я беру это на себя. Я знаю в Туре одну очень ловкую особу. Арамис замолчал, заметив улыбку на лице Атоса. «Вот так раз! Вы против этого предложения, Атос!» — удивился Д'Артаньян. «Я не совсем его отвергаю», — ответил Атос, «но только хотел заметить Арамису, что он не может оставить лагерь, а ни на кого, кроме нас самих, нельзя положиться. Через два часа после отъезда нашего гонца все капуцины, все шпионы, все приспешники кардинала будут знать ваше письмо наизусть, и тогда арестуют и вас, и вашу ловкую особу». «Не говоря уж о том», — вставил Портос, — «что королева спасет Бекингема, но не спасет нас». «Господа, то, что сказал Портос, не лишено здравого смысла», — подтвердил Д'Артаньян. «Ого, что такое творится в городе?» — спросил Атос. «Бьют тревогу!» Друзья прислушались. До них и в самом деле донесся барабанный бой. «Вот увидите, они пошлют на нас целый полк», — заметил Атос. «Не собираетесь же вы устоять против целого полка?» — спросил Портос. «А почему бы и нет?» — ответил мушкетер. «Я чувствую себя в ударе и устоял бы против целой армии, если бы мы только догадались запастись еще одной дюжиной бутылок». «Честное слово, барабанный бой приближается», — предупредил Д'Артаньян. «Пусть себе приближается», — ответил Атос. «Отсюда до города добрых четверть часа ходьбы. Следовательно, из города сюда понадобится столько же. Этого времени для нас более чем достаточно, чтобы принять какое-нибудь решение. Если мы уйдем отсюда, мы нигде больше не найдем такого подходящего для разговора места. И знаете, господа, мне именно сейчас приходит в голову превосходная мысль. «Говорите же!» «Разрешите мне сначала отдать Гремо необходимое распоряжение». Атос с движением руки подозвал своего слугу и, указывая на лежавших в бастионе мертвецов, приказал. «Гремо, возьмите этих господ, прислоните их к стене, наденьте им на головы шляпы и вложите в их руки мушкеты». «О, великий человек!» Воскрикнул Д'Артаньян. «Я тебя понимаю!» «Вы понимаете?» Переспросил Портос. «А ты, Гремо, понимаешь?» Спросил Арамис. Гремо сделал утвердительный знак. «Это все, что требуется», — заключил Атос. «Вернемся к моей мысли». «Но мне бы очень хотелось понять, в чем тут суть», — продолжал настаивать Портос. «А в этом нет надобности». «Да-да, выслушаем Атоса», — сказали вместе Д'Артаньян и Арамис. «У этой миледи, у этой женщины, этого гнусного создания, этого демона, есть, как вы, Д'Артаньян, кажется, говорили мне, деверь». «Да, я его даже хорошо знаю, и мне думается, что он не очень-то расположен к своей невестке». «Это неплохо», — сказал Атос. «А если бы он ее ненавидел, было бы еще лучше». «В таком случае обстоятельства вполне отвечают нашим желаниям». «Однако я бы очень желал понять, что делает Гремо», — повторил Портос. «Молчите, Портос», — остановил его Арамис. «Как зовут ее деверя?» «Лорд Винтер». «А где он теперь?» «Как только пошли слухи о войне, он вернулся в Лондон». «Как раз такого человека нам и нужно», — продолжал Атос. «Его-то и следует предупредить. Мы дадим ему знать, что его невестка собирается кого-то убить, и попросим не терять ее из виду. В Лондоне, надеюсь, есть какое-нибудь исправительное заведение вроде приюта Святой Магдалины или дома кающихся распутниц. Он велит упрятать туда свою невестку, и вот тогда мы можем быть спокойны». «Да», — согласился Д'Артаньян, — «до тех пор, пока она оттуда не выберется». «Вы, право, слишком много требуете, Д'Артаньян», — заметил Атос. «Я выложил вам все, что мог измыслить. Больше у меня в запасе ничего нет, так и знайте». «А я нахожу», — подал свое мнение Арамис, «что лучше всего будет, если мы предупредим и королеву, и лорда Винтера». «Да, но с кем мы пошлем письма в Тур и в Лондон?» «Я ручаюсь за Базена», — сказал Арамис. «А я за планше», — заявил Д'Артаньян. «В самом деле», — подхватил Портос. «Если мы не можем оставить лагерь, то нашим слугам это не возбраняется». «Совершенно верно», — подтвердил Арамис. «И сегодня же мы напишем письма, дадим им денег, и они отправятся в путь». «Мы дадим им денег?» — переспросил Атос. «А разве у нас есть деньги?» Четыре друга переглянулись, и их прояснившиеся было лица снова омрачились. «Смотрите», — крикнул Д'Артаньян, — «я вижу черные и красные точки. Вон они движутся». «А вы еще говорили о полке, Атос. Да это целая армия». «Да, вы правы. Вот они», — сказал Атос. «Как вам нравятся эти хитрецы? Идут в тихомолку, не бьют в барабаны и не трубят». «А ты уже справился, Гриммо?» Гриммо сделал утвердительный знак и показал надюжину мертвецов, которых он разместил вдоль стены в самых живописных позах. Одни стояли с ружьем у плеча, другие словно целились, а иные держали в руке обнаженную шпагу. «Браво», — одобрил Атос. «Вот это делает честь твоему воображению». «А все-таки», — снова начал Портос, — «я очень хотел бы понять, в чем тут суть». «Сначала давайте уберемся отсюда», — предложил Д'Артаньян. «А потом ты поймешь». «Погодите, господа, погодите минутку. Дадим Гриммо время убрать со стола». «Ого», — вскричал Арамис, — «черные и красные точки заметно увеличиваются, и я присоединяюсь к мнению Д'Артаньяна. По-моему, нечего нам терять времени, а надо поскорее вернуться в лагерь». «Да, теперь и я не имею ничего больше против отступления», — сказал Атос. «Мы держали пари на один час, а пробыли здесь полтора часа. Теперь уж к нам никто не придерется. Идемте, господа, идемте». Гриммо уже помчался вперед с корзинкой и остатками завтрака. Четверо друзей вышли вслед за ним и сделали уже несколько шагов, как вдруг Атос воскликнул. «Ах, черт возьми! Что же мы делаем, господа?» «Ты что-нибудь позабыл?» — спросил Арамис. «А знамя, черт побери! Нельзя оставлять знамя неприятелю, даже если это просто салфетка». Атос бросился на бастион, поднялся на вышку и снял знамя. Но так как лорошельцы уже приблизились на расстояние выстрела, они открыли убийственный огонь по человеку, который, словно потехи ради, подставлял себя под пули. Но Атос был точно заколдован. Пули со свистом проносились вокруг, и ни одна не задела его. Атос повернулся спиной к защитникам города и помахал знаменем, приветствуя защитников лагеря. С обеих сторон раздались громкие крики. С одной вопли ярости, с другой — гул восторга. За первым залпом последовал второй, и три пули, пробив салфетку, превратили ее в настоящее знамя. Весь лагерь кричал «Спускайтесь! Спускайтесь!» Атос сошел вниз. Тревожно поджидавшие товарищи встретили его появление с большой радостью. «Пойдем, Атос, пойдем!» — торопил Д'Артаньян. «Прибавим шагу! Прибавим! Теперь, когда мы до всего додумались, кроме того, где взять денег, было бы глупо, если бы нас убили!» Но Атос продолжал идти величественной поступью, несмотря на увещевание своих товарищей. И они, видя, что все уговоры бесполезны, пошли с ним в ногу. Гремо и его корзина намного опередили их и уже находились на недосягаемом для пуль расстоянии. Спустя минуту послышалась яростная пальба. «Что это значит? В кого они стреляют?» — недоумевал Портос. «Я не слышу свиста ответных пуль и никого не вижу». «Они стреляют в наших мертвецов», — пояснил Атос. «Но наши мертвецы им не ответят!» «Вот именно! Тогда они вообразят, что им устроили засаду, начнут совещаться, пошлют парламентера, а когда они, наконец, поймут, в чем дело, они уже в нас не попадут. Вот почему незачем нам спешить и наживать себе колики в боку». «А-ха-ха! Теперь я понимаю!» — восхитился Портос. «Ну, слава богу!» — заметил Атос, пожимая плечами. Французы, видя, что четверо друзей возвращаются размеренным шагом, восторженно кричали. Снова затрещали выстрелы, но на этот раз пули стали расплющиваться о придорожные камни вокруг наших друзей и зловеще свистеть им в уши. Ларошельцы, наконец-то, завладели бастионом. «Отменно скверные стрелки!» — сказал Атос. «Сколько из них мы уложили дюжину? Если не пятнадцать! А скольких раздавили? Не то восемь, не то десять. И взамен этого ни одной царапины!» «Нет, все-таки! Что это у вас на руке, Д'Артаньян? Уж не кров ли?» «Да это пустяки», — ответил Д'Артаньян. «Шальная пуля?» «Даже и не пуля. А что же тогда?» «Мы уже говорили, что Атос любил Д'Артаньяна как родного сына. Этот мрачный, суровый человек проявлял иногда к юноше чисто отеческую заботливость. «Царапина!» — пояснил Д'Артаньян. «Я прищемил пальцы в кладке стены и камнем перстня ссадил кожу». «Вот что значит носить алмазы, милостивый государь», — презрительным тоном заметил Атос. «Ах, да! В самом деле, в перстне алмаз!» — вскричал Портос. «Так что же мы, черт возьми, жалуемся, что у нас нет денег?» «Да, правда!» — подхватил Арамис. «Браво, Портос! На этот раз действительно счастливая мысль!» «Конечно!» — сказал Портос, возгордившись от комплимента Атоса. «Раз есть алмаз, можно продать его!» «Но это подарок королевы!» — возразил Д'Артаньян. «Тем больше оснований пустить его в дело», — рассудил Атос. «То, что подарок королевы спасет Бекингема, ее возлюбленного, будет как нельзя более справедливо, а то, что он спасет нас, ее друзей, будет как нельзя более нравственно. И поэтому продадим алмаз». «Что думает об этом господин Аббад? Я не спрашиваю мнения Портоса, оно уже известно». «Я полагаю», — краснее заговорил Арамис, «что, поскольку этот перстень получен не от возлюбленной и, следовательно, не является залогом любви, Д'Артаньян может продать его». «Любезный друг, вы говорите как олицетворенное богословие. Итак, по вашему мнению, следует продать алмаз». «Ответил Арамис». «Ну, хорошо, весело согласился Д'Артаньян. Продадим алмаз, и не стоит больше об этом толковать». Стрельба продолжалась, но наши друзья были уже на расстоянии, недосягаемом для выстрелов, и лорошельцы палили только для очистки совести. «Право, эта мысль вовремя осенила Портоса, вот мы и дошли. Итак, господа, ни слова больше обо всем этом деле. На нас смотрят, к нам идут навстречу, и нам устроят торжественный прием». «Действительно, как мы уже говорили, весь лагерь пришел в волнение. Более двух тысяч человек были словно на спектакле, зрителями благополучно окончившейся смелой выходки четырех друзей. О настоящей побудительной причине ее, конечно, никто не догадывался. Над лагерем стоял гул приветствий. «Да здравствуют гвардейцы! Да здравствуют мушкетеры!» Господин де Безиньи первым подошел, пожал руку Атоса и признал, что пари выиграно. За де Безиньи подошли драгун и швейцарец, а за ними кинулись все их товарищи. Поздравлением, рукопожатием, объятием и неистощимым шуткам и насмешкам над лорошельцами не было конца. Поднялся такой шум, что кардинал вообразил, будто начался мятеж. И послал капитана своей гвардии Лаудиньера узнать, что случилось в лагере. Посланцу в самых восторженных выражениях рассказали все происшествие. «В чем же дело?» — спросил кардинал, когда Лаудиньер вернулся. «А в том, ваша светлость, что три мушкетера и один гвардеец держали пари с господином де Безиньи, что позавтракают на бастионе Сен-Жерве. И за этим завтраком продержались два часа против неприятеля и уложили невесть, сколько лорошельцев». «Вы узнали имена этих трех мушкетеров?» «Да, ваша светлость». «Назовите их». «Это господа Атос, Портос и Арамис». «Опять все те же три храбреца», — сказал про себя кардинал. «А гвардеец?» «Господин Д'Артаньян». «Опять тот же юный хитрец. Положительно необходимо, чтобы эта четверка друзей перешла ко мне на службу». Вечером кардинал, беседуя с господином де Тривиллем, коснулся утреннего подвига, который служил предметом разговоров всего лагеря. Господин де Тривиль, слышавший рассказ об восхождении из уст самих участников, пересказал его со всеми подробностями его высокопреосвященству, не забыв и эпизода с салфеткой. «Отлично, господин де Тривиль», — сказал кардинал. «Пришлите мне, пожалуйста, эту салфетку. Я велю вышить на ней три золотые лилии и вручу ее в качестве штандарта вашим мушкетерам». «Ваша светлость, это будет несправедливо по отношению к гвардейцам», — возразил господин де Тривиль. «Ведь Д'Артаньян не под моим началом, а у Д'Азесара». «Ну так возьмите его себе», — предложил кардинал. «Раз эти четыре храбреца так любят друг друга, им по справедливости надо служить вместе». В тот же вечер господин де Тривиль объявил эту приятную новость трем мушкетерам и Д'Артаньяну и тут же пригласил всех четырех на следующий день к себе на завтрак. Д'Артаньян был вне себя от радости. Как известно, мечтой всей его жизни было сделаться мушкетером. Трое его друзей тоже очень обрадовались. «Честное слово, у тебя была блестящая мысль», — сказал Д'Артаньян Атосу. «И ты оказался прав. Мы снискали там славу и могли завязать очень важный для нас разговор, который мы сможем теперь продолжить, не возбуждая ни в ком подозрений. Ведь отныне, с Божьей помощью, мы будем слыть кардиналистами». В тот же вечер Д'Артаньян отправился к господину Д'Азессару выразить ему свое почтение и объявить об оказанной кардиналом милости. Когда Д'Азессар, очень любивший Д'Артаньяна, узнал об этом, он предложил юноше свои услуги. Перевод в другой полк был сопряжен с большими расходами на обмундирование и снаряжение. Д'Артаньян отказался от его помощи, но, воспользовавшись удобным случаем, попросил Д'Азессара, чтобы он велел оценить алмаз и отдал ему перстень, прося обратить его в деньги. На следующий день, в восемь часов утра, лакей Д'Азессара явился к Д'Артаньяну и вручил ему мешок с золотом, в котором было семь тысяч ливров. Это была цена алмаза королевы. Атос нашел подходящее название – семейное дело. Семейное дело не подлежало ведению кардинала. Семейное дело никого не касалось. Семейным делом можно было заниматься на виду у всех. Итак, Атос нашел название – семейное дело. Арамис нашел способ послать слуг. Портос нашел средство – продать алмаз. Один Д'Артаньян, обычно самый изобретательный из всех четырех, ничего не придумал. Но сказать по правде, одно уже имя Миледи парализовало все его мысли. Ах нет, мы ошибаемся. Он нашел покупателя алмаза. За завтраком у господина Д'Атривиля царило самое непринужденное веселье. Д'Артаньян явился уже в новой форме. Он был приблизительно одного роста с Арамисом, и так как Арамис, которому, как помнят читатели, книгопродавец щедро заплатил закупленную у него поэму, сразу заказал себе все в двойном количестве, то он и уступил своему другу одно полное обмундирование. Д'Артаньян был бы наверху блаженства, если бы перед его мысленным взором не маячила, как черная туча на горизонте, Миледи. После этого завтрака друзья условились собраться вечером у Атоса и там окончить задуманное дело. Д'Артаньян весь день разгуливал по улицам лагеря, щеголяя своей мушкетерской формой. Вечером в назначенный час четыре друга встретились. Оставалось решить только три вещи. Что написать брату Миледи, что написать ловкой особе в туре и кому из слуг поручить доставить письма. Каждый предлагал своего. Атос отмечал скромность гримо, который говорил только тогда, когда его господин разрешал ему открыть рот. Портос превозносил силу мушкетона, который был такого мощного сложения, что легко мог поколотить четырех людей обыкновенного роста. Арамис, доверявший ловкости Базена, рассыпался в пышных похвалах своему кандидату. А Д'Артаньян, всецело полагавшийся на храбрость планше, выставлял на вид его поведение в щекотливом булонском деле. Эти четыре добродетели долго оспаривали друг у друга первенства, и по этому случаю были произнесены блестящие речи, которых мы не приводим из опасения, чтобы они не показались чересчур длинными. К несчастью, заметил Атос, надо бы, чтобы наш посланец сочетал в себе все четыре качества. — Но где найти такого слугу? — Такого не сыскать, — согласился Атос. — Я сам знаю. — А потому возьмите гримо. — Нет, муж Китона. — Лучше Базена. — А по-моему, планше. Он отважен и ловок. Вот уже два качества из четырех. — Господа, — заговорил Арамис, — главное, что нам нужно знать, это вовсе не то, кто из наших четырех слуг всего скромнее, сильнее, изворотливее и храбрее. Главное, кто из них больше всех любит деньги. — Очень мудрое замечание, — сказал Атос. — Надо рассчитывать на пороки людей, а не на их добродетели. — Господин Аббат, вы великий нравоучитель. — Разумеется, это главное, — продолжал Арамис. Нам нужны надежные исполнители наших поручений, не только для того, чтобы добиться успеха, но и чтобы не потерпеть неудачи. Ведь в случае неудачи ответит своей головой не слуга. — Говорите тише, — остановил его Атос. — Вы правы, не слуга, а господин и даже господа. — Так ли нам преданы наши слуги, чтобы ради нас подвергать опасности своей жизни? — Нет. — Честное слово, я почти ручаюсь за планше, — возразил Д'Артаньян. — Так вот, милый друг, прибавьте к его бескорыстной преданности изрядное количество денег, что даст ему некоторый достаток. И тогда вы можете ручаться за него вдвойне. — И все-таки вас обманут, — сказал Атос, который был оптимистом, когда дело шло о вещах, и пессимистом, когда речь шла о людях. — Они пообещают все, чтобы получить деньги, а в дороге страх помешает им действовать. Как только их поймают, их прижмут, а прижатые они во всем признаются. — Ведь мы не дети, черт возьми, чтобы попасть в Англию, — Атос понизил голос. — Надо проехать всю Францию, которая кишит шпионами и ставленниками кардинала. — Чтобы сесть на корабль, надо иметь пропуск, а чтобы найти дорогу в Лондон, надо уметь говорить по-английски. — По-моему, дело это очень трудное. — А вовсе нет, — возразил Д'Артаньян, которому очень хотелось, чтобы их замысел был приведен в исполнение. — По-моему, оно, напротив, легкое. Но, разумеется, если расписать лорду Винтеру всякие ужасы, все гнусности кардинала, — потише, — предостерег Атос. — Все интриги и государственные тайны, — продолжал в полголоса Д'Артаньян, последовав совету Атоса, — разумеется, всех нас колесуют живьем. Но, Бога ради, не забывайте, Атос, что мы ему напишем, как вы сами сказали, по семейному делу, что мы напишем ему единственно для того, чтобы по приезде Миледи в Лондон он лишил ее возможности вредить нам. Я напишу это письмо примерно такого содержания. — Послушаем, — сказал Арамис, заранее придавая своему лицу критическое выражение. — Милостивый государь и любезный друг. — Ну да. Писать любезный друг англичанину, — перебил его Атос, — нечего сказать. Хорошее начало. Браво! Браво, Д'Артаньян! — Заодно это обращение вас не то что колесуют, а четвертуют! — Ну хорошо, допустим, вы правы. Я напишу просто. Милостивый государь! — Вы можете даже написать «Милорд», — заметил Атос, который всегда считал нужным соблюдать принятые формы вежливости. — Милорд, помните ли вы небольшой пустырь за Люксембургом? — Отлично. Теперь еще и Люксембург. Решат, что это намек на королеву-мать. — Вот так ловко придумано! — усмехнулся Атос. — Ну хорошо, напишем просто. Милорд, помните ли вы тот небольшой пустырь, где вам спасли жизнь? — Милый Д'Артаньян, вы всегда будете прескверным сочинителем, — сказал Атос. — Где вам спасли жизнь, фи! Это недостойно. О подобных услугах человеку порядочному не напоминают. Попрекнуть благодеянием — значит оскорбить. — Ах, мой друг, вы невыносимы, — заявил Д'Артаньян. — Если надо писать под вашей цензурой, я решительно отказываюсь. — И хорошо сделаете. Орудуйте мушкетом и шпагой. В этих двух занятиях вы проявляете большое искусство. А перо предоставьте господину Аббату. Это по его части. — И в самом деле предоставьте перо Арамису, — поддакнул Портос. Ведь он даже пишет латинские диссертации. — Ну хорошо, я согласен, — сдался Д'Артаньян. — Составьте нам эту записку, Арамис. Но заклинаю вас святейшим отцом нашим, папой, выражайтесь осторожно. Я тоже буду выискивать у вас неудачные обороты. «Предупреждаю вас». — Охотно соглашаюсь, — ответил Арамис с простодушной самоуверенностью, свойственной поэтам. — Но познакомьте меня со всеми обстоятельствами. Мне, правда, не раз приходилось слышать, что невестка Милорда плутоватая особа. И я сам в этом убедился, подслушав ее разговор с кардиналом. — Да потише, вы черт возьми, — перебил Атос. — Но подробности мне неизвестны, — договорил Арамис. — И мне тоже, — объявил Портос. Д'Артаньян и Атос некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец Атос, собравшись с мыслями и побледнев немного более обыкновенного, кивком головы выразил согласие, и Д'Артаньян понял, что ему разрешается ответить. — Так вот, о чем нужно писать, — начал он. — Милорд, ваша невестка — злодейка. Она пыталась подослать к вам убийц, чтобы унаследовать ваше состояние. Но она не имела права выйти замуж за вашего брата, так как была уже замужем во Франции, и… Д'Артаньян запнулся, точно подыскивая подходящие слова, и взглянул на Атоса. — И муж выгнал ее, — вставил Атос. — Оттого, что она заклеймена, — продолжал Д'Артаньян. — Да не может быть, — вскричал Портос, — она пыталась подослать убийцу к своему деверу. — Да. — Она была уже замужем? — переспросил Арамис. — Да. — И ее муж обнаружил, что на плече у нее клеймо в виде лилии? — спросил Портос. — Да. Эти три «да» были произнесены Атосом, и каждое следующее звучало мрачнее предыдущего. — А кто видел у нее это клеймо? — осведомился Арамис. — Д'Артаньян и я. Или, вернее, соблюдая хронологический порядок, я и Д'Артаньян, — ответил Атос. — А муж этого ужасного создания жив еще? — спросил Арамис. — Он еще жив. — Вы в этом уверены? — Да, уверен. На миг воцарилось напряженное молчание, во время которого каждый из друзей находился под тем впечатлением, какое произвело на него все сказанное. — На этот раз, — заговорил первый Атос, — Д'Артаньян дал нам прекрасный набросок. Именно со всего этого и следует начать наше письмо. — Черт возьми, вы правы, Атос, — сказал Арамис. — Сочинить такое письмо — задача очень щекотливая. Сам господин канцлер затруднился бы составить столь многозначительное послание, хотя господин канцлер очень мило зачиняет протоколы. Но ничего, помолчите, я буду писать. Арамис взял перо, немного подумал, написал изящным женским почерком восемь или десять строк, а затем, негромко и медленно, словно взвешивая каждое слово, прочел следующее. Милорд, человек, пишущий вам эти несколько строк, имел честь скрестить с вами шпаги в небольшом загоне на улице Ада. Так как вы после того много раз изволили называть себя другом этого человека, то и он считает своим долгом доказать свою дружбу добрым советом. Дважды вы чуть было не сделали жертвой вашей близкой родственницы, которую вы считаете своей наследницей, так как вам неизвестно, что она вступила в брак в Англии, будучи уже замужем во Франции. Но в третий раз, то есть теперь, вы можете погибнуть. Ваша родственница этой ночью выехала из Лорошели в Англию. Следите за ее прибытием, ибо она лелеет обширные и ужасные замыслы. Если вы пожелаете непременно узнать, на что она способна, прочтите ее прошлое на ее левом плече. — Вот это превосходно! — одобрил Атос. — Вы пишете как государственный секретарь, милый Арамис. Теперь лорд Винтер учредит строгий надзор, если только он получит это предостережение. А если бы оно даже попало в руки его высокопреосвященства, оно бы не повредило нам. Но слуга, которого мы пошлем, может побывать не дальше Шатильро, а потом уверять нас, что съездил в Лондон. Поэтому дадим ему вместе с письмом только половину денег, пообещав отдать другую половину, когда он привезет ответ. — У вас при себе, Алмаз? — обратился Атос к Д'Артаньяну. — У меня при себе нечто лучшее. У меня деньги. И Д'Артаньян бросил мешок на стол. При звоне золота Арамис поднял взгляд, Портос вздрогнул. Атос же остался невозмутимым. — Сколько в этом мешочке? — спросил он. — Семь тысяч ливров луидорами по двенадцать франков. — Семь тысяч ливров! — вскричал Портос. — Этот дрянной алмазик стоит семь тысяч ливров! — По-видимому, — сказал Атос, — раз они на столе. Я не склонен предполагать, что наш друг Д'Артаньян прибавил к ним еще и свои деньги. — Но, обсуждая все, мы не думаем о королеве, господа! — вернулся к своей мысли Д'Артаньян. — Позаботимся немного о здоровье милого ее сердцу Бекингема. Это самое малое, что мы обязаны для нее предпринять. — Совершенно справедливо! — согласился Атос. Но это по части Арамиса. — А что от меня требуется? — краснее отозвался Арамис. — Самая простая вещь — составить письмо той ловкой особе, что живет в Туре. Арамис снова взялся за перо. Опять немного подумал и написал следующие строки, которые он тотчас представил на одобрение своих друзей. — Милая кузина! — Это ловкая особа ваша родственница! — вернул Атос. — Двоюродная сестра! — сказал Арамис. — Пусть ее! Пусть будет кузина! Арамис продолжал. — Милая кузина! — Его высокопреосвященство, господин кардинал, да хранит его Господь для блага Франции и на посрамление врагов королевства, уже почти покончил с мятежными еретиками Ларшели. Английский флот, идущий к ним на помощь, вероятно, не сможет даже близко подойти к крепости. Осмелись высказать уверенность, что какое-нибудь важное событие помешает господину Бекингему отплыть из Англии. Его высокопреосвященство — самый прославленный государственный деятель прошлого, настоящего и, вероятно, будущего. Он затмил бы солнце, если бы оно ему мешало. Сообщите эти радостные новости вашей сестре, милая кузина. «Мне приснилось, что этот проклятый англичанин умер. Не могу припомнить то ли от удара кинжалом, то ли от яда. Одно могу сказать с уверенностью. Мне приснилось, что он умер. А вы знаете, что мои сны никогда меня не обманывают. Будьте же уверены, что вы скоро меня увидите». «Превосходно!» — воскликнул Атос. «Вы король поэтов, милый Арамис. Вы говорите, как апокалипсис, и вы изрекаете истину, как Евангелие. Теперь остается только надписать на этом письме адрес». «Это очень легко», — сказал Арамис. Он кокетливо сложил письмо и написал. «Девица Мишон. Белошвейке в туре». Три друга, смеясь, переглянулись. Их уловка не удалась. «Теперь вы понимаете, господа», — заговорил Арамис, — «что только Базен может доставить это письмо в тур. Всякий другой слуга провалит дело». К тому же Базен учен и честолюбив. Базен знает историю, господа. Он знает, что Сикст Пятый, прежде чем сделаться папой, был свинопасом. А так как Базен намерен в одно время со мной принять духовное звание, то он не теряет надежды тоже сделаться папой или по меньшей мере кардиналом. «Вы понимаете, что человек, который так высоко метит, не даст схватить себя, а уж если его поймают, скорее примет мучение, но ни в чем не признается». «Хорошо, хорошо», — согласился Д'Артаньян. «Я охотно уступаю вам Базена, но уступите мне планше». Миледи однажды приказала вздуть его и выгнать из своего дома. «А у планше хорошая память, и я ручаюсь вам, если ему представится возможность отомстить, он скорее погибнет, чем откажется от этого удовольствия. Если дела в туре касаются вас, Арамис, то дела в Лондоне касаются лично меня. А потому я прошу выбрать планше, который к тому же побывал уже со мною в Лондоне и умеет совершенно правильно сказать «Будьте любезны, сэр, указать мне дорогу в Лондон» и «Мой господин лорд Д'Артаньян». Будьте покойны, с такими познаниями он отлично найдет дорогу туда и обратно. «В таком случае дадим планше 700 ливров при его отъезде и 700 ливров по его возвращении. А Базену 300 ливров, когда он будет уезжать, и 300 ливров, когда вернется», – предложил Атос. «Это убавит наше богатство до 5000 ливров. Каждый из нас возьмет себе 1000 ливров и употребит ее, как ему вздумается. А оставшуюся 1000 мы отложим про запас, поручив хранить ее аббату на случай непредвиденных расходов или для общих надобностей. Согласны вы на это?» «Любезный Атос», – сказал Арамис, – «вы рассуждаете как Нестор, который был, как всем известно, величайшим греческим мудрецом». «Итак, решено! Поедут Планше и Базен», – заключил Атос. «В сущности говоря, я рад оставить при себе Гремо. Он привык к моему обращению, и я дорожу им. Вчерашний день, должно быть, уже изрядно измотал его, а это путешествие его бы доконало». Друзья позвали Планше и дали ему необходимые указания. Он уже был предупрежден Д'Артаньяном, который прежде всего возвестил ему славу, затем посулил деньги и уж потом только упомянул об опасности. «Я повезу письмо за отворотом рукава», – сказал Планше. «И проглочу его, если меня схватят». «Но тогда ты не сможешь выполнить поручение», – возразил Д'Артаньян. «Дайте мне сегодня вечером копию письма, и завтра я буду знать ее наизусть». Д'Артаньян посмотрел на своих друзей, словно желая сказать. «Ну, что? Правду я вам говорил». «Знай», – продолжал он, обращаясь к Планше. «Тебе дается восемь дней на то, чтобы добраться к лорду Винтеру, и восемь дней на обратный путь. Итого шестнадцать дней». «Если на шестнадцатый день по твоем отъезде в восемь часов вечера ты не приедешь, то не получишь остальных денег, даже если бы ты явился в пять минут девятого». «В таком случае купите мне, сударь, часы», – попросил Планше. «Возьми вот эти», – сказал Атос и со свойственной ему беспечностью, – отдал Планше свои часы. «И будь молодцом! Помни, если ты разоткровенничаешься, если ты проболтаешься или прошатаешься где-нибудь, ты погубишь своего господина, который так уверен в твоей преданности, что поручился нам за тебя. И помни еще, если по твоей вине случится какое-нибудь несчастье с Д'Артаньяном, я всюду найду тебя, чтобы распороть тебе живот». «Эх, сударь», – произнес Планше, обиженный подозрением и к тому же испуганный невозмутимым видом мушкетера. «А я», – сказал Портос, свиряпа, выпучив глаза, – «сдеру с тебя живого шкуру!» «Ах, сударь!» «А я», – сказал Арамис своим кротким мелодичным голосом, – «запомни, сожгу тебя на медленном огне, как дикарь». «Ах, сударь!» И Планше заплакал. «Мы не сумеем сказать, было ли то от страха, внушенного ему этими угрозами, или от умиления при виде столь тесной дружбы четырех друзей». Д'Артаньян пожал ему руку и обнял его. «Видишь ли, Планше», – сказал он ему, – «эти господа говорят тебе все это из чувства привязанности ко мне. Но, в сущности, они тебя тоже любят». «Ах, сударь, или я исполню поручение, или меня изрежут на куски», – вскричал Планше. «Но даже если изрежут, то будьте уверены, ни один кусочек ничего не выдаст». Был решено, что Планше отправится в путь на следующий день, в восемь часов утра, чтобы за ночь он успел выучить письмо наизусть. Он выгадал на этом деле ровно двенадцать часов, так как должен был вернуться на шестнадцатый день в восемь часов вечера. Утром, когда он садился на коня, Д'Артаньян, питавший в глубине сердца слабость к герцогу Бекингему, отвел Планше в сторону. «Слушай», – сказал он ему, – «когда ты вручишь письмо лорду Винтеру, и он прочтет его, скажи ему еще, оберегайте его светлость лорда Бекингема, его хотят убить». «Но это, видишь ли, Планше, это настолько важно и настолько серьезно, что я даже не хотел признаться моим друзьям в том, что доверю тебе эту тайну, и не написал бы этого в письме, если бы даже меня произвели в капитаны». «Будьте спокойны, сударь, вы увидите, что на меня можно во всем положиться». Сев на превосходного коня, которого он должен был оставить в двадцати лье от лагеря, чтобы ехать дальше на почтовых, Планше поскакал галопом. И хотя сердце у него слегка щемило при воспоминании о трех обещаниях мушкетеров, он все-таки был в отличном расположении духа. Базен уехал на следующий день утром в тур. Ему дано было восемь дней на то, чтобы исполнить возложенное на него поручение. Все то время, пока их посланцы отсутствовали, четыре друга, разумеется, более чем когда-нибудь были на стороже и держали ухо востро. Они целые дни подслушивали, что говорится кругом, следили за действиями кардинала и разнюхивали, не прибыл ли к решелье какой-нибудь гонец. Не раз их охватывал трепет, когда их неожиданно вызывали для несения служебных обязанностей. К тому же им приходилось оберегать и свою собственную безопасность. Миледи была привидением, которое, раз явившись кому-нибудь, не давало ему больше спокойно спать. Утром восьмого дня Базен, бодрый, как всегда, и по своему обыкновению улыбающийся, вошел в кабачок нечестивца в то время, когда четверо друзей завтракали там и сказал, как было условлено. «Господин Арамис, вот ответ вашей кузины». Друзья радостно переглянулись, половина дела была сделана. Правда, эта половина была более легкая и требовала меньше времени. Арамис, невольно покраснев, взял письмо, написанное неуклюжим почерком и с орфографическими ошибками. «О боже мой!» смеясь, воскликнул он. «Я положительно теряю надежду. Бедняжка Мишон никогда не научится писать, как господин де Вуатю». «Кто это Петне Мишон?» спросил швейцарец, беседовавший с четырьмя друзьями в ту минуту, как пришло письмо. «Ах, боже мой, да почти ничто!» ответил Арамис. «Очаровательная юная белошвейка! Я ее очень любил и попросил написать мне на память несколько строк. Черт возьми! Если она такая большая тама, как ее пуквы, вы счастливец, товарищ!» сказал швейцарец. Арамис посмотрел на письмо и передал его Атосу. «Почитайте-ка, что она пишет, Атос», предложил он. Атос пробежал глазами это послание и, желая рассеять все подозрения, которые могли бы возникнуть, прочел вслух. «Милый кузен, моя сестра и я очень хорошо отгадываем сны, и мы ужасно боимся их. Но про ваш, надеюсь, можно сказать, всякий сон есть ложь. Прощайте, будьте здоровы и время от времени давайте нам о себе знать». Аглая Мишон. «О каком сне она пишет?» спросил драгун, подошедший во время чтения письма. «Да о каком же сне?» подхватил швейцарец. «Ах, боже мой, да все очень просто. О сне, который я видел и рассказал ей», ответил Арамис. «Да, боже мой, очень просто рассказать свой сон, но я никогда не вижу снов». «Вы очень счастливы», заметил Атос, вставая из-за стола. «Я был бы рад, если бы мог сказать то же самое». «Ни как та!» повторил швейцарец в восторге от того, что такой человек, как Атос, хоть в этом ему завидует. «Ни как та! Ни как та!» Д'Артаньян, увидев, что Атос встал, тоже поднялся, взял его под руку и вышел с ним. Портос и Арамис остались отвечать на грубоватые шутки драгуна и швейцарца. Абазен пошел и улегся спать на соломенную подстилку, и так как у него было более живое воображение, чем у швейцарца, то он видел сон, будто Арамис, сделавшись папой, возводит его в сан кардинала. Однако, как мы уже сказали, своим благополучным возвращением Базен развеял только часть той тревоги, которая не давала покоя четырем друзьям. Дни ожидания тянутся долго, и в особенности чувствовал этот Д'Артаньян, который побился бы об заклад, что в сутках стало теперь сорок восемь часов. Он забывал о вынужденной медленности путешествия по морю и преувеличивал могущество Миледи. Он мысленно наделял эту женщину, казавшуюся ему демоном, такими же сверхъестественными, как и она сама, союзниками. При малейшем шорохе он воображал, что пришли его арестовать и привели обратно планше для очной ставки с ним и его друзьями. И более того, доверие его к достойному пикардийцу с каждым днем уменьшалось. Его тревога настолько усилилась, что передавалась Портосу и Арамису. Один только Атос оставался по-прежнему невозмутим, точно вокруг него не витало ни малейшей опасности, и ничто не нарушало обычного порядка вещей. На шестнадцатый день в особенности это волнение с такой силой охватило Д'Артаньяна и его друзей, что они не могли оставаться на месте и бродили точно призраки по дороге, по которой должен был вернуться планше. «Вы, право, не мужчины, а дети. Если женщина может внушать вам такой страх», — говорил им Атос. «И что нам в сущности угрожает? Попасть в тюрьму? Но нас вызволят оттуда. Ведь вызволили же госпожу Бонасье. Быть обезглавленными? Но каждый день в траншеях мы с самым веселым видом подвергаем себя худшей опасности, ибо ядро может раздробить вам ногу, и я убежден, что хирург причинит вам больше страданий, отрезая ногу, чем палач, отрубая голову. Ждите же спокойно. Через два часа, через четыре, самое позднее, через шесть, Планше будет здесь. Он обещал быть, и я очень доверяю обещаниям Планше. Он кажется мне славным малым». «А если он не придет?» спросил Д'Артаньян. «Ну, если он не придет, значит, он почему-либо задержался. Вот и все. Он мог упасть с лошади, мог свалиться с моста, мог от быстрой езды схватить воспаление легких. Эх, господа, надо принимать во внимание все случайности. Жизнь — это четки, составленные из мелких невзгод. И философ, смеясь, перебирает их. Будьте подобны мне философами, господа. Садитесь за стол, и давайте выпьем. Никогда будущее не представляется в таком розовом свете, как когда смотришь на него сквозь бокал Шамбертена». «Совершенно справедливо», — ответил Д'Артаньян. «Но мне надоело каждый раз, когда я раскупориваю новую бутылку, опасаться, не испогреба ли она миледи». «Вы уж очень разборчивы», — сказал Атос. «Она такая красивая женщина». «Отмеченная людьми женщина», — неуклюже сострил Портос и по обыкновению громко захохотал. Атос вздрогнул, провел рукой по лбу, точно утирая пот, и поднялся нервным движением, которое он был не в силах подавить. Между тем день прошел. Вечер наступал медленнее, чем обыкновенно, но, наконец, все-таки наступил, и трактиры наполнились посетителями. Атос, получивший свою долю от продажи алмаза, не выходил от нечестивца. В господине де Безиньи, который, кстати сказать, угостил наших друзей великолепным обедом, он нашел вполне достойного себя партнера. Итак, они по обыкновению играли вдвоем в кости, когда пробило семь часов. Слышно было, как прошли мимо патрули, которые направлялись усилить сторожевые посты. В половине восьмого пробили вечернюю зорю. «Мы пропали», — шепнул Д'Артаньян Атосу. «Вы хотите сказать, пропали наши деньги», — спокойно поправил его Атос, вынимая из кармана четыре пистоля и бросая их на стол. «Ну, господа», — продолжал он, — «бьют зорю, пойдемте спать». Атос вышел из трактира в сопровождении Д'Артаньяна. Позади них шел Арамис под руку с Портосом. Арамис бормотал какие-то стихи, а Портос в отчаянии безжалостно теребил свой ус. Вдруг из темноты выступила какая-то фигура, очертания которой показались Д'Артаньяну знакомыми. И привычный его слуху голос сказал. «Я принес вам ваш плащ, сударь. Сегодня прохладный вечер». «Планше!» — скричал Д'Артаньян вне себя от радости. «Планше!» — подхватили Портос и Арамис. «Ну да, планше!» — сказал Атос. «Что же тут удивительного?» «Он обещал вернуться в восемь и как раз бьет восемь. Браво, планше! Вы человек, умеющий держать слово. И если когда-нибудь вы оставите вашего господина, я возьму вас к себе в услужение». «А нет, никогда!» — возразил планше. «Никогда я не оставлю господина Д'Артаньяна!» В ту же минуту Д'Артаньян почувствовал, что планше сунул ему в руку записку. Д'Артаньян испытывал большое желание обнять планше по его возвращении, как он сделал это при его отъезде. Но побоялся, как бы это изъявление чувств своему слуге посреди улицы не показалось странным кому-нибудь из прохожих. И он сдержал свой порыв. «Записка у меня», — сообщил он Атосу и остальным друзьям. «Хорошо», — сказал Атос. «Пойдем домой и прочитаем». Записка жгла руку Д'Артаньяна. Он хотел ускорить шаг, но Атос взял его под руку, и юноше поневоле пришлось идти в ногу со своим другом. Наконец они вошли в палатку и зажгли светильник. Планше встал у входа, чтобы никто не застиг друзей врасплох, а Д'Артаньян дрожащей рукой сломал печать и вскрыл долгожданное письмо. Оно заключало полстроки, написанной чисто британским почерком и было весьма лаконично. «Благодарю вас. Будьте спокойны». Атос взял письмо из рук Д'Артаньяна, поднес его к светильнику, зажег и держал так, пока оно не обратилось в пепел. Потом он подозвал планше и сказал ему. «Теперь, любезный, ты можешь требовать свои семьсот ливров, но ты немногим рисковал с такой запиской. Однако это не помешало мне прибегать к разным ухищрениям, чтобы благополучно довести ее», — ответил планше. «Ну-ка, расскажи нам свои приключения», — предложил Д'Артаньян. «Это долго рассказывать, сударь». «Ты прав, планше», — сказал Атос. «К тому же пробили уже зорю. Если у нас светильник будет гореть дольше, чем у других, это заметят». «Пусть будет так. Ляжем спать», — согласился Д'Артаньян. «Спи спокойно, планше». «Честное слово, сударь, в первый раз за шестнадцать дней я спокойно усну». «И я тоже», — произнес Д'Артаньян. «И я тоже», — вскричал Портос. «И я тоже», — проговорил Арамис. «Открою вам правду. И я тоже», — признался Атос. Глава девятнадцатая. «Злой рок». Между тем, Миледи вне себя от гнева металась по палубе точно разъяренная львица, которую погрузили на корабль. Ей страстно хотелось броситься в море и вплавь вернуться на берег. Но она не могла примириться с мыслью, что Д'Артаньян оскорбил ее, а Атос угрожал ей, и что она покидала Францию, так и не отомстив им. Эта мысль вскоре стала для нее настолько невыносимой, что, пренебрегая теми опасностями, которым она могла подвергнуться, она принялась умолять капитана высадить ее на берег. Но капитан, спешивший поскорее выйти из своего трудного положения между французскими и английскими военными кораблями, положения летучей мыши между крысами и птицами, торопился добраться до берегов Англии и наотрез отказался подчиниться тому, что он считал женским капризом. Впрочем, он обещал своей пассажирке, которую кардинал поручил его особому попечению, что высадит ее, если позволят море и французы, в одном из бретонских портов, или в Лондоне, или в Бресте. Но ветер дул противный. Море было бурное и приходилось все время лавировать. Через девять дней после отплытия из Шаранте, Меледи, бледная от огорчения и неистовой злобы, увидала вдали только синеватые берега Финистера. Она рассчитала, что для того, чтобы проехать из этого уголка Франции к кардиналу, ей понадобится по крайней мере три дня. Прибавьте к ним еще день на высадку, это составит четыре дня. Прибавьте эти четыре дня к девяти истекшим, получится тринадцать потерянных дней. Тринадцать дней, в продолжение которых в Лондоне могло произойти столько важных событий. Она подумала, что кардинал, несомненно, придет в ярость, если она вернется, а следовательно будет более склонен слушать жалобы других на нее, чем ее обвинения против них. Поэтому, когда судно проходило мимо Лориана и Бреста, она не настаивала больше, чтобы капитан ее высадил. А он со своей стороны умышленно не напоминал ей об этом. Итак, Миледи продолжала свой путь, и в тот самый день, когда Планше садился в порт Смутинокорабль, отплывавший во Францию, посланница его Высокопреосвященства с торжеством входила в этот порт. Весь город был в необычайном волнении. Спускали на воду четыре больших, только что построенных корабля. На Малу, весь в золоте, усыпанный по своему обыкновению алмазами и драгоценными камнями, в шляпе с белым пером, не спадавшим ему на шею, стоял Бекингем, окруженный почти столь же блестящей, как и он свитой. Был один из тех редких прекрасных зимних дней, когда Англия вспоминает, что в мире есть солнце. Погасающее, но еще великолепное светило закатывалось, обогряя и небо, и море огненными полосами, и бросая на башни и старинные дома города последний золотой луч, сверкавший в окнах, словно отблеск пожара. Миледи, вдыхая морской воздух, все более свежий и благовонный по мере приближения к берегу, созерцая эти грозные приготовления, которые ей поручено было уничтожить, все могущество этой армии, которая она должна была сокрушить несколькими мешками золота, она одна, она женщина, мысленно сравнивала себя с Юдифью, проникнувшей в лагерь ассирийцев и увидевшей великое множество воинов, колесниц, лошадей и оружия, которые одним мановением ее руки должны были рассеяться, как дым. Судно стало на рейде, но когда оно готовилось бросить якорь, превосходный небольшой куттер подошел к нему и, выдавая себя за сторожевое судно, спустил шлюпку, которая направилась к трапу. В шлюпке сидели офицер, боцман и восемь грибцов. Офицер один поднялся на борт, где его встретили со всем уважением, какое внушает военная форма. Офицер поговорил несколько минут с капитаном и дал ему прочитать какие-то бумаги, после чего, по приказанию капитана, вся команда судна и пассажиры были вызваны на палубу. Когда они выстроились там, офицер громко осведомился, откуда отплыл брик, какой держался курс, где приставал, и на все его вопросы капитан ответил без колебания и без затруднений. Потом офицер стал оглядывать одного за другим всех находившихся на палубе и, дойдя до Миледи, очень внимательно посмотрел на нее, но не произнес ни слова. Затем он снова подошел к капитану, сказал ему еще что-то и, словно приняв на себя его обязанности, скомандовал какой-то маневр, который экипаж тотчас выполнил. Судно двинулось дальше, сопровождаемое маленьким куттером, который плыл борт-оборт с ним, угрожая ему жерлами своих шести пушек, а шлюпка следовала за кормой судна и, по сравнению с ним, казалась чуть заметной точкой. Пока офицер разглядывал Миледи, она, как легко можно себе представить, сама пожирала его глазами. Но при всей проницательности этой женщины с пламенным взором, читавшей в сердцах людей, на этот раз она встретила столь бесстрастное лицо, что ее пытливый взгляд не мог ничего обнаружить. Офицеру, который остановился перед нею и молча с большим вниманием изучал ее внешность, можно было дать 25-26 лет. Лицо у него было бледное, глаза голубые и слегка впалые. Изящный и правильно очерченный рот был все время плотно сжат. Сильно выступающий подбородок изобличал ту силу воли, которая в простонародном британском типе обычно является скорее упрямством. Лоб, немного покатый, как у поэтов и мечтателей, и солдат, был едва прикрыт короткими редкими волосами. Которые, как и борода, покрывавшие нижнюю часть лица, были красивого темно-каштанового цвета. Когда судно и сопровождавший его куттер вошли в гавань, было уже темно. Ночной мрак казался еще более густым от тумана, который окутывал сигнальные фонари на мачтах и огнемолот дымкой, похожей на то, что окружает луну перед наступлением дождливой погоды. Воздух был сырой и холодный. Миледи, эта здоровая, выносливая женщина, почувствовала невольную дрожь. Офицер велел указать ему вещи Миледи, велел отнести ее багаж в шлюпку и, когда это было сделано, пригласил ее спуститься туда же и предложил ей руку. Миледи посмотрела на него и остановилась в нерешительности. «Кто вы такой, милостивый государь?» – спросила она. «И почему вы так любезны, что оказываете мне особое внимание?» «Вы можете догадаться об этом по моему мундиру, сударыня. Я офицер английского флота», – ответил молодой человек. «Но неужели это обычно так делается?» «Неужели офицеры английского флота предоставляют себя в распоряжение своих соотечественниц, прибывающих в какую-нибудь гавань Великобритании, и простирают свою любезность до того, что доставляют их на берег?» «Да, миледи. Это обычно делается не из любезности, а из предосторожности. Во время войны иностранцев доставляют в отведенную для них гостиницу, где они остаются под надзором до тех пор, пока о них не соберут самых точных сведений. Эти слова были сказаны с безупречной вежливостью и самым спокойным тоном. Однако они не убедили миледи. «Но я не иностранка, милостивый государь. Меня зовут Леди Кларик, и эта мера…» «Эта мера общая для всех, миледи, и вы напрасно будете настаивать, чтобы для вас было сделано исключение». «В таком случае я последую за вами, милостивый государь». Опираясь на руку офицера, она начала спускаться по трапу, внизу которого ее ожидала шлюпка. Офицер сошел вслед за нею. На корме был разослан большой плащ. Офицер усадил на него миледи и сам сел рядом. «Гребите», – приказал он матросам. Восемь весел разом погрузились в воду, их удары слились в один звук, движение их в один взмах, и шлюпка, казалось, полетела по воде. Через пять минут она пристала к берегу. Офицер выскочил на набережную и предложил миледи руку. Их ожидала карета. «Эта карета подана нам?» – спросила миледи. «Да, сударыня», – ответил офицер. «А разве гостиница так далеко?» «На другом конце города». «Едемте». Офицер присмотрел за тем, чтобы все вещи приезжей были тщательно привязаны позади кузова, и когда это было сделано, сел рядом с миледи и захлопнул дверцу. Кучер, не дожидаясь приказаний и даже не спрашивая, куда ехать, пустил лошадей галопом, и карета понеслась по улицам города. Такой странный прием заставил миледи сильно призадуматься. Убедившись, что молодой офицер не проявляет ни малейшего желания вступать с ней в разговор, она откинулась в угол кареты и стала перебирать всевозможные предположения, возникавшие у нее в уме. Но спустя четверть часа, удивленная тем, что они так долго едут, она нагнулась к окну кареты, желая посмотреть, куда ее везут. Домов не видно было больше, деревья казались в темноте большими черными призраками, гнавшимися друг за другом. Миледи вздрогнула. «Однако мы уже за городом», — сказала она. Молодой офицер промолчал. «Я не поеду дальше, если вы не скажете, куда вы меня везете. Предупреждаю вас, милостивый государь». Ее угроза также осталась без ответа. «Ой, это уже слишком», — вскричала миледи. «Помогите! Помогите! Помогите!» Никто не отозвался на ее крик, карета продолжала быстро катиться по дороге, а офицер, казалось, превратился в статую. Миледи взглянула на офицера с тем грозным выражением лица, которое было свойственно ей в иных случаях и очень редко не производило должного впечатления. От гнева глаза ее сверкали в темноте. Молодой человек оставался по-прежнему невозмутимым. Миледи попыталась открыть дверцу и выскочить. «Берегитесь, сударыня», — хладнокровно сказал молодой человек. «Вы расшибетесь насмерть». Миледи опять села, задыхаясь от бессильной злобы. Офицер наклонился и посмотрел на нее. Казалось, он был удивлен, увидев, что это лицо, недавно такое красивое, исказилось бешеным гневом и стало почти безобразным. Коварная женщина поняла, что она губит себя, давая возможность заглянуть ей в душу. Она придала своему лицу кроткое выражение и заговорила жалобным голосом. «Скажите мне, ради Бога, кому именно, вам, вашему правительству или какому-нибудь врагу я должна приписать учиняемое надо мной насилие?» «Над вами не учиняют никакого насилия, сударыня, и то, что случилось с вами, является только мерой предосторожности, которую мы вынуждены применять ко всем приезжающим в Англию». «Так вы меня совсем не знаете?» «Я впервые имею честь видеть вас». «И скажите по совести, у вас нет никакой причины ненавидеть меня?» «Никакой, клянусь вам». Голос молодого человека звучал так спокойно, так хладнокровно и даже мягко, что Миледи успокоилась. Наконец, примерно после часа езды карета остановилась перед железной решеткой, замыкавшей накатанную дорогу, которая вела к тяжелой громаде уединенного старого по своим очертаниям замка. Колеса кареты покатились по мелкому песку. Миледи услышала мощный гул и догадалась, что это шум моря, плещущего о скалистый берег. Карета проехала под двумя сводами и, наконец, остановилась в темном четырехугольном дворе. Дверца кареты тотчас распахнулась. Молодой человек легко выскочил и подал рук Миледи. Она оперлась на нее и довольно спокойно вышла. «Все же...» — заговорила Миледи, оглядевшись вокруг, переведя затем взор на молодого человека и одарив его самой очаровательной улыбкой. «Все же я пленница. Но я уверена, что это ненадолго. Моя совесть и ваша учтивость служат мне в том порукой». Ничего не ответив на этот лестный комплимент, офицер вынул из-за пояса серебряный свисток, вроде тех, какие употребляют боцманы на военных кораблях, и трижды свистнул, каждый раз на иной лад. Явились слуги, распрягли взмыленных лошадей и поставили карету в сарай. Офицер все так же вежливо и спокойно пригласил пленницу войти в дом. Она все с той же улыбкой на лице взяла его под руку и вошла с ним в низкую дверь, от которой сводчатый, освещенный только в глубине коридор, вел к витой каменной лестнице. Поднявшись по ней, Миледи и офицер остановились перед тяжелой дверью. Молодой человек вложил в замок ключ, дверь тяжело повернулась на петлях и открыла вход в комнату, предназначенную Миледи. Пленница одним взглядом рассмотрела все помещение, вплоть до мельчайших подробностей. Убранство его в равной мере годилось и для тюрьмы, и для жилища свободного человека. Однако решетки на окнах и наружные засовы на двери склоняли к мысли, что это тюрьма. На миг душевные силы оставили эту женщину, закаленную, однако, самыми сильными испытаниями. Она упала в кресло, скрестила руки и опустила голову, трепетно ожидая, что в комнату войдет судья и начнет ее допрашивать. Но никто не вошел, кроме двух-трех солдат морской пехоты, которые внесли сундуки и баулы, поставили их в угол комнаты и безмолвно удалились. Офицер все с тем же неизменным спокойствием, не произнося сам ни слова, распоряжался солдатами, отдавая приказания движением руки или свистком. Можно было подумать, что для этого человека и его подчиненных речь не существовала или стала излишней. Наконец, миледи не выдержала и нарушила молчание. — Ради Бога, милостивый государь, объясните, что все это означает? — спросила она. — Разрешите мое недоумение. Я обладаю достаточным мужеством, чтобы перенести любую опасность, которую я предвижу, любое несчастье, которое я понимаю. Где я и в качестве кого я здесь? Если я свободна, для чего же эти железные решетки и двери? Если я узница, то в чем мое преступление? — Вы находитесь в комнате, которая вам предназначена, сударыня. Я получил приказание выйти вам навстречу в море и доставить вас сюда, в замок. Приказание это я, по-моему, исполнил со всей непреклонностью солдата и вместе с тем со всей учтивостью дворянина. На этом заканчивается, по крайней мере, в настоящее время возложенная на меня забота о вас. Остальное касается другого лица. — Ну а кто это другое лицо? — спросил Эмиледи. — Можете вы назвать мне его имя? В эту минуту на лестнице раздался громкий звон шпор и прозвучали чьи-то голоса. Потом все смолкло, и слышен был только шум шагов, приближающегося к двери человека. — Вот это другое лицо, сударыня, — сказал офицер, отошел от двери и замер в почтительной позе. Дверь распахнулась, и на пороге появился какой-то человек. Он был без шляпы, со шпагой на боку и теребил в руках носовой платок. Миледи показалось, что она узнала эту фигуру, стоявшую в полумраке. Она оперлась рукой о подлокотник кресла и подалась вперед, желая убедиться в своем предположении. Незнакомец стал медленно подходить, и Миледи невольно все глубже откидывалась в кресле. Когда у нее не оставалось больше никакого сомнения, она совершенно ошеломленная вскричала. — Как? Лорд Винтер? Вы? — Да, прекрасная госпожа моя, — ответил лорд Винтер, отвешивая полуучтивый, полунасмешливый поклон. — Я самый. — Так значит, этот замок? — Мой. — Эта комната? — Ваша. — Так я ваша пленница. — Почти. — Но это же гнусное насилие! — Не надо громких слов. Сядем и спокойно побеседуем, как подобает брату и сестре. Он обернулся к двери и, увидев, что молодой офицер ждет дальнейших приказаний, сказал. — Хорошо. Благодарю вас. А теперь, господин Фельтон, оставьте нас. Глава двадцатая. Беседа брата с сестрой. Пока лорд Винтер запирал дверь, затворял ставни и придвигал стул к креслу своей невестки, Миледи, глубоко задумавшись, перебирала в уме самые различные предположения. И, наконец, поняла тот тайный замысел против нее, который она даже не могла предвидеть, пока ей было неизвестно, в чьи руки она попала. За время знакомства со своим деверем Миледи вывела заключение, что он настоящий дворянин, страстный охотник и неутомимый игрок, что он любит волочиться за женщинами, но не отличается умением ввести интриги. Как он мог проведать о ее приезде и изловить ее? Почему он держит ее в заперти? Правда, Атос сказал вскользь несколько слов, из которых Миледи заключила, что ее разговор с кардиналом был подслушан посторонними. Но она никак не могла допустить, чтобы Атос сумел так быстро и смело подвести ей контрмину. Миледи скорее опасалась, что выплыли наружу ее прежние проделки в Англии. Бэкингем мог догадаться, что это она срезала два алмазных подвеска и отомстить за ее мелкое предательство. Но Бэкингем был не способен в порыве негодования совершить какое-нибудь насилие по отношению к женщине, в особенности, если она, по его мнению, действовала из ревности. Это предположение показалось Миледи наиболее вероятным. Она вообразила, что хотят отомстить ей за прошлое, а не предотвратить будущее. Как бы то ни было, она радовалась тому, что попала в руки своего деверя, от которого она рассчитывала сравнительно дешево отделаться, а не в руки настоящего и умного врага. «Да, поговорим, любезный брат», — сказала она с довольно веселым видом, рассчитывая выведать из этого разговора, как бы не скрытничал лорд Винтер, все, что ей необходимо было знать для ее дальнейшего образа действий. «Итак, вы все-таки вернулись в Англию», — начал лорд Винтер. «Вопреки вашему решению, которое вы так часто высказывали мне в Париже, что никогда больше нога ваша не ступит на землю Великобритании». Миледи ответила вопросом на вопрос. «Прежде всего, объясните мне, каким образом вы сумели установить за мной такой строгий надзор, что заранее были осведомлены не только о моем приезде, но и о том, в какой день и час и в какую гавань я прибуду». Лорд Винтер избрал ту же тактику, что и Миледи. Полагаю, что раз его невестка придерживается ее, то, наверное, она самая лучшая. «Сначала вы мне расскажите, любезная сестра, зачем вы пожаловали в Англию?» — возразил он. «Я приехала повидаться с вами», — ответила Миледи, не зная того, что она невольно усиливает этим ответом подозрения, которое заронило в ее девере письмо Д'Артаньяна и желая только снискать этой ложью расположение своего собеседника. «Вот как? Повидаться со мной?» — угрюмо спросил Лорд Винтер. «Да, конечно, повидаться с вами. А что же тут удивительного?» «Так вас привело в Англию только желание увидеться со мной? Никакой другой цели у вас не было?» «Нет». «Стало быть, вы только ради меня взяли на себя труд переправиться через Ла-Манш?» «Только ради вас». «Черт возьми! Какие нежности, сестра!» «А разве я не самая близкая ваша родственница?» — спросила Миледи с выражением трогательной наивности в голосе. «И даже моя единственная наследница, не так ли?» — отметил свою очередь Лорд Винтер, смотря в упор на Миледи. Несмотря на все свое самообладание, Миледи невольно вздрогнула. И так как Лорд Винтер, говоря эти слова, положил руку на плечо невестки, эта дрожь не ускользнула от его внимания. Удар и в самом деле пришелся в цель и проник глубоко. Первой мыслью Миледи было, что ее выдала Кэтти, что Кэтти рассказала барону о том коростолюбивом и поэтому неприязненном отношении к нему, которому Миледи неосторожно дала волю в присутствии своей камеристки. Она вспомнила также свой яростный и неосторожный выпад против Д'Артаньяна после того, как он спас жизнь ее деверя. «Я не понимаю, Милорд», — заговорила она, желая выиграть время и заставить своего противника высказаться. «Что вы хотите сказать? И нет ли в ваших словах какого-нибудь скрытого смысла?» «Но, разумеется, нет», — сказал лорд Винтер с видом притворного добродушия. «У вас возникает желание повидать меня, и вы приезжаете в Англию. Я узнаю об этом желании или, вернее говоря, догадываюсь о нем, и чтобы избавить вас от всех неприятностей ночного прибытия в порт и всех тягот высадки, посылаю одного из моих офицеров вам навстречу. Я представляю в его распоряжение карету, и он привозит вас сюда, в этот замок, комендантом которого я состою, куда я ежедневно приезжаю и где я велю приготовить вам комнату, чтобы мы могли удовлетворить наше взаимное желание видеться друг с другом. Разве все это представляется вам более удивительным, чем то, что вы мне сказали?» «Нет. Я нахожу удивительным только то, что вы были предупреждены о моем приезде». «А это объясняется совсем просто, любезная сестра. Разве вы не заметили, что капитан вашего судна, прежде чем встать на рейд, послал вперед, чтобы получить разрешение войти в порт, небольшую шлюпку с судовым журналом и списком команды и пассажиров?» «Я — начальник порта. Мне принесли этот список, и я прочел в нем ваше имя. Сердце подсказало мне то, что сейчас подтвердили ваши уста. Ради чего вы подвергли себя опасностям столь затруднительного теперь переезда по морю, и я выслал вам навстречу свой кутер. Остальное вам известно». Миледи поняла, что лорд Винтер лжет. И это еще больше испугало ее. «Любезный брат», — заговорила она снова, «не лорда ли Бекингема я видела сегодня вечером на малу, когда мы входили в гавань?» «Да, его. А я понимаю, что, увидев его, вы взволновались. Вы приехали из страны, где, вероятно, мысль о нем заботит всех. И я знаю, что его приготовление к войне с Францией очень тревожит вашего друга-кардинала». «Моего друга-кардинала?» — вскричала Миледи, убеждаясь, что и в этом отношении лорд Винтер, по-видимому, хорошо осведомлен. «Разве он не ваш друг?» — небрежным тоном спросил барон. «Если я ошибся, извините. Мне так казалось. Но мы вернемся к милорду-герцогу после. А теперь не будем уклоняться от того крайне чувствительного направления, которое принял наш разговор. Вы приехали, говорите вы, чтобы повидать меня?» «Да». «Ну что ж, я вам ответил, что все устроено согласно вашему желанию и что мы будем видеться каждый день». «Что ж я, навеки должна оставаться здесь?» — с оттенком ужаса спросила Миледи. «Может быть, вы здесь терпите какие-нибудь неудобства, сестра? Требуйте, требуйте, чего вам не достает, и я постараюсь вам это предоставить». «А у меня нет ни служанок, ни лакеев». «У вас все это будет, сударыня. Скажите мне, на какую ногу был поставлен ваш дом при первом вашем муже? И хотя я только ваш деверь, я заведу вам все на такой же лад». «При моем первом муже?» — вскричала Миледи, уставившись на лорда Винтера растерянным взглядом. «Да, ваш муж француз. Я говорю не о моем брате. Впрочем, если вы это забыли, то так как он еще жив, я могу написать ему, и он сообщит мне все нужные сведения». Холодный пот выступил на лбу Миледи. «Вы шутите», — проговорила она глухим голосом. «Разве у меня такой вид?» — спросил барон, вставая и отступая на шаг. «Или вернее вы меня оскорбляете». Продолжала Миледи, судорожно впиваясь пальцами в подлокотники кресла и приподнимаясь. «Я вас оскорбляю?» — презрительно усмехнулся лорд Винтер. «Неужели же, сударыня, вы полагаете, что это возможно?» «Вы, милостивый государь, или пьяны, или сошли с ума!» — сказала Миледи. «Ступайте прочь и пришлите мне женщину для услуг». «Женщины очень болтливы, сестра. Не могу ли я заменить вам камеристку? Таким образом все наши семейные тайны останутся при нас». «Наглец!» — скричала Миледи, и точно подброшенная пружиной кинулась на барона, который встал в выжидательную позу, скрестив руки, но все же положив одну из них на эфес шпаги. «Ха-ха!» — произнес он. «Я знаю, что вы имеете обыкновение убивать людей, но предупреждаю вас. Я буду обороняться хотя бы и против вас». «А вы правы!» «Да, быть может. К тому же у меня найдется оправдание. Моя рука будет, я полагаю, не первой мужской рукой, которая поднимется на вас». «У вас, пожалуй, хватит низости поднять руку на женщину!» И барон медленным обвиняющим жестом указал на левое плечо Миледи, почти коснувшись его пальцем. Миледи испустила сдавленный стон, похожий на рычание, и попятилась в дальний угол комнаты точно пантера, вся собравшаяся к прыжку. «Ха-ха!» «Рычите!» «Рычите!» «Сколько вам угодно!» — вскричал лорд Винтер. «Но не пытайтесь укусить, ибо...» «Предупреждаю!» «Это для вас плохо кончится. Здесь нет прокуроров, которые заранее определяют права наследства. Нет странствующего рыцаря, который вызвал бы меня на поединок из-за прекрасной дамы, которую я держу в заточении. Но у меня есть на готове судьи, которые, если понадобятся, учинят расправу над женщиной настолько бесстыдной, что она при первом живом муже прокралась на супружеское ложе моего старшего брата, лорда Винтера. И эти судьи, предупреждаю вас, передадут вас палачу, который сделает вам одно плечо похожим на другое». Глазами леди метали такие молнии, что хотя лорд Винтер был мужчиной и стоял вооруженный перед безоружной женщиной, он почувствовал, как в душе его зашевелился страх. Тем не менее, он продолжал говорить, но уже с закипающей яростью. «Да, я понимаю, что, получив наследство после моего брата, вам было бы приятно унаследовать и мое состояние. Но знайте наперед, вы можете убить меня или подослать ко мне убийц. Я принял на этот случай предосторожности. Ни один пенни из того, чем я владею, не перейдет в ваши руки. Разве вы недостаточно богаты, имея около миллиона? И не пора ли вам остановиться в вашем гибельном пути, если вы делали зло из одного только ненасытного желания его делать? О, поверьте, если бы память моего брата не была для меня священна, я сгноил бы вас в какой-нибудь государственной тюрьме или отправил бы в Тайберн на потеху толпы. Я буду молчать, но и вы должны безропотно переносить ваше заключение. Дней через пятнадцать-двадцать я уезжаю с армии в Ларошель. Но накануне моего отъезда за вами прибудет корабль, который отплывет на моих глазах и отвезет вас в наши южные колонии. Я приставлю к вам человека, и будьте покойны. Он всадит вам пулю в лоб при первой же вашей попытке вернуться в Англию или на материк. Миледи слушала с пристальным вниманием, от которого ширились зрачки ее сверкавших глаз. «Да, теперь вы будете жить в этом замке», — продолжал лорд Винтер. «Стены в нем толстые, двери тяжелые, решетки на окнах надежные. К тому же ваше окно расположено над самым морем. Люди моего экипажа, беззаветно мне преданные, несут караул перед этой комнатой и охраняют все проходы, ведущие на двор. Да если бы вы и пробрались туда, вам предстояло бы еще проникнуть сквозь три железные решетки. Отдан строгий приказ. Один шаг, одно движение, одно слово, указывающее на попытку к бегству, и в вас будут стрелять. «Если вас убьют, английское правосудие, надеюсь, будет мне признательно, что я избавил его от хлопот». «Ах, на вашем лице появилось прежнее выражение спокойствия и самоуверенности. Вы рассуждаете про себя пятнадцать-двадцать дней». «Ничего, ум у меня изобретательный, и я до того времени что-нибудь да придумаю. Я чертовски умна и найду какую-нибудь жертву». «Через пятнадцать дней, говорите вы себе, меня здесь не будет». «Ха, ну что ж, попробуйте». Миледи, видя, что лорд Винтер отгадал ее мысли, вонзила ногти в ладони, стараясь подавить в себе малейшее движение души, которое могло бы придать ее лицу какое-нибудь иное выражение, помимо разлитого по нему выражения тоскливой тревоги. Лорд Винтер продолжал. «Офицера, который останется здесь начальником в мое отсутствие, вы уже видели, и, стало быть, уже знаете его. Он, как вы убедились, умеет исполнять приказания. По дороге из Портсмута сюда вы, конечно, я ведь вас знаю, пытались вызвать его на разговор. «И что вы скажете? Разве бы мраморная статуя могла быть молчаливее и бесстрастнее его? Вы уже на многих испытали власть ваших чар, и, к несчастью, с неизменным успехом. Испытайте-ка ее на этом человеке, и, черт возьми, если вы добьетесь своего, я готов буду поручиться, что вы сам дьявол». Лорд Винтер подошел к двери и резким движением распахнул ее. «Позвать ко мне господина Фельтона!» распорядился он и, обращаясь к Миледи, сказал. «Сейчас я представлю вас ему». Между этими двумя лицами воцарилось странное молчание. Затем в наступившей тишине послышались медленные и размеренные шаги, приближавшиеся к комнате. Вскоре в полумраке коридора обозначилась человеческая фигура, и молодой лейтенант, с которым мы уже познакомились, остановился на пороге, ожидая приказаний барона. «Войдите, милый Джон!» — заговорил Лорд Винтер. «Войдите и закройте дверь!» Офицер вошел. «А теперь, — продолжал барон, — посмотрите на эту женщину. Она молода, она красива, она обладает всеми земными чарами. И что же? Это чудовище, которому всего двадцать пять лет, совершило столько преступлений, сколько вы не насчитаете за год в архивах наших судов. Голос ее располагает в ее пользу. Красота служит приманкой для жертвы. Тело платит то, что она обещает. В этом надо отдать ей справедливость. Она попытается обольстить вас, а, быть может, даже и убить. «Я извлек вас из нищеты. Я дал вам чин лейтенанта. Я однажды спас вам жизнь. Вы помните, в каких обстоятельствах? Я вам не только покровитель, но и друг, не только благодетель, но и отец». Эта женщина вернулась в Англию, чтобы устроить покушение на мою жизнь. «Я держу эту змею в моих руках, и я позвал вас и прошу. Мой друг Фельтон, Джон, дитя мое, оберегай меня, и в особенности сам берегись этой женщины. Поклянись спасением твоей души сохранить ее для той кары, которую она заслужила. Джон Фельтон, я полагаюсь на твое слово. Джон Фельтон, я верю в твою честность». «Милорд», — ответил молодой офицер, вкладывая в брошенный на Миледи взгляд всю ненависть, которую только он мог найти в своем сердце. «Милорд, клянусь вам, все будет сделано так, как вы того желаете». Миледи перенесла этот взгляд с видом безропотной жертвы. Невозможно было представить себе выражение более покорное и кроткое, чем то, какое было написано на ее прекрасном лице. Сам лорд Винтер едва ли узнал бы в ней тигрицу, с которой он за минуту перед тем готовился вступить в борьбу. «Она не должна выходить из этой комнаты, слышите, Джон», — продолжал лорд Винтер. «Она ни с кем не должна переписываться. Она не должна разговаривать ни с кем, кроме вас, если вы окажете ей честь говорить с ней». «Я поклялся, милорд, этого достаточно». «А теперь, сударыня, постарайтесь примириться с Богом, ибо людской суд над вами свершился». Миледи поникла головой, точно поддавленная этим приговором. Лорд Винтер движением руки пригласил за собою Фельтона и вышел из комнаты. Фельтон вышел вслед за ним и запер дверь. Мгновение спустя в коридоре раздались тяжелые шаги солдата морской пехоты, стоявшего на карауле с секирой за поясом и с мушкетом в руках. Миледи несколько минут оставалась в том же положении, думая, что за ней наблюдают сквозь замочную скважину. Потом она медленно подняла голову, и лицо ее вновь приняло устрашающее выражение угрозы и вызова. Она подбежала к двери и прислушалась. Затем взглянула в окно, отошла от него, опустилась в огромное кресло и задумалась. Глава двадцать первая. Офицер. Тем временем кардинал ждал известий из Англии. Но никаких известий не приходило, кроме неприятных и угрожающих. Как ни плотно была обложена Ларошель, как ни казался несомненным успех этой осады, благодаря принятым мерам и в особенности благодаря дамбе, препятствовавшей лодкам проникать в осажденный город, тем не менее блокада могла тянуться еще долго, к великому позору для войск короля и к большому неудовольствию кардинала, которому, правда, не надо было больше ссорить Людовика XIII с Анной Австрийской, ибо это уже сделано было, но предстояло мирить господина Бассампьера, поссорившегося с герцогом Ангулемским. Что же касается брата короля, то он только начал осаду, а заботу окончить ее предоставил кардиналу. Город, несмотря на чрезвычайную стойкость своего мэра, хотел было сдаться и потому сделал попытку возмутиться, но мэр велел повесить бунтовщиков. Это расправа успокоила самые горячие головы, и они решили лучше дать уморить себя голодом, такая гибель казалась им все же более медленной и менее верной, чем смерть на виселице. Осаждающие время от времени хватали гонцов, которых ларошельцы посылали к Бекингему, или шпионов, посылаемых Бекингемом к ларошельцам. И в том, и в другом случае суд был короток. Кардинал произносил одно единственное слово — повесить. Приглашали короля смотреть казнь. Король приходил вялой походкой и становился на удобное место, чтобы видеть всю процедуру во всех ее подробностях. Это не мешало ему сильно скучать и каждую минуту говорить о своем возвращении в Париж, но все-таки слегка развлекало его и заставляло более терпеливо сносить осаду. И если бы не попадались гонцы и шпионы, его высокопреосвященство, несмотря на всю свою изобретательность, оказался бы в очень затруднительном положении. Однако время шло, а ларошельцы не сдавались. Последний гонец, которого поймали осаждающие, вез письмо Бекингему. В письме сообщалось, правда, что город доведен до последней крайности, но в нем не говорилось в заключении, если ваша помощь не подоспеет в течение двух недель, мы сдадимся. А было просто сказано, если ваша помощь не подоспеет в течение двух недель, то к тому времени, когда она явится, мы все умрем с голоду. Итак, ларошельцы возлагали надежды только на Бекингема. Бекингем был их мессией. Было очевидно, что если бы им стало доподлинно известно, что на Бекингема рассчитывать больше нечего, они потеряли бы вместе с надеждой и мужество. Поэтому кардинал с большим нетерпением ждал из Англии известий о том, что Бекингем не прибудет под ларошель. Вопрос о том, чтобы взять город приступом, часто обсуждался в Королевском Совете. Но его всегда отклоняли. Во-первых, ларошель казалась неприступной. А во-вторых, кардинал, что бы ни говорил, отлично понимал, что такое кровопролитие, когда французам пришлось бы сражаться против французов же, явилось бы поворотом в политике на целых 60 лет назад. А кардинал был для своего времени человеком передовым, как теперь выражаются. В самом деле, разгром ларошели и убийство трех или четырех тысяч гугенотов, которые скорее бы дали себя убить, чем согласились бы сдаться, слишком походили бы в 1628 году на Варфоломеевскую ночь 1572 года. Да и, наконец, это крайнее средство, к которому сам король, как ревностный католик, отнюдь не высказывал отвращения, неизменно отвергалось осаждающими генералами, выдвигавшими такой довод. Ларошель нельзя взять иначе, как только голодом. Кардинал не мог отогнать от себя невольного страха, внушаемого ему его страшной посланницей. И он тоже подметил странные свойства этой женщины, казавшейся то ли змеей, то ли львицей. Не изменила ли она ему? Не умерла ли? Во всяком случае, он достаточно хорошо изучил ее и знал, что независимо от того, подвязалась ли она в его пользу или против него, была ли ему другом или недругом, она не оставалась в бездействии, если только ее не вынуждали к этому большие препятствия. Но откуда было возникнуть таким препятствием? Этого-то кардинал и не мог знать. Впрочем, он твердо полагался, и не без основания, на Миледи. Он догадывался, что прошлое этой женщины таит страшные вещи, покрыть которые может только его красная мантия. И чувствовал, что по той или другой причине эта женщина к нему привержена, ибо только в нем одном она может найти поддержку и защиту от угрожающей ей опасности. И так он решился ввести войну один и ожидать посторонней помощи так, как следует ждать счастливой случайности. Он продолжал воздвигать знаменитую дамбу, которая должна была уморить голодом население Ларошелли. Созерцая в ожидании этого несчастный город, заключавший в себе столько великих бедствий и столько героических добродетелей, он припомнил слова Людовика XI, своего политического предшественника, подобно тому, как он сам был предшественником Робеспьера, вспомнил правило покровителя Тристана «Разделяй, чтобы властвовать». Генрих IV, осаждая Париж, приказывал бросать через стены города хлеб и другие съестные припасы. Кардинал же приказал подбрасывать письма, в которых он разъяснял ларошельцам, насколько поведение их начальников несправедливо, эгоистично и жестко. У этих начальников хлеба было в изобилии, но они не раздавали его населению, они придерживались правила, а у них тоже были свои правила, что неважно, если умрут женщины, старики и дети, лишь бы мужчины, обязанные защищать стены их города, оставались здоровыми и полными сил. К тому времени правило это хотя и не получило еще всеобщего применения, но вследствие то ли бессилие жителей ему противодействовать, то ли их самопожертвование превратилось уже из теории в практику. Подметные письма кардинала подорвали веру в его неоспоримость. Письма напоминали мужчинам, что обреченные на смерть дети, женщины и старики, их сыновья, их жены и отцы, что было бы справедливее, если бы все разделяли общее бедствие, и тогда одинаковое положение приводило бы жителей к единодушным решениям. Эти подметные письма производили как раз то действие, какого и ожидал их составитель, склонили многих жителей вступить в сепаратные переговоры с королевской армией. Но в то самое время, когда кардинал уже видел, что испытанное им средство приносит плоды, и радовался, что пустил его в ход, один из жителей Ларошели, который сумел перейти линию королевских войск, одному богу известно, как ему это удалось, так велика была бдительность Бассампьера, Шомберга и герцога Ангулемского, за которыми в свою очередь бдительно надзирал кардинал, один из жителей Ларошели, говорим мы, пробрался в город прямо из Спортсмута и сообщил, что он видел там внушительный флот, готовый отплыть не позже, чем через неделю. Больше того, Бекингем извещал мэра, что, наконец, будет заключен Великий Союз против Франции, и в нее одновременно вторгнутся английские, имперские и испанские войска. Это письмо публично читалось на всех площадях города. Копии с него были вывешены на перекрестках улиц, и даже те, кто начал уже переговоры с королевской армией, прервали их, решившись дождаться столь торжественно обещанной помощи. Это неожиданное обстоятельство возбудило у Ришелье прежнее беспокойство и невольно заставило его снова обратить взоры по ту сторону моря. Между тем, королевская армия, которой были чужды тревоги ее единственного и настоящего главы, вела веселую жизнь. Из ясных припасов и денег в лагере было вдоволь. Все части соперничали друг с другом в лихости, в развлечениях и забавах. Хватать шпионов и вешать их, устраивать рискованные экспедиции на дамбу и на море, затевать самые безрассудные предприятия и хладнокровно выполнять их. Вот в чем армия проводила все время и что помогало ей коротать дни, долгие не только для лорошельцев, терзаемых голодом и мучительным ожиданием, но и для кардинала, столь упорно блокировавшего их. Кардинал, вечно разъезжавший верхом, как рядовой кавалерист, окидывал задумчивым взглядом эти нестерпимо медленно, как ему казалось, подвигавшиеся укрепления, возводимые под его руководством инженерами, которых он выписал со всех концов Франции. Если при его объездах ему случалось встретить мушкетера из полка де Тревилля, он иногда подъезжал к нему, внимательно вглядывался и, не признав в нем одного из наших четырех друзей, направлял на что-нибудь другое свой проницательный взгляд и свой глубокий ум. Однажды, томясь смертельной скукой, не надеясь больше на переговоры с городом и все еще не получая известий из Англии, кардинал выехал из дома в сопровождении только Каюзака и Лаудиньера. Выехал безо всякой цели, лишь за тем, чтобы прокатиться. Он ехал вдоль песчаного берега, предаваясь необъятным мечтам и созерцая необъятный простор океана. Неторопливо поднявшись на холм, он увидел невдалеке за изгородью семь человек, которые лежали и грелись в лучах солнца, редко проглядывающего в это время года. А вокруг них валялись пустые бутылки. Четверо из этих людей были наши мушкетеры, приготовившиеся слушать чтение письма, только что полученного одним из них. Это письмо было настолько важным, что из-за него они оставили карты и кости, разложенные на барабане. Трое остальных были заняты тем, что снимали смолу с горлышка огромной оплетенной соломой бутыли калиурского вина. Это были слуги наших молодых людей. Кардинал, как мы уже сказали, был в мрачном расположении духа. А когда он впадал в него, ничто так не усиливало его угрюмости, как веселье других. К тому же у него было странное предубеждение. Он всегда воображал, что причиной веселости других было как раз то, что его печалило. Сделав Каюзаку и Лаудиньеру знак «Остановиться», кардинал спешился и направился к подозрительным весельчакам, надеясь, что благодаря заглушавшему его шаги песку и укрывавшей его от взоров изгороди, ему удастся подслушать несколько слов из разговора, казавшегося ему крайне интересным. Очутившись в десяти шагах от изгороди, он узнал выговор Гасконца. И так как он еще раньше разглядел, что это были мушкетеры, то он не сомневался больше, что трое остальных были те, кого называли неразлучными приятелями, то есть Атос, Портос и Арамис. Легко можно представить себе, насколько его желание расслышать их разговор усилилось из-за этого открытия. Глаза его приняли странное выражение, и он кошачьими шагами подкрался к изгороди. Но едва ему удалось уловить несколько неясных звуков, безо всякого определенного смысла, как вдруг громкий, отрывистый возглас заставил его вздрогнуть и привлек внимание мушкетеров. «Офицер!» — крикнул Гремо. «Вы, кажется, заговорили, негодяй!» — сказал Атос, приподнимаясь на локте и устремляя на Гремо гневно сверкающий взор. Гремо не прибавил больше ни слова и только протянул указательный палец по направлению к изгороди, возвещая этим жестом приход кардинала и его свиты. Одним прыжком мушкетеры очутились на ногах и почтительно поклонились. Кардинал, по-видимому, был взбешен. «Кажется, господа мушкетеры велят караулить себя», — заметил он. «Уж не подходят ли сухим путем англичане? Или мушкетеры считают себя старшими офицерами?» «Ваша светлость», — ответил Атос, «так как среди всеобщего смятения он один сохранил то спокойствие и хладнокровие настоящего вельможи, который никогда его не покидало. «Ваша светлость! Мушкетеры, когда они не несут службы или когда их служба окончена, пьют и играют в кости, и они для своих слуг офицеры очень высокого ранга». «Слуги», — проворчал кардинал, «слуги, которым приказано предупреждать своих господ, когда кто-нибудь проходит мимо». «Это уже не слуги, а часовые». «Ваше высокопреосвященство!» «Однако сами видите, что если бы мы не приняли этой предосторожности, мы чего доброго упустили бы случай засвидетельствовать вам наше почтение и принести нашу благодарность за оказанную милость, за то, что вы соединили нас всех вместе». «Д'Артаньян», — продолжал Атос, «вы сейчас только говорили о вашем желании найти случай выразить его светлость и вашу признательность». «Случай представился. Воспользуйтесь же им». Это было сказано с невозмутимым хладнокровием, отличавшим Атоса в минуты опасности и с крайней вежливостью, делавшей его в иные минуты более величественным королем, чем короли по рождению. Д'Артаньян подошел и пробормотал несколько благодарственных слов, которые быстро замерли у него на языке под угрюмым взглядом кардинала. «Все равно, господа», — заговорил Ришелье, которого замечание Атоса, по-видимому, нисколько не отклонило от его первоначального намерения. «Все равно, господа, я не люблю, чтобы простые солдаты, потому только что они имеют преимущество служить в привилегированной части, разыгрывали знатных вельмож. Они должны соблюдать такую же дисциплину, как и все». Атос предоставил кардиналу договорить до конца эту фразу и, поклонившись в знак согласия, ответил. «Надеюсь, Ваша Светлость, что мы никоим образом не нарушили дисциплины. Мы сейчас не несем службы и думали, что, будучи свободными от службы, мы можем располагать своим временем, как нам заблагорассудится. Если Вашему Высокопреосвященству угодно будет осчастливить нас каким-нибудь особым приказанием, мы готовы повиноваться». «Ваша Светлость, видите сами», продолжал мушкетер, хмуря брови, так как этот допрос начинал выводить его из терпения, что для того, чтобы быть наготове при малейшей тревоге, мы захватили с собой оружие. И он указал кардиналу пальцем на четыре мушкета, составленные в козлы около барабана, на котором лежали карты и кости. «Будьте уверены, Ваше Высокопреосвященство, что мы бы вышли вам навстречу», прибавил Д'Артаньян, «если бы мы могли предположить, что это Вы подъезжаете к нам с такой малочисленной свитой». Кардинал кусал усы и губы. «Знаете ли Вы, на кого Вы похожи, когда все вместе, вот как теперь, вооруженные и охраняемые Вашими слугами?» спросил кардинал. «Вы похожи на четырех заговорщиков». «Совершенно верно, Ваша Светлость», подтвердил Атос. «Мы действительно составляем заговоры, как Ваше Высокопреосвященство могли сами убедиться однажды утром, но только против лорошельцев». «Э, господа», возразил кардинал, в свою очередь, хмуря брови. «Политики в Ваших мозгах, пожалуй, нашли бы разгадку многих секретов, если бы в них было так же просто читать, как Вы читали письмо, которое Вы спрятали, когда увидели, что я подхожу». Краска бросилась в лицо Атоса, он сделал шаг к кардиналу. «Можно подумать, что Вы действительно подозреваете нас, Ваша Светлость, и подвергаете настоящему допросу. Если это так, то пусть Ваше Высокопреосвященство соблаговолит объясниться, и мы, по крайней мере, будем знать, как нам следует поступать». «Что из того, если бы это был и в самом деле допрос?» возразил кардинал. «И не такие люди, как Вы, подвергались ему и отвечали, господин мушкетер. Вот почему я и сказал Вашему Высокопреосвященству, что в его воле допрашивать нас мы готовы отвечать». «Что это за письмо, которое Вы начали читать, господин Арамис, а затем спрятали?» «Письмо от женщины, Ваша Светлость». «О, я понимаю», сказал кардинал. «Относительно такого рода писем следует хранить молчание. Однако их можно показывать духовнику, а ведь я, как Вам известно, поставлен в духовный сан». «Ваша Светлость», заговорил Атос, со спокойствием тем более ужасающим, что он рисковал головой, отвечая таким образом. «Письмо это от женщины, но оно не подписано ни Марион де Лорм, ни госпожи де Гильон». Кардинал побледнел, как смерть, и глаза его вспыхнули зловещим огнем. Он обернулся словно за тем, чтобы отдать приказание Каюзаку и Лаудиньеру. Атос уловил это движение и сделал шаг к мушкетам, на которые были устремлены глаза его трех друзей, вовсе не склонных позволить себя арестовать. На стороне кардинала, считая его самого, было трое, а мушкетеров, вместе со слугами, было семь человек. Кардинал рассудил, что игра будет тем более неравная, так как Атос и его товарищи действительно тайно сговаривались, и прибегнул к одному из тех внезапных поворотов, которые он всегда держал на готове. Весь его гнев растворился в улыбке. «Но полно, полно», сказал он. «Вы храбрые молодые люди, гордые при свете дня, преданные во мраке ночи. Нет худа оберегать себя, когда так хорошо оберегаешь других. Господа, я вовсе не забыл той ночи, когда вы охраняли меня на пути к Красной Голубядне. Если бы на той дороге, по которой я сейчас поеду, угрожала какая-нибудь опасность, я попросил бы вас сопровождать меня. Но так как опасности не предвидится, оставайтесь тут, доканчивайте ваши бутылки, вашу игру и ваше письмо. Прощайте, господа». Сев на коня, которого подвел ему каюзак, он попрощался с ними взмахом руки и умчался. Четверо молодых людей, застыв на месте, не произнося ни слова, провожали его глазами, пока он не исчез из виду. Затем они переглянулись. У всех были удрученные лица. Они понимали, что несмотря на дружеское прощание, кардинал уехал взбешенный. Одинатос улыбался властной презрительной улыбкой. Когда кардинал отъехал на такое расстояние, что не мог ни слышать, ни видеть их, Партос, которому не терпелось сорвать на ком-нибудь свой гнев, вскричал. «Этот болван Гримо поздно спохватился!» Гримо хотел что-то сказать в свое оправдание, но Атос поднял палец и Гримо промолчал. «Вы бы отдали письмо, Арамис?» спросил Д'Артаньян. «Я?» отвечал Арамис самым приятным, нежным голосом. «Я принял такое решение. Если бы он его потребовал, я вручил бы одной рукой письмо, а другой проткнул бы кардинала шпагой». «Я так и ожидал», сказал Атос. «Вот почему я вмешался в ваш разговор». «Право, этот человек очень неосторожно поступает, разговаривая так с мужчинами. Можно подумать, что ему приходилось иметь дело только с женщинами и детьми». «Любезный Атос, я восхищен вами. Но в конце концов мы все-таки были неправы», возразил Д'Артаньян. «Как это неправы?» возмутился Атос. «Кому принадлежит воздух, которым мы дышим? Океан, на котором мы обращаем взоры? Песок, на котором мы лежали?» «Кому принадлежит письмо вашей любовницы?» «Разве кардинал?» «Клянусь честью, этот человек воображает, что он владеет всем миром. Вы стояли перед ним и что-то бормотали, ошеломленный, подавленный. Можно было подумать, что вам уже мерещится бастилия и что гигантская медуза собирается превратить вас в камень. Ну, скажите, разве быть влюбленным значит составлять заговоры? Вы влюблены в женщину, которую кардинал запрятал в тюрьму, а вы хотите вызволить ее из рук кардинала. Вы ведете игру с его высокопреосвященством. Это письмо — ваш козырь. Зачем вам показывать противнику ваши карты? Так не делается. Пусть он их отгадывает. В добрый час. Мы-то ведь отгадываем его игру. В самом деле, согласился Д'Артаньян, все, что вы говорите о ТОС, вполне справедливо. В таком случае ни слова больше о том, что сейчас произошло. И пусть Арамис продолжает читать письмо своей кузины с того места, на котором кардинал прервал его. Арамис вынул письмо из кармана. Трое его друзей подвинулись к нему, а слуги опять стеснились вокруг бутыли. Вы прочитали всего одну или две строчки, заметил Д'Артаньян. Так уж начинайте опять сначала. Охотно, сказал Арамис. Любезный кузен, я, кажется, решусь уехать в Стене, куда моя сестра поместила нашу юную служанку в местный монастырь кармелиток. Бедняжка покорилась своей участи. Она знает, что не может жить в другом месте, не подвергаясь опасности погубить свою душу. Однако, если наши семейные дела уладятся так, как мы того желаем, она, кажется, рискнет погубить свою душу и вернется к тем, по кому она тоскует, тем более, что она знает, что о ней постоянно думают. А пока что не так уж она и несчастна. Единственное ее желание получить письмо от своего возлюбленного. Я знаю, что такого рода товар нелегко проникает через решетки монастыря. Но, как я уже доказывала вам, любезный кузен, я не такая уж неловкая и возьмусь за это поручение. Моя сестра благодарит вас за вашу неизменную, добрую память о ней. Одно время она очень тревожилась, но теперь несколько успокоилась, послав туда своего поверенного, чтобы там не случилось чего-нибудь непредвиденного. Прощайте, любезный кузен. Пишите о себе как можно чаще, то есть каждый раз, как вам представится надежная возможность прислать нам весточку. Целую вас, Мария Мишон. — О, как я вам обязан! Арамис! — вскричал Д'Артаньян. — Дорогая Констанция! Наконец-то я имею о ней сведения. Она жива, она за монастырской оградой вне опасности, она в Стене. Как вы полагаете, Атос, где это? — В Лотарингии, в нескольких лье от границы Эльзаса. Мы можем прокатиться в ту сторону, как только закончится осада. — И надо надеяться, что этого недолго ждать, — вставил Портос. — Сегодня утром повесили одного шпиона, который показал, что лорошельцы уже питаются кожей своих сапог. Если предположить, что, съев кожу, они примутся за подметки, то я уж не знаю, что им после этого останется. Разве только пожирать друг друга? — Бедные глупцы, — заметил Атос, осушая стакан превосходного бордосского вина, которая, хотя и не пользовалась в то время такой доброй славой, как теперь, но заслуживала ее не меньше нынешнего. — Бедные глупцы. Как будто католичество не самое удобное и не самое приятное из всех вероисповедований. — А все-таки, — заключил он, допив вино и прищелкнув языком, они молодцы. — Ну что вы, черт возьми, делаете, армис? — продолжал Атос. — Вы прячете в карман это письмо. — Да, — поддержал его Д'Артаньян, Атос прав, его надо сжечь. — Да если и сжечь, кто знает, а может, кардинал обладает секретом вопрошать пепел? — Уж, наверное, обладает, — сказал Атос. — Что же вы хотите сделать с этим письмом? — спросил Портос. — Пойдите сюда, Гримо, — приказал Атос. Гримо встал и повиновался. — В наказание за то, что вы заговорили без позволения, друг мой, вы съедите этот клочок бумаги. Затем, в награду за услугу, которую вы нам окажете, вы выпьете этот стакан вина. Вот вам сначала письмо, разжуйте его хорошенько. Гримо улыбнулся и, устремив глаза на стакан, который Атос наполнил до краев, прожевал бумагу и проглотил ее. — Браво! Молодец, Гримо! — похвалил его Атос. — А теперь берите стакан. — Хорошо, можете не благодарить. Гримо безмолвно проглотил стакан бордосского вина, но глаза его, поднятые к небу, говорили в продолжении этого приятного занятия очень выразительным, хоть и немым языком. — Ну, теперь, сказал Атос, если только кардиналу не придет в голову хитроумная мысль распороть Гримо живот, я думаю, что мы можем быть более или менее спокойны. Тем временем его высокопреосвященство продолжал свою меланхолическую прогулку и бормотал себе в усы. — Положительно необходимо, чтобы эта четверка друзей перешла ко мне на службу. Глава двадцать вторая Первый день заключения Вернемся к Миледи, которую мы, бросив взгляд на берега Франции, на миг потеряли из виду. Мы застанем ее в том отчаянном положении, в каком мы ее покинули, погруженную в бездну мрачных размышлений, в кромешный ад, у врат которого она оставила почти всякую надежду. Впервые она сомневается, впервые страшится. Дважды счастье изменило ей. Дважды ее разгадали и предали. И в обоих случаях виновником ее неудачи был роковой гений. Должно быть неспосланный Всевышним, чтобы одолеть ее. Д'Артаньян победил ее, ее, эту непобедимую злую силу. Он надсмеялся над ее любовью, унизил ее гордость, обманул ее чистолюбивые замыслы и вот теперь губит ее счастье, посягает на ее свободу и даже угрожает жизни. Более того, он приподнял уголок ее маски, той эгиды, которой она обычно прикрывается и которая делает ее такой сильной. Д'Артаньян отвратил от Бекингема. А его она ненавидит, как ненавидит все, что прежде любила. Бурю, которой грозил ему решелье в лице королевы. Д'Артаньян выдал себя за Деварда, которому она на миг воспылала страстью тигрицы, неукротимой, как вообще страсть женщин такого склада. Д'Артаньяну известна ее страшная тайна, а она поклялась, что тот, кто узнает эту тайну, поплатится жизнью. И, наконец, в ту минуту, когда ей удалось получить охранный лист, с помощью которого она собиралась отмстить своему врагу, этот охранный лист вырывают у нее из рук. И все тот же Д'Артаньян держит ее в заключении и ушлет ее в какой-нибудь гнусный Ботанибей, в какой-нибудь мерзкий Тайберн Индийского океана. Без сомнения, все это случилось с ней по милости Д'Артаньяна. Кто другой мог покрыть ее таким позором, как не он? Только он мог сообщить Лорду Винтеру все эти страшные тайны, которые он роковым образом открыл одну за другой. Он знает ее Деверя и верно написал ему, какая ненависть клокочет в ней. Она сидит неподвижно, уставив горящий взор в глубину пустынной комнаты. Глухие стоны порой вырываются вместе с дыханием из ее груди и согласно вторят шуму волн, которые поднимаются, ракочут и с ревом разбиваются, как вечное и бессильное отчаяние, о скалы, на которых воздвигнут этот мрачный и горделивый замок. Какие превосходные планы мести, теряющиеся вдали будущего, замышляет против госпожи Бонасье, против Бекингема и в особенности против Д'Артаньяна, ее ум, озаряемый вспышками бурного гнева. Но чтобы мстить, надо быть свободной. А чтобы стать свободной, когда находишься в заточении, надо проломить стену, распилить решетки, разрыть пол. Подобное предприятие может довести до конца терпеливый и сильный мужчина. Но женщина, да еще в состоянии лихорадочного возбуждения, обречена на неудачу. К тому же для всего этого нужно иметь время, месяцы, годы. А у нее? У нее впереди десять или двенадцать дней, как сказал ей лорд Винтер, ее братолюбивый и грозный тюремщик. А между тем, если бы она была мужчиной, она предприняла бы эту попытку и, может, добилась бы успеха. Зачем небо совершило такую ошибку, вложив мужественную душу в хрупкое изнеженное тело? Поэтому первые минуты заточения были ужасны. Миледи не могла побороть судорожных движений ярости, женская слабость отдала дань природе. Но мало-помалу она обуздала порывы безумного гнева. Нервная дрожь, сотрясавшая ее тело, прекратилась. Она свернулась клубком и стала собираться с силами, как усталая змея, которая отдыхает. Но полно же, полно. Я с ума сошла, что впала в такое иступление, сказала она, смотрясь в зеркало, отразившие ее огненный взгляд, который, казалось, вопрошал ее самое. Не надо неистовствовать. Неистовство признак слабости, к тому же это средство никогда не удавалось мне. Может быть, если бы я пустила в ход силу, имея дело с женщинами, мне посчастливилось бы и я, могла бы их победить. Но я веду борьбу с мужчинами, и для них я всего лишь слабая женщина. Будем бороться с женским оружием. Моя сила в моей слабости. И, словно желая своими глазами убедиться в том, какие изменения она могла придать своему выразительному и подвижному лицу, она заставила его попеременно принимать все выражения, начиная от гнева, исказившего ее черты, и кончая самой кроткой, самой нежной и обрестительной улыбкой. Затем ее искусные руки стали менять прическу, чтобы еще больше увеличить прелесть лица. Наконец, вполне удовлетворенная с собой, она прошептала. Ничего еще не потеряно, я все так же красива. Было около восьми часов вечера. Миледи заметила в комнате кровать. Она подумала, что недолгий сон освежит не только ее голову и мысли, но и цвет лица. Однако, прежде чем Миледи легла спать, ей пришла еще более удачная мысль. Она слышала, как говорили об ужине. Она уже более часа находилась в этой комнате, и, наверное, ей вскоре должны были принести еду. Пленница не хотела терять времени и решила, что она в этот вечер сделает попытку нащупать почву, займется изучением характера тех людей, которым было поручено стеречь ее. Под дверью показался свет. Он возвещал о приходе ее тюремщиков. Миледи, которая была встала, поспешно опять уселась в кресло. Голова ее была откинута назад, красивые волосы были распущены по плечам. Грудь немного обнажилась подсмятыми кружевами. Одна рука покоилась на сердце, а другая свешивалась с кресла. Загремели засовы, дверь заскрипела на петлях, и в комнате раздались шаги. «Поставьте там этот стол», сказал кто-то, и Миледи узнала голос Фельтона. Приказание было исполнено. «Принесите свечи и смените часового», продолжал Фельтон. Это двукратное приказание, которое молодой лейтенант отдал одним и тем же лицам, убедило Миледи в том, что ей прислуживают те же люди, которые стерегут ее, то есть солдаты. Приказания Фельтона выполнялись к тому же с молчаливой быстротой, свидетельствовавшей о безукоризненной дисциплине, в которой он держал своих подчиненных. Наконец, Фельтон, все еще не взглянувший на Миледи, обернулся к ней. «А, она спит», сказал он. «Хорошо, когда она проснется, она поужинает». И он сделал несколько шагов к двери. «Да нет, господин лейтенант», остановил Фельтона, подошедший к Миледи солдат, не такой стоический, как его начальник. «Эта женщина не спит». «Как так не спит?» спросил Фельтон. «А что же она делает?» «Она в обмороке. Лицо у нее очень бледное, и сколько я не прислушиваюсь, я не слышу дыхания». «Вы правы», согласился Фельтон, посмотрев на Миледи с того места, где он стоял, и ни на шаг не подойдя к ней. «Доложите лорду Винтеру, что его пленница в обмороке». «Это случай непредвиденный, и я не знаю, как поступить». Солдат вышел, чтобы исполнить приказание своего офицера. Фельтон сел в кресло, случайно оказавшееся возле двери, и стал ждать, не произнеся ни слова, не делая ни одного движения. Миледи владела великим искусством, хорошо изученным женщинами, смотреть сквозь свои длинные ресницы, как бы не открывая глаз. Она увидела Фельтона, сидевшего к ней спиной, не отрывая взгляда, она смотрела на него минут десять, и за все это время ее невозмутимый страж ни разу не обернулся. Она вспомнила, что сейчас придет лорд Винтер, и сообразила, что его присутствие придаст ее тюремщику новые силы. Ее первый опыт не удался. Она примирилась с этим, как женщина, у которой еще немало средств в запасе. Подняла голову, открыла глаза и слегка вздохнула. Услышав этот вздох, Фельтон наконец оглянулся. «А, вот вы и проснулись, сударыня», сказал он. «Ну, значит, мне здесь делать больше нечего». «Если вам что-нибудь понадобится, позвоните». «Ой, боже мой, боже мой, как же мне было плохо», прошептала Миледи тем благослучным голосом, который, подобно голосам волшебниц древности, очаровывал всех, кого она хотела погубить. И, выпрямившись в кресле, она приняла позу еще более привлекательную и непринужденную, чем та, в какой она перед тем лежала. Фельтон встал. «Вам будут подавать еду три раза в день, сударыня», сказал он. «Утром в девять часов, затем в час дня и вечером в восемь. Если этот распорядок вам не подходит, вы можете назначить свои часы вместо тех, какие я вам предлагаю. И мы будем сообразовываться с вашими желаниями». «Но неужели я всегда буду одна в этой большой мрачной комнате?» спросила Миледи. «Вызвана женщина, которая живет по соседству. Завтра она явится в замок и будет приходить к вам каждый раз, когда вам будет желательно ее присутствие». «Благодарю вас», смиренно ответила пленница. Фельтон слегка поклонился и пошел к двери. В ту минуту, как он готовился переступить порог, в коридоре появился лорд Винтер в сопровождении солдата, посланного доложить ему, что Миледи в обмороке. Он держал в руке флакон с нюхательной солью. «Ну, что такое?» «Что здесь происходит?» спросил он, насмешливым голосом, увидев, что его пленница уже встала, а Фельтон готовится уйти. «Покойница, стало быть, уже воскресла». «Черт возьми, Фельтон, дитя мое! Разве ты не понял, что тебя принимают за новичка и разыгрывают перед тобой первое действие комедии, которую мы, несомненно, будем иметь удовольствие увидеть всю до конца?» «Я так и подумал, милорд», ответил Фельтон, «которое всякий благовоспитанный человек обязан оказывать женщине, если не ради нее, то, по крайней мере, ради собственного достоинства». Миледи вся задрожала. Слова Фельтона леденили ей кровь. «Итак, смеясь, заговорил лорд Винтер, эти искусно распущенные красивые волосы, эта белая кожа и томный взгляд еще не соблазнили тебя, каменное сердце?» «Нет, милорд», ответил бесстрастный молодой человек. «И поверьте, нужно нечто большее, чем женские уловки и женское кокетство, чтобы совратить меня». «В таком случае, мой храбрый лейтенант, предоставим миледи поискать другое средство, а сами пойдем ужинать». «О, будь спокоен, выдумка у нее богатая, и второе действие комедии не замедлит последовать за первым. С этими словами лорд Винтер взял Фельтона под руку и, продолжая смеяться, увел его. «О, я найду то, что нужно для тебя», прошептала сквозь зубы миледи. «Будь покоен, бедный неудавшийся монах, несчастный новообращенный солдат». «Кстати», сказал лорд Винтер, останавливаясь на пороге, «постарайтесь, миледи, чтобы эта неудача не лишила вас аппетита. Отведайте цыпленка и рыбу, клянусь честью, я их не приказывал отравить. Я доволен своим поваром, и так как он не ожидает после меня наследства, я питаю к нему полное и безграничное доверие. «Берите с меня пример. Прощайте, любезная сестра, до следующего вашего обморока». Это был предел того, что могла перенести миледи. Она судорожно вцепилась руками в кресло, заскрипела зубами и проследила взглядом за движением двери, затворявшейся за лордом Винтером и Фельтоном. Когда она осталась одна, на нее вновь нашло отчаяние. Она взглянула на стол, увидела блестевший нож, рванулась к нему и схватила его. Но ее постигло жестокое разочарование. Лезвие ножа было из гнущегося серебра и с закругленным концом. За неплотно закрытой дверью раздался взрыв смеха и дверь снова растворилась. «Тебе бы ходить не в мундире, а в рясе». «Ха-ха-ха-ха-ха!» воскликнул лорд Винтер. «Видишь, милый Фельдтон, видишь, что я тебе говорил? Этот нож был предназначен для тебя, она убила бы тебя. Это, видишь ли, одна из ее слабостей — тем или иным способом отделываться от людей, которые ей мешают? Если бы я тебя послушался и позволил подать ей острый стальной нож, то Фельдтону пришел бы конец. она бы тебя зарезала, а после тебя всех нас. Посмотри-ка, Джон, как хорошо она умеет владеть ножом». Действительно, Миледи еще держала в судорожно сжатой руке наступательное оружие, но это величайшее оскорбление заставило ее руки разжаться, лишило ее сил и даже воли. Нож упал на пол. «Вы правы, милорд», — сказал Фельдтон тоном глубокого отвращения, кольнувшим Миледи в самое сердце. «Вы правы». А я ошибался. Оба снова вышли. На этот раз Миледи прислушивалась более внимательно, чем в первый раз, и выждала, пока они удалились, и звук шагов замер в глубине коридора. «Я погибла», — прошептала она. «Я во власти людей, на которых все мои уловки так же мало действуют, как на бронзовые или гранитные статуи. Они знают меня наизусть и неуязвимы для любого моего оружия. И все-таки нельзя допустить, чтобы все это кончилось так, как они решили». Действительно. Как показывало последнее рассуждение Миледи, ее инстинктивный возврат к надежде, ни страх, ни слабость не овладевали надолго этой сильной душой. Миледи села за стол, отведала разных кушаней, выпила немного испанского вина и почувствовала, как к ней возвращается вся ее решимость. Прежде чем лечь спать, она уже разобрала, обдумала, истолковала и изучила со всех возможных сторон слова, поступки, жесты, малейшие движения и даже молчание своих собеседников. Результатом этого искусного и тщательного исследования явилось убеждение, что из двух ее мучителей Фельтон все же более уязвим. Одна фраза в особенности все приходила на память пленницы. «Если бы я тебя послушался», сказал лорд Винтер Фельтону. Значит, Фельтон говорил в ее пользу, раз лорд Винтер его не послушался. «У этого человека есть, следовательно, хоть слабая искра жалости ко мне», твердила Миледи. «Из этой искры я раздую пламя, которое будет бушевать в нем». «Ну, а лорд Винтер меня знает, он боится меня и понимает, чего ему можно от меня ждать, если мне когда-нибудь удастся вырваться из его рук, а потому бесполезно и пытаться покорить его. Вот Фельтон совсем другое дело. Он наивный молодой человек чистой душой и, по-видимому, добродетельный. Его можно совратить». И Миледи легла и уснула с улыбкой на устах. Если бы кто-нибудь увидел ее спящей, он мог бы подумать, что это молодая девушка и что ей снится венок из цветов, которым она украсит себя на предстоящем празднике. Глава двадцать третья. Второй день заключения. Миледи снилось, что Д'Артаньян наконец-то в ее руках, что она присутствует при его казни. И эту очаровательную улыбку на устах у нее вызывал вид его ненавистной крови, брызнувшей под топором палача. Она спала, как спит узник, убаюканный впервые блеснувшей надеждой. Когда наутро вошли в ее комнату, она еще лежала в постели. Фельтон остался в коридоре. Он привел женщину, про которую говорил накануне, и которая только что приехала. Эта женщина вошла в комнату и, подойдя к Миледи, предложила ей свои услуги. Миледи обычно была бледна, и цвет ее лица мог обмануть того, кто видел ее в первый раз. «У меня лихорадка», — сказала она. «Я ни на миг не сомкнула глаз всю эту долгую ночь. Я ужасно страдаю. Отнесетесь ли вы ко мне человечнее, чем обошлись здесь со мной вчера? Впрочем, все, чего я прошу, чтобы мне позволили остаться в постели». «Не угодно ли вам, чтобы позвали врача?» — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор, не произнося ни слова. Миледи рассудила, что чем больше кругом нее будет народу, тем больше будет людей, которых она могла бы разжалобить, и тем больше усилится надзор лорда Винтера. К тому же врач может объявить, что ее болезнь притворная, а Миледи, проиграв первую игру, не хотела проигрывать и вторую. «Посылать за врачом?» — проговорила она. «К чему? Эти господа объявили вчера, что моя болезнь — комедия. То же самое было бы без сомнения и сегодня, ведь со вчерашнего вечера они успели предупредить и врача». «В таком случае вмешался выведенный из терпения Фельтон. Скажите сами, сударыня, как вы желаете лечиться?» «Ох, боже мой, разве я знаю? Я чувствую, что я больна, вот и все. Пусть мне дают что угодно, мне все равно!» Реплика Миледи. «Подите, пригласите сюда лорда Винтера», — приказал Фельтон, которого утомили эти нескончаемые жалобы. «Ой, нет-нет, нет!» — вскричала Миледи. «Нет-нет, не зовите его, умоляю вас. Я чувствую себя хорошо. Мне ничего не нужно. Только, пожалуйста, не зовите его!» Она вложила в это восклицание такую горячность, такую убедительность, что Фельтон невольно переступил порог комнаты. «Он пришел», — подумала Миледи. «Однако, сударыня», — сказал Фельтон, — «если вы действительно больны, мы пошлем за врачом. И если вы нас обманываете, ну что же, тем хуже для вас. Но, по крайней мере, нам не в чем будет себя упрекнуть». Миледи ничего не ответила и, уткнув прелестную головку в подушке, залилась слезами. Фельтон с минуту смотрел на нее с обычным своим бесстрастием. Затем, видя, что припадок грозит затянуться, вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не показывался. «Кажется, я начинаю понимать», — с неудержимой радостью сказала про себя Миледи и зарылась под одеяло, чтобы скрыть от всех, кто, возможно, подсматривал за нею, этот порыв внутреннего удовлетворения. Прошло два часа. «Так, теперь пора болезни кончиться», — решила Миледи. «Встанем и постараемся сегодня же добиться чего-нибудь. У меня только десять дней, и второй из них сегодня вечером истекает». Утром, когда входили в комнату Миледи, ей принесли завтрак. Миледи сообразила, что скоро придут убрать со стола, и тогда она опять увидит Фельтона. Миледи не ошиблась. Фельтон явился снова, и, не обратив ни малейшего внимания, притронулась ли Миледи к еде или нет, распорядился вынести из комнаты стол, который обычно вносили уже накрытым. Фельтон пропустил всех вперед, а сам задержался в комнате, в руках у него была книга. Миледи, полулежа в кресле, стоявшем подля камина, красивая, бледная, покорная, казалась святой девственницей, ожидающей мученической смерти. Фельтон подошел к ней. «Лорд Винтер, он католик, как и вы, сударыня, подумал, что вас может тяготить то, что вы лишены возможности исполнять обряды вашей церкви и посещать ее службы. Поэтому он изъявил согласие, чтобы вы читали каждый день молитвы вашей обедни. Вы найдете их в этой книге». Заметив, с каким видом Фельтон положил книгу на столик, стоявший возле Миледи, каким тоном он произнес слова «вашей обедни» и какой презрительной улыбкой он сопровождал их, Миледи подняла голову и более внимательно взглянула на офицера. И тут, по его строгой прическе, по преувеличенной простоте костюма, по его гладкому, как мрамор, но такому же суровому и непроницаемому лбу, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, которых ей приходилось встречать как при дворе короля Якова, так и при дворе французского короля, где, несмотря на воспоминания о Варфоломеевской ночи, они иногда искали убежище. Ее осенило внезапное вдохновение, как бывает только с людьми гениальными в моменты перелома, в те критические минуты, когда решается вся их судьба, вся их жизнь. Эти два слова «вашей обедни» и «беглый взгляд», брошенный на Фельтона, вдруг уяснили Миледи всю важность тех слов, которые она произнесет в ответ. Благодаря свойственной ей быстроте соображения, эти слова мгновенно сложились в ее уме. «Я?» — сказала она с презрением, созвучным подмеченному ею в голосе молодого офицера. «Я, сударь, мои молитвы? Лорд Винтер, этот развращенный католик, отлично знает, что я ни одного с ним вероисповедания. Это ловушка, которую он мне хочет поставить». «Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон с удивлением, которое, несмотря на его умение владеть собою, ему не вполне удалось скрыть. «Я скажу это в тот день!» — вскричала с притворным возбуждением Миледи. «Когда достаточно пострадаю за свою веру!» — взгляд Фельтона открыл Миледи, как далеко она продвинулась в своих стараниях этой одной фразой. Однако молодой офицер не проронил ни слова, не сделал ни малейшего движения, и только взгляд его говорил красноречиво. «Я в руках моих врагов!» — продолжала Миледи в том восторженном тоне, который она подметила у Пуритан. «Уповаю на Господа моего! Или Господь спасет меня, или я погибну за него! Вот мой ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру! А книгу эту вы можете унести и пользоваться ею сами, ибо вы, без сомнения, вдвойне сообщник лорда Винтера, сообщник в гонении и сообщник в ересе!» Фельтон ничего не ответил. Взял книгу с тем же чувством отвращения, которое он уже высказал, и удалился, задумавшись. Около пяти часов вечера пришел лорд Винтер. У Миледи в продолжении целого дня было достаточно времени обдумать свое дальнейшее поведение. Она приняла своего деверя как женщина, уже вполне овладевшая собою. «Кажется, — начал барон, разваливаясь в кресле напротив Миледи и небрежно вытягивая ноги на ковре перед камином, — кажется, мы совершили небольшое отступничество». «Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?» «Я хочу сказать, что с тех пор, как мы с вами в последний раз виделись, вы переменили веру. Уж не вышли ли вы за третьего мужа, протестанта?» «Объяснитесь, милорд», — произнесла пленница величественным тоном. «Заявляю вам, что я слышу ваши слова, но не понимаю их». «Ну, значит, вы совсем не верующие. Мне это даже больше нравится», — насмешливо возразил лорд Винтер. «Конечно, это больше вяжется с вашими правилами». «О, признаюсь вам, для меня это совершенно безразлично». «Если бы вы даже и признавались в своем равнодушии к вопросам веры, милорд, ваше распутство и ваше беззаконие изобличили бы вас». «Вы говорите о распутстве, госпожа Миссалина, леди Макбет, или я толком не расслышал, или вы, черт возьми, на редкость бесстыдны». «Вы говорите так потому, что знаете, что нас слушают», — холодно заметила миледи. «И потому что хотите вооружить против меня ваших тюремщиков и палачей». «Тюремщиков? Палачей? Вот так раз, сударыня. Вы впадаете в патетический тон, и вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Впрочем, через неделю вы будете там, где вам надлежит быть, и мое намерение будет доведено до конца». «Постыдное, постыдное намерение, нечестивое намерение», — произнесла миледи с экзальтацией жертвы, бросающей вызов своему судье. «Честное слово, мне кажется, эта развратница сходит с ума», — сказал лорд Винтер и встал. «Ну, довольно. Ну, успокойтесь же, госпожа Пуританка, или я велю посадить вас в тюрьму». «Готов поклясться. Это должно быть мое испанское вино», — бросилось вам в голову. «Впрочем, не волнуйтесь. Такое опьянение не опасно и не приведет к пагубным последствиям». И лорд Винтер ушел, отпуская ругательство, что в ту эпоху было в обычае даже у людей высшего общества. Фельтон действительно стоял за дверью и слышал до единого слова весь разговор. Миледи угадала это. «Да. Ступай. Ступай», — прошептала она вслед своему деверю. «Пагубные для тебя последствия не заставят себя ждать. Но ты, глупец, заметишь их только тогда, когда их уже нельзя будет избежать». Опять стало тихо. Прошло еще два часа. Солдаты принесли ужин и увидели, что Миледи громко читает молитвы. Те молитвы, которым научил ее старый слуга, ее второго мужа, ревностный Пуританин. Она, казалось, была в каком-то экстазе и даже не обращала внимания на то, что происходит вокруг нее. Фельтон сделал знак, чтобы ей не мешали. И когда все было приготовлено, бесшумно вышел вместе с солдатами. Миледи знала, что за ней могут наблюдать в окошечко двери. А потому прочитала свои молитвы до конца, и ей показалось, что часовой у ее двери ходит иначе, чем ходил до сих пор, и как будто прислушивается. В этот вечер ей ничего больше и не надо было. Она встала, села за стол, немного поела и выпила только воды. Через час солдаты пришли вынести стол. Но Миледи заметила, что на этот раз Фельтон не сопровождал их. Значит, он боялся часто видеть ее. Миледи отвернулась к стене и улыбнулась. Эта улыбка выражала такое торжество, что могла бы ее выдать. Она подождала еще полчаса. В старом замке царила тишина. Слышан был только вечный шум моря, это необъятное дыхание океана. Своим чистым, мелодичным и звучным голосом Миледи запела первый стих излюбленного псалма Пуритан. Ты нас, о Боже, покидаешь, Чтоб нашу силу испытать, А после сам же осеняешь Небесной милостью тех, кто умел страдать. Эти стихи были очень далеки от совершенства. Но, как известно, Пуритане не могли похвастаться поэтической жилкой. Миледи пела и прислушивалась. Часовой у ее двери остановился, как вкопанный. Из-за этого Миледи могла заключить, какое действие произвело ее пение. И она продолжала петь с невыразимым жаром и чувством. Ей казалось, что звуки разносятся далеко под сводами и, как волшебные чары, смягчат сердца ее тюремщиков. Однако часовой, наверное, ревностный католик стряхнул с себя это очарование и крикнул через дверь. Да замолчите, сударыня! Ваша песня наводит тоску, как заупокойное пение. И если, кроме удовольствия стоять здесь в гарнизоне, придется еще слушать подобные вещи, то будет уж совсем не в моготу. Молчать! Сурово приказал кто-то, и Миледи узнала голос Фельтона. Что вы суетесь не в свое дело, нагляц! Разве вам было приказано, чтобы вы мешали этой женщине петь? Нет. Вам велели стеречь ее и стрелять, если она затеет побег. Стерегите ее! Если она вздумает бежать, убейте ее! Но не отступайте от данного вам приказа! Выражение неописуемой радости, мгновенное, как вспышка молнии, озарило лицо Миледи. И точно не слышав этого разговора, из которого она не проронила ни одного слова, Миледи тотчас снова запела, придавая своему голосу всю полноту звука, все обаяние, всю чарующую прелесть, какой наделил его дьявол. Для горьких слез, для трудной битвы, для заточения и цепей, есть молодость и жар молитвы, ведущий счет дням и ночам скорбей. Голос Миледи, на редкость полнозвучный и проникнутый страстным воодушевлением, придавал грубоватым, неуклюжим стихам псалма магическую силу и такую выразительность, какую самые восторженные пуритане редко находили в пении своих братьев, хотя они и украшали его всем пылом своего воображения. Фельтону казалось, что он слышит пение ангела, утешающего трех еврейских отроков в печи огненной. Миледи продолжала. Но избавление часто станет для нас, о, всеблагой творец, и если воля нас обманет, то не обманут смерти праведный венец. Этот стих, в который неотразимая очаровательница постаралась вложить всю душу, довершил смятение в сердце молодого офицера. Он резким движением распахнул дверь и предстал перед Миледи, бледной, как всегда, но с горящими, блуждающими глазами. «Зачем вы так поете?» проговорил он и таким голосом. «Простите», — кротко ответила Миледи. «Я забыла, что мое песнопение неуместно в этом доме. Я, может быть, оскорбила ваше религиозное чувство, но, клянусь вам, это было сделано без умысла. Простите мою вину, быть может, и большую, но право же, право же невольную». Миледи была так прекрасна в эту минуту. Религиозный экстаз, в котором она, казалось, пребывала, придавал такое неземное выражение ее лицу, что ослепленному ее красотой Фельтону почудилось, будто он видит перед собой ангела, пение которого он только что слышал. «Да, да», — ответил он, — «да, вы смущаете, вы волнуете людей, живущих в замке». Бедный безумец сам не замечал бессвязности своих слов. А Миледи, между тем, своим зорким взглядом старалась проникнуть в тайники его сердца. «Я не буду больше петь», — опуская глаза, сказала Миледи со всей кротостью, какую только могла придать своему голосу, со всей покорностью, какую только могла изобразить своей позой. «Нет, нет, сударыня», — возразил Фельтон, «только пойте тише, в особенности ночью». И с этими словами Фельтон, чувствуя, что он не в состоянии надолго сохранить суровость по отношению к пленнице, бросился вон из комнаты. «Вы хорошо сделали, господин лейтенант», — сказал солдат. «Ее пение переворачивает всю душу. Впрочем, к этому скоро привыкаешь. Голос у нее такой чудный». Глава двадцать четвертая Третий день заключения Фельтон явился, но предстояло сделать еще один шаг. Надо было удержать его, или, вернее, надо было остаться с ним наедине. И Миледи еще неясно представляла себе, как ей этого добиться. Нужно было достигнуть большего. Необходимо было заставить его говорить, чтобы иметь возможность самой говорить с ним. Миледи хорошо знала, что ее самое большое очарование таилось в ее голосе, так искусно принимавшим все оттенки, начиная от человеческой речи и кончая ангельским пением. Однако, несмотря на все эти обольщения, Миледи могла потерпеть неудачу, ибо Фельтон был предубежден против малейшей случайности. Поэтому она стала наблюдать за всеми его поступками, за каждым его словом, за самым простым взглядом и жестом, и даже за дыханием, которое можно было истолковать, как вздох. Короче говоря, она стала изучать все, как делает искусный актер, которому только что дали новую роль необычного для него амплуа. Ее поведение относительно лорда Винтера не представляло особых трудностей. И к тому же она еще накануне обдумала его и решила в присутствии Дейверя быть молчаливой и держать себя с достоинством, время от времени раздражая его напускным пренебрежением, каким-нибудь презрительным словом подстрекая его к угрозам и насилиям, которые составят контраст ее покорности. Фельтон будет всему этому свидетелем. Он, может быть, ничего не скажет, но все увидит. Утром Фельтон явился в обычный час, но за все время, пока он распоряжался приготовлениями к завтраку, Миледи не сказала ему ни слова. В ту минуту, когда он собрался уходить, у нее мелькнула надежда. Ей показалось, что он хочет заговорить. Но губы его шевельнулись, не издав ни звука. Сделав над собой усилие, он затаил в своем сердце слова, которые чуть было не сорвались с его уст, и удалился. Около полудня пришел лорд Винтер. Был довольно хороший зимний день, и луч бледного солнца Англии, который светит, но не греет, проникал сквозь решетку в тюрьму Миледи. Она глядела в окно и сделала вид, что не слышала, как открылась дверь. — Вот как? — усмехнулся лорд Винтер. — После того, как мы разыгрывали сначала комедию, затем трагедию, мы теперь ударились в меланхолию. Пленница ничего не ответила. — Да, да, я понимаю, — продолжал лорд Винтер. — Вам бы хотелось очутиться на свободе на этом берегу. Хотелось бы рассекать на надежном корабле изумрудные волны этого моря. Хотелось бы устроить мне на воде или на суше одну из тех ловких засад, на которые вы такая мастерица. Потерпите, потерпите немного. Через четыре дня берег станет для вас доступным. Море будет для вас открыто, даже более открыто, чем вы того желаете. Ибо через четыре дня Англия от вас избавится. Миледи сложила руки и, подняв красивые глаза к небу, проговорила с ангельской кротостью в голосе и в движениях. — Боже мой, боже мой, прости этому человеку, как я ему прощаю. — Да, молись, проклятая, — закричал барон. — Твоя молитва тем более великодушна, что ты, клянусь тебе в этом, находишься в руках человека, который никогда не простит тебя. Он вышел. В тот миг, когда он выходил из комнаты, чей-то пристальный взгляд скользнул в полуотворенную дверь, и Миледи заметила Фельтона, который быстро отошел в сторону, не желая, чтобы она его видела. Тогда она бросилась на колени и стала громко молиться. — Боже мой, боже мой, — говорила она. — Боже мой, ты знаешь, за какое святое дело я страдаю. Так дай мне силу перенести страдания. Дверь тихо открылась. Прекрасная молельщица притворилась, будто не слышит ее скрипа, и со слезами в голосе продолжала. — Боже карающий, Боже милосердный, неужели ты допустишь, чтобы осуществились ужасные замыслы этого человека? И только после этого она сделала вид, что услышала шаги Фельтона, мгновенно вскочила и покраснела, словно устыдившись, что к ней вошли в ту минуту, когда она стояла на коленях и творила молитву. — Я не люблю мешать тем, кто молится, сударыня, — серьезно сказал Фельтон, — а потому настоятельно прошу вас, не тревожьтесь ради меня. — Почему вы думаете, что я молилась? — спросила миледи, сдавленным от слез голосом. — Вы ошибаетесь. Я не молюсь. — Неужели вы полагаете, сударыня, — ответил Фельтон все так же серьезно, но уже более мягко, — что я считаю себя вправе препятствовать созданию, пасть ниц перед Создателем. Сохрани меня, Боже! К тому же раскаяние приличествует виновным. Каково бы ни было преступление, преступник священен для меня, когда он повергается к стопам Всевышнего. — Виновна! Я виновна! — произнесла миледи с улыбкой, которая обезоружила бы ангела на страшном суде. — Боже! Боже, ты знаешь, так ли это? Скажите, что я осуждена, это правда, но вам известно, что Господь Бог любит мучеников и допускает, чтобы иной раз осуждали невинных. — Преступница ли вы или мученица? И в том, и в другом случае вам надлежит молиться. И я сам буду молиться за вас. — О, вы праведник! — вскричала миледи и упала к его ногам. — Выслушайте, я не могу дольше таиться перед вами. Я боюсь, что у меня не хватит сил в ту минуту, когда мне надо будет выдержать борьбу и открыто исповедать свою веру. Выслушайте же мольбу отчаявшейся женщины. Вас вводят в заблуждение, но не в этом дело. Я прошу вас только об одной милости, и если вы мне ее окажете, я буду благословлять вас и на этом, и на том свете. — Поговорите с моим начальником, сударыня, — ответил Фельтон. Мне, к счастью, не дано права ни прощать, ни наказывать. Эту ответственность Бог возложил на того, кто выше меня. — Нет, на вас, на вас одного. Лучше вам выслушать меня, чем способствовать моей гибели, способствовать моему бесчестью. — Если вы заслужили этот позор, сударыня, если вы навлекли на себя это бесчестье, надо претерпеть его, покорившись воле Божьей. — Что вы говорите? Ой, вы не понимаете. Вы меня не понимаете. Вы думаете, что, говоря бесчестие, я разумею какое-нибудь наказание, тюрьму или смерть. Дай Бог, чтобы это было так. Что мне, смерть или тюрьма? — Я перестаю понимать вас, сударыня. — Или делаете вид, что перестали. — Проронила пленница с улыбкой сомнения. — Нет, клянусь, клянусь честью солдата, клянусь верой христианина. — Как? Вам неизвестны намерения лорда Винтера относительно меня? — Нет, неизвестны. — Не может быть. Вы ведь его поверенный. — Я никогда не лгу, сударыня. — Ох, он так мало скрывает свои намерения, что их нетрудно угадать. — Я не стараюсь ничего отгадывать, сударыня. Я жду, чтобы мне доверили. А лорд Винтер, кроме того, что он говорил при вас, ничего мне больше не доверял. — Значит... значит, вы не его сообщник? — вскричала Миледи с величайшей искренностью в голосе. — Значит, вы не знаете, что он готовит мне позор, в сравнении с которым ничто, все земные наказания. — Вы ошибаетесь, сударыня, — краснее возразил Фельтон. — Лорд Винтер не способен на такое злодеяние. — Отлично. — подумала Миледи. — Еще не зная, о чем идет речь, он называет это злодеянием. И продолжала вслух. — Друг низкого человека на все способен. — Кого вы называете низким человеком? — спросил Фельтон. — А разве есть в Англии другой человек, которого можно было бы назвать так? — Вы говорите о Джодже Вильерсе? — Снова спросил Фельтон, и глаза его засверкали. — Которого язычники и неверующие зовут герцогом Бекингемом? — договорила Миледи. — Я не думала, чтобы в Англии нашелся хоть один англичанин, которому нужно было бы так долго объяснять, о ком я говорю. — Десница Господня простерта над ним, — сказал Фельтон. — Он не избегнет кары, которую заслуживает. Фельтон лишь выражал по отношению к герцогу чувство омерзения, которое питали все англичане к тому, кого даже католики называли лихаимцем, кровопийцей и развратником. А пуритане называли просто сатаной. — О, боже мой! Боже мой! — воскликнула Миледи. — Когда я молю тебя послать этому человеку заслуженную им кару, ты знаешь, что я поступаю так не из личной мести, а взываю об избавлении целого народа. — Разве вы его знаете? — спросил Фельтон. — Наконец-то он обращается ко мне с вопросом. Мысленно отметила Миледи вне себя от радости, что она так быстро достигла такого значительного результата. — Знаю ли я его? О, да! К моему несчастью, к моему вечному несчастью я его знаю! Миледи стала ломать руки, словно в порыве глубочайшей скорби. Фельтон, должно быть, почувствовал, что стойкость оставляет его и сделал несколько шагов к двери. Пленница, не спускавшая с него глаз, вскочила, кинулась ему во след и остановила его. — Господин Фельтон, будьте добры, будьте милосердны, выслушайте мою просьбу, — вскричала она. — Дайте мне нож, который из зорковой предосторожности барон отнял у меня, ибо он знает, для чего я хочу им воспользоваться. — О, выслушайте меня до конца. Отдайте мне на минуту нож. Сделайте это из милости, из жалости. Смотрите, смотрите я у ваших ног. Поверьте мне, к вам я не питаю злого чувства. Бог мой, ненавидеть вас, вас, единственного справедливого, доброго, сострадательного человека, которого я встретила, вас, моего спасителя, быть может. Отдайте мне нож на одну только минуту, на одну, единственную минуту, и я верну его вам через окошечко двери. Всего лишь на минуту, господин Фельдтон, и вы спасете мне честь. — Убить вас? — в ужасе вскрикнул Фельдтон, забывая высвободить свои руки из рук пленницы. Убить вас! «Я выдала себя!» прошептала Миледи, и как будто обессилев, опустилась на пол. «Я выдала, я выдала себя, теперь он все знает, боже мой, боже мой, я погибла!» Фельдтон стоял, не двигаясь, и не зная, на что решиться. «Он еще сомневается», подумала Миледи. «Я была недостаточно естественна». Они слышали, что кто-то идет по коридору. Миледи узнала шаги лорда Винтера. Фельдтон узнал их тоже и сделал движение к двери. Миледи кинулась к нему. «Не говорите ни слова», сказала она с давленным голосом. «Ни слова этому человеку из всего, что я вам сказала, иначе я погибла». Шаги приближались. Она умолкла из страха, что услышит их голоса, и жестом бесконечного ужаса приложила свою красивую руку к губам Фельдтона. Фельдтон мягко отстранил Миледи, и она отошла и упала на диван. Лорд Винтер, не останавливаясь, прошел мимо двери, и шаги его удалились. Фельдтон, бледный как смерть, несколько мгновений напряженно прислушивался. Затем, когда шум шагов замер, вздохнул, как человек пробудившийся ото сна и кинулся прочь из комнаты. «А-а-а-а...» сказала Миледи, в свою очередь прислушившись и уверившись, что шаги Фельдтона удаляются в сторону противоположную, той, куда ушел лорд Виндер. «Наконец-то ты мой». Затем ее лицо снова омрачилось. «Если он скажет барону...» — подумала она. «Я погибла. Барон знает, что я не убью себя. Он при нем даст мне в руки нож, и Фельтон убедится, что все это ужасное отчаяние было притворством». Она стала перед зеркалом и посмотрелась. Никогда еще она не была так хороша собою. «О, нет!» — проговорила она, улыбаясь. «Конечно, он ничего ему не скажет». Вечером, когда принесли ужин, пришел лорд Виндер. «Разве ваше присутствие, милостивый государь?» — обратилась к нему миледи. «Составляет неизбежную принадлежность моего заточения. Не можете ли вы избавить меня от терзаний, которые причиняет мне ваш приход?» «Как, любезная сестра!» — сказал лорд Виндер. «Ведь вы сами трогательно объявили мне вашими красивыми устами, из которых я слышу сегодня такие жесткие речи, что вы приехали в Англию только для того, чтобы иметь удовольствие видеться со мной. Удовольствие, лишение которого вы, по вашим словам, так живо ощущали, что ради него решились рискнуть всем — морской болезнью, бурей, пленом. Ну вот, я перед вами. Будьте довольны. К тому же на этот раз мое посещение имеет определенную цель». Миледи вздрогнула. Она подумала, что Фельтон ее выдал. Никогда, быть может, за всю ее жизнь у этой женщины, испытавшей столько сильных и самых противоположных волнений, не билось так отчаянно сердце. Она сидела. Лорд Виндер взял кресло, придвинул его и уселся возле Миледи. Потом вынул из кармана какую-то бумагу и медленно развернул ее. «Посмотрите», — заговорил он, — «я хотел показать вам своего рода вид на жительство. Я сам его составил. И он впредь будет служить вам порядковым номером в вашей жизни, которую я согласен вам сохранить». Он перевел глаза Смиледи на бумагу и вслух прочитал. — Приказ отвести в... для названия куда именно оставлен пробел, — перебил сам себя Виндер. Если вы предпочтете какое-нибудь место, укажите его мне, и лишь бы оно только не отстояло менее чем на тысячу миль от Лондона, и я исполню вашу просьбу. Итак, читаю снова. Приказ отвести в... поименованную Шарлотту Баксон, заклейменную судом французского королевства, но освобожденную после наказания. Она будет жить в этом месте, никогда не удаляясь от него больше, чем на три мили. В случае попытки к бегству она подвергнется смертной казни. Ей будет положено пять шиллингов в день на квартиру и пропитание. — Этот приказ относится не ко мне, — холодно ответила Милель. — В нем проставлено не мое имя. — Имя? Да разве оно у вас есть? — Я нашу фамилию вашего брата. — Вы ошибаетесь. Мой брат был вашим вторым мужем, а ваш первый муж жив еще. Назовите мне его имя, и я поставлю его вместо имени Шарлотты Баксон. Не хотите? Нет? Вы молчите. Хорошо. Вы будете внесены в арестантский список под именем Шарлотты Баксон. Миледи продолжала безмолвствовать, но на этот раз не из-за обдуманного притворства, а от ужаса. Она вообразила, что приказ тотчас же будет приведен в исполнение. Она подумала, что лорд Винтер ускорил ее отъезд. Подумала, что ей предстоит уехать сегодня же вечером. На минуту ей представилось, что все потеряно, как вдруг она заметила, что приказ не скреплен подписью. Радость, вызванная в ней этим открытием, была так велика, что она не могла утаить ее. — Да-да, — сказал лорд Винтер, подметившись, что с ней творится. — Да, вы ищете подпись, и вы говорите себе. — Нет, не все еще потеряно, раз этот приказ не подписан. Мне его показывают только, чтобы испугать меня. — Вы ошибаетесь. Завтра этот приказ будет послан лорду Бекингему. Послезавтра он будет возвращен, подписанный им собственноручно и скрепленный его печатью. А спустя еще двадцать четыре часа ручаюсь вам. Он будет приведен в исполнение. Прощайте, сударыня. Вот все, что я имел вам сообщить. — А я отвечу вам, милостивый государь, что это злоупотребление властью, и это изгнание под вымышленным именем — подлость. — Вы предпочитаете быть повешенной под вашим настоящим именем, миледи? Ведь вам известно, что английские законы безжалостно карают преступление против брака. Объяснимся откровенно. Хотя мое имя, или вернее имя моего брата оказывается замешанным в эту позорную историю, я рискну публичным скандалом, чтобы быть вполне уверенным, что раз и навсегда избавился от вас. Миледи ничего не ответила, но побледнела, как мертвец. — А, я вижу, что вы предпочитаете дальнее странствие. Отлично, сударыня. Старая поговорка утверждает, что путешествия просвещают юношество. Честное слово, в конце концов вы правы. Жизнь — вещь хорошая. Вот потому-то я и забочусь о том, чтобы вы ее у меня не отняли. Значит, остается договориться относительно пяти шиллингов. Я могу показаться прижимистым, не так ли? Объясняется это моей заботой о том, чтобы вы не подкупили ваших стражей. Впрочем, чтобы обольстить их, при вас еще останутся все ваши чары. Воспользуйтесь ими, если ваша неудача с Фельтоном не отбила у вас охоту к такого рода попыткам. — Фельтон не выдал меня, — подумала Миледи. — В таком случае ничего еще не потеряно. А теперь до свидания, сударыня. Завтра я приду объявить вам об отъезде моего гонца. Лорд Винтер встал, насмешливо поклонился Миледи и вышел. Миледи облегченно вздохнула. У нее было еще четыре дня впереди. Четырех дней ей будет достаточно, чтобы окончательно обольстить Фельтона. Но у нее явилась ужасная мысль, что лорд Винтер, возможно, пошлет как раз Фельтона к Бекингему, получить его подпись на приказе. В таком случае, Фельтон ускользнет из ее рук. А для полного успеха пленнице необходимо было, чтобы действие ее чар не прерывалось. Все же, как мы уже говорили, одно обстоятельство успокаивало Миледи. Фельтон не выдал ее. Пленница не хотела обнаруживать волнение, вызванного в ней угрозами лорда Винтера, поэтому она села за стол и поела. Потом, как и накануне, она встала на колени и прочитала вслух молитвы. Как и накануне, солдат перестал ходить и, остановившись, прислушивался. Вскоре она различила более легкие, чем у часового шаги. Они приблизились из глубины коридора и остановились у ее двери. — Это он, — подумала Миледи. И она запела тот самый гимн, который накануне привел Фельтона в такое восторженное состояние. Но хотя ее чистый, сильный голос звучал так мелодично и проникновенно, как никогда, дверь не открылась. Миледи украдкой бросила взгляд на дверное окошечко, и ей показалось, что она видит сквозь частую решетку горящие глаза молодого человека. Но она так и не узнала, было ли то в самом деле или ей только почудилось. На этот раз у него хватило самообладания не входить в комнату. Но спустя несколько мгновений после того, как Миледи кончила петь, ей показалось, что она слышит глубокий вздох. Затем те же шаги, которые перед тем приближались к ее двери, медленно и как бы с сожалением удалились. Глава двадцать пятая. Четвертый день заключения. На следующий день Фельтон, войдя к Миледи, увидел, что она стоит на кресле и держит в руках веревку, свитую из батистовых платков, которые были разорваны на узкие полосы, заплетенные жгутами и связанные концами одна с другой. Когда заскрипела открываемая Фельтоном дверь, Миледи легко спрыгнула с кресла и пыталась спрятать за спину импровизированную веревку, которую она держала в руках. Молодой человек был бледнее обыкновенного, и его покрасневшие от бессонницы глаза указывали на то, что он провел тревожную ночь. Однако по выражению его лица можно было заключить, что он вооружился самой непреклонной суровостью. Он медленно подошел к Миледи, усевшейся в кресло, и, подняв конец смертоносного жгута, который она нечаянно или, может быть, нарочно оставила на виду, холодно спросил. — Что это такое, сударыня? — Это ничего, — ответила Миледи с тем скорбным выражением, которое она так искусно умела придавать своей улыбке. — Скука, смертельный враг заключенных. Я скучала и развлекалась тем, что плела эту веревку. Фельтон обратил взор на стену, у которой стояло кресло Миледи, и увидел над ее головой позолоченный крюк, вделанный в стену и служивший вешалкой для платья или оружия. Он вздрогнул, и пленница заметила это. Хотя глаза ее были опущены, ничто не ускользало от нее. — А что вы делали, стоя на кресле? — спросил Фельтон. — А что вам до этого? — Но я желаю это знать, — настаивал Фельтон. — Не допытывайтесь. Вы знаете, что нам, истинным христианам, запрещено лгать. — Ну так я сам скажу, что вы делали, или, вернее, что вы собирались сделать. Вы хотели привести в исполнение гибельное намерение, которое вы лелеете в уме. Вспомните, сударыня, что если Господь запрещает ложь, то еще строже Он запрещает самоубийство. — Когда Господь видит, что одно из Его созданий несправедливо подвергается гонению, и что Ему приходится выбирать между самоубийством и бесчестием, то, поверьте, Бог простит Ему самоубийство. — возразила Миледи тоном глубокого убеждения. — Ведь в таком случае самоубийство — мученическая смерть. — Вы преувеличиваете или недоговариваете? Скажите все, сударыня, ради Бога, объяснитесь. — Рассказать вам о моих несчастьях, чтобы вы сочли их выдумкой? Поделиться с вами моими замыслами, чтобы вы донесли о них моему гонителю? Нет, милости вы, Государь. К тому же, что для вас жизнь или смерть несчастной осужденной женщины? Вы ведь отвечаете только за мое тело, не так ли? И лишь бы вы представили труп. С вас больше ничего не спросят, если в нем признают меня. Быть может, вы даже получите двойную награду. — Я? Сударыня? Я? — вскричал Фельтон. — И вы можете предположить, что я соглашусь принять награду за вашу жизнь? Вы не думаете о том, что говорите. — Не препятствуйте мне, Фельтон. Не препятствуйте. — одушевляясь, сказала Миледи. — Каждый солдат должен быть честолюбив, не правда ли? Вы лейтенант. А за моим гробом вы будете идти в чине капитана. — Да что я вам сделал, что вы возлагаете на меня такую ответственность перед Богом и людьми? — проговорил потрясенный ее словами Фельтон. — Через несколько дней вы покинете этот замок, сударыня. Ваша жизнь не будет больше под моей охраной. И тогда, прибавил он со вздохом, тогда поступайте с ней, как вам будет угодно. — Итак? — вскричала Миледи, словно не в силах больше сдержать нравственного негодования. — Вы богобоязненный человек. Вы, кого считают праведником, желаете только одного — чтобы вас не обвинили в моей смерти, чтобы она не причинила вам никакого беспокойства. — Я должен оберегать вашу жизнь, сударыня. И я оберегу ее. — Но понимаете ли вы, какую вы выполняете обязанность? То, что вы делаете, было бы жестоко, даже если бы я была виновата. Но как же вы назовете свое поведение, как назовет его Господь, если я невиновна? — Я солдат, сударыня, и исполняю полученные мною приказания. — Вы думаете, Господь в день страшного суда отделит слепо повиновавшихся палачей от неправедных судей? Вы не хотите, чтобы я убила свое тело, а вместе с тем делаетесь исполнительным воле того, кто хочет погубить мою душу. — Повторяю вам, — сказал Фельтон, начавший колебаться. — Вам не грозит никакой опасности, и я отвечаю за лорда Винтера, как за самого себя. — Безумец! — вскричала Миледи. — Жалкий безумец тот! Кто осмеливается ручаться за другого, когда наиболее мудрые, наиболее угодные Богу люди не осмеливаются поручиться за самих себя? Безумец тот, кто принимает сторону сильнейшего и счастливейшего, чтобы притеснить слабую и несчастную. — Невозможно, сударыня, невозможно! — в полголоса произнес Фельтон, сознававший в душе всю справедливость этого довода. — Пока вы узница, вы не получите через меня свободу. Пока вы живы, вы не лишитесь через меня жизни. — Да! — вскричала Миледи. — Да! Но я лишусь того, что мне дороже жизни! Я лишусь чести! И вас, Фельтон! Вас я сделаю ответственным перед Богом и людьми за мой стыд и за мой позор! — На этот раз Фельтон, как ни был он, или как ни старался казаться бесстрастным, не мог устоять против тайного воздействия, которому он уже начал подчиняться. Видеть эту женщину, такую прекрасную, чистую, словно непорученное видение, видеть ее то проливающей слезы, то угрожающей в одно и то же время испытывать обаяние ее красоты и покоряющую силу ее скорби — это было слишком много для мечтателя, слишком много для ума, распаленного восторгами иступленной веры, слишком много для сердца, снедаемого пылкой любовью к Богу и жгучей ненавистью к людям. Миледи уловила это смущение, бессознательно почуяла пламя противоположных страстей, бушевавших в крови молодого фанатика. Подобно искусному полководцу, который, видя, что неприятель готов отступить, идет на него с победным кличем, она встала, прекрасная, как древняя жрица, вдохновенная, как христианская девственница. Шея ее обнажилась, волосы разметались, взор зажегся тем огнем, который уже внес смятение в чувство молодого пуританина. Одной рукой стыдливо придерживая на груди платье, другую простирая вперед, она шагнула к нему и запела своим приятным голосом, которому в иных случаях умела придавать страстное и грозное выражение. «Бросьте жертву в пасть вала, киньте мученицу львам, отомстит Всевышний вам, я из бездн к нему воззвала». При этом странном обращении Фельтон застыл от неожиданности. «Кто вы? Кто вы?» — вскричал он с мольбою, складывая ладони. «Посланница ли вы неба? Служительница ли ада? Ангел ли вы или демон? Зовут ли вас Эола или Астарта?» «Разве ты не узнал меня, Фельтон? Я не ангел и не демон. Я дочь земли, и я сестра тебе по вере. Вот и все». «Да, да, я сомневался еще. Теперь я верю». «Ты веришь, а между тем ты сообщник этого отродья Велиала, которого зовут лордом Винтером. Ты веришь, а между тем ты оставляешь меня в руках моих врагов. Врага Англии, врага Божия. Ты веришь, а между тем ты предаешь меня тому, кто наполняет и оскверняет мир своей ересью и своим распутством, кнусному Сардонапалу, которого слепцы зовут герцогом Бекингемом, а верующие называют Антихристом». «Я передаю вас Бекингему. Я! Что вы такое говорите?» «Имеющие глаза не увидят», — вскричала Миледи. «Имеющие уши не услышат!» «Да, да», — сказал Фельтон и провел рукой по лбу, покрытому потом. Словно желая с корнем вырвать последнее сомнение. «Да, я узнаю голос, вещавший мне во сне. Да, я узнаю черты ангела, который являлся мне каждую ночь и громко говорил моей душе, не знающий сна. «Разьи! Спаси Англию! Спаси самого себя, ибо ты умрешь, не укротив гнева Господня!» «Говорите! Говорите!» — вскричал Фельтон. «Теперь я понимаю!» Устрашающая радость, мгновенная, как вспышка молнии, сверкнула в глазах Миледи. Как немимолетен был этот зловещий луч радости, Фельтон уловил его и затрагнулся, словно он осветил ему бездну сердца этой женщины. Фельтон вспомнил вдруг предостережение лорда Винтера относительно чар Миледи и ее первые попытки обольщения. Он отступил на шаг и опустил голову, не переставая глядеть на нее. Точно завороженный этим странным созданием, он не мог отвести от Миледи глаз. Миледи была достаточно проницательна, чтобы правильно истолковать смысл его нерешительности. Ледяное хладнокровие, таившееся за ее кажущимся волнением, ни на миг не покидало ее. Прежде чем Фельтон снова заговорил и тем заставил бы ее продолжать разговор в том же восторженном духе, что было бы чрезвычайно трудно, она уронила руки, словно женская слабость пересилила восторг вдохновения. — Нет, — сказала она, — не мне быть Юдифию, которая освободит Витулию от Аллаферна. Меч Всевышнего слишком тяжел для руки моей. Дайте же мне умереть, чтобы избегнуть бесчестия. Дайте мне найти спасение в мученической смерти. Я не прошу у вас ни свободы, как сделала бы преступница, ни мщение, как сделала бы язычница. Дайте мне умереть. Вот и все. Я умоляю вас. На коленях взываю к вам. Дайте мне умереть. И мой последний вздох будет благословлять моего избавителя. При звуках этого кроткого и умоляющего голоса, при виде этого робкого, убитого взгляда, Фельтон снова подошел к ней. Мало-помалу обольстительница вновь предстала перед ним в том магическом уборе, который она по своему желанию то выставляла на показ, то прятала, и который создавали красота, кротость, слезы и в особенности неотразимая прелесть мистического сладострастия, самое губительное из всех страстей. — Увы, — сказал Фельтон, — я единственно только могу пожалеть вас, если вы докажете, что вы жертва. Но лорд Винтер возводит на вас тяжкие обвинения. Вы — христианка. Вы мне сестра по вере. Я чувствую к вам влечение. Я никогда не любивший никого, кроме своего благодетеля. Я не встречавший в жизни никого, кроме предателей и нечестивцев. Но вы, сударыня, вы так прекрасны и с виду так невинны. Должно быть, вы совершили какое-нибудь беззаконие, если лорд Винтер так преследует вас. — Имеющие глаза не увидят, — повторила Миледи с оттенком невыразимой печали в голосе. — Имеющие уши не услышат. — Но если так, говорите. — Говорите же! — вскричал молодой офицер. — Поверить вам мой позор? — вскричала Миледи с краской смущения в лице. — Ведь часто преступление одного бывает позором другого. Мне, женщине, поверить мой позор вам, мужчине! О, никогда! Никогда я не буду в состоянии поведать этого! — Мне! Брату! — сказал Фельтон. Миледи долго смотрела на него с таким выражением, которое молодой офицер принял за колебания. На самом же деле оно показывало только, что Миледи наблюдает его и желает обворожить. Фельтон с умоляющим видом сложил руки. — Ну, хорошо, — проговорила Миледи. — Я доверюсь моему брату. Я решусь. В эту минуту послышались шаги лорда Винтера. Но на этот раз грозный деверь Миледи не ограничился тем, что прошел мимо двери, как накануне. Остановился и обменялся несколькими словами с часовым. Затем дверь открылась, и он появился на пороге. Во время этого краткого разговора за дверью Фельтон отскочил в сторону, и когда лорд Винтер вошел, он стоял в нескольких шагах от пленницы. Барон вошел медленно и обвел испытующим взглядом пленницу и молодого человека. — Вы что-то давно здесь, Джон, — сказал он. — Уж не рассказывает ли вам эта женщина свои преступления? В таком случае я не удивлюсь тому, что ваш разговор продолжается столько времени. Фельтон вздрогнул, и Миледи поняла, что она погибла, если не придет на помощь опешившему Пуританину. — Вы боитесь, чтобы пленница не ускользнула из ваших рук? — заговорила она. — Спросите вашего достойного тюремщика, о какой милости я сейчас умоляла его. — Вы просили о милости? — подозрительно спросил барон. — Да, милорд, — подтвердил смущенный молодой человек. — А какой же это милости? — спросил лорд Винтер. — Она просила у меня нож и обещала отдать его через минуту в окошко двери, — ответил Фельтон. — Разве здесь кто-нибудь спрятан? Кого эта милая особа хочет зарезать? — спросил лорд Винтер своим насмешливым презрительным тоном. — Здесь нахожусь я, — ответила Миледи. — Я предоставил вам на выбор Америку или Тайберн, — заметил лорд Винтер. — Выберите Тайберн, Миледи. Веревка, поверьте, надежнее ножа. — Фельтон побледнел и сделал шаг вперед, вспомнив, что в ту минуту, когда он вошел в комнату, Миледи держала в руках веревку. — Вы правы, — сказала она. — Я уже думала об этом. — И прибавила с давленным голосом. — И еще подумаю. — Фельтон почувствовал, как дрожь пронзила все его тело. Вероятно, это движение не укрылось от взгляда лорда Винтера. — Не верь этому, Джон, — сказал он. — Джон, друг мой, я положился на тебя. Будь осторожен, я предупреждал тебя. — Впрочем, мужайся, дитя мое. Через три дня мы избавимся от этого создания. И там, куда я ее ушлю, она никому не сможет вредить. — Ты слышишь? — громко вскричала Миледи, чтобы барон подумал, что она взывает к Богу, а Фельтон понял, что она обращается к нему. Фельтон опустил голову и задумался. Барон, взяв офицера под руку, пошел с ним к двери, все время глядя через плечо на Миледи и не спуская с нее глаз, пока они не покинули комнату. — Оказывается, я еще не настолько преуспела в моем деле, как предполагала, — подумала пленница, когда дверь закрылась за ними. — Винтер изменил свои обычные глупости и проявляет небывалую осторожность. Вот что значит жажда мести и как она совершенствует характер человека. Ну, а Фельтон? Фельтон колеблется. Ох, он не такой человек, как этот проклятый Д'Артаньян. Паританин обожает только непорочных дев и, к тому же, обожает их, сложив молитвы на руки. Мушкетер же любит женщин и любит их, заключая в свои объятия. Однако Миледи с нетерпением ожидала возвращения Фельтона. Она не сомневалась, что еще увидится с ним в этот день. Наконец, спустя час после описанной нами сцены, она услышала тихий разговор у двери. Вскоре дверь отворилась, и перед ней предстал Фельтон. Молодой человек быстро вошел в комнату, оставив за собой дверь полуоткрытой, и сделал Миледи знак, чтобы она молчала. Лицо его выражало сильную тревогу. — Что вы от меня хотите? — спросила Миледи. — Послушайте. Тихо заговорил Фельтон. Я удалил часового, чтобы мой приход к вам остался для всех в тайне, и никто не подслушал нашей беседы. Барон сейчас рассказал мне ужасающую историю. Миледи улыбнулась своей улыбкой покорные жертвы и покачала головой. — Или вы демон, — продолжал Фельтон, — или барон, мой благодетель, мой отец, чудовище. — Я вас знаю всего четыре дня, а его я люблю уже два года. Мне простительно поэтому колебаться в выборе между вами. Не пугайтесь моих слов. Мне необходимо убедиться, что вы говорите правду. Сегодня после полуночи я приду к вам, и вы меня убедите. — Нет, Фельтон, нет, брат мой, — отвечала она. — Ваша жертва слишком велика, и я понимаю, чего она вам стоит. Нет, я погибла. Не губите себя вместе со мной. Моя смерть будет гораздо крысноречивее моей жизни, и молчание трупа убедит вас гораздо лучше слов узницы. — Замолчите, сударыня, — вскричал Фельтон. — Не говорите мне этого. Я пришел, чтобы вы обещали мне, дали честное слово. Поклялись всем, что для вас свято, что не посигнете на вашу жизнь. — Я не хочу обещать, — ответила Миледи. — Никто так не уважает клятвы, как я. И если я обещаю, я должна буду сдержать слово. — Так обещайте, по крайней мере, подождать. Не покушаться на себя, пока мы не увидимся снова. И если вы после того, как увидитесь со мной, будете по-прежнему упорствовать в вашем намерении, тогда делать нечего. Вы вольны поступать как вам угодно. И я сам дам вам оружие, которое вы просили. — Что ж, ради вас я подожду. — Поклянитесь. — Клянусь нашим богом. — Хорошо. До наступающей ночи. И он бросился из комнаты. Запер за собой дверь и стал ждать в коридоре с пикой солдата в руке, точно заменяя на посту часового. Когда солдат вернулся, Фельтон отдал ему его оружие. Подойдя к дверному окошечку, Миледи увидела, с каким иступлением перекрестился Фельтон и как пошел по коридору вне себя от восторга. Она вернулась на свое место с улыбкой злобного презрения на губах, повторяя имя Божие, которым она только что поклялась, так и не научившись познавать его. — Мой бог, — сказала она, — безумный фанатик. Мой бог — это я и тот, кто поможет мне отомстить за себя. Глава двадцать шестая. Пятый день заключения. Между тем, Миледи наполовину уже торжествовала победу и достигнутый успех удваивал ее силы. Нетрудно было одерживать победы, как она делала это до сих пор, над людьми, которые легко поддавались обольщению и которых учтивое придворное воспитание быстро увлекало в ее сети. Миледи была настолько красива, что не встречала сопротивления на пути к покорению плоти, и настолько ловка, что без труда преодолевала препятствия, чинимые духом. Но на этот раз ей пришлось вступить в борьбу с натурой дикой, замкнутой, нечувствительной благодаря умештвлению плоти. Религия и суровые религиозные упражнения сделали Фельтона человеком недоступным обычным обольщением. В этом восторженном уме роились такие обширные планы, такие мятежные замыслы, что в нем не оставалось места ни для какой любви из прихоти или в силу чувственного влечения. Той любви, которая вскармливается праздностью и вырастает под влиянием нравственной испорченности. Миледи пробила брешь. Своей притворной добродетелью поколебало мнение о себе человека, сильно предубежденного против нее. А своей красотой покорило сердце и чувство человека целомудренного и чистого душою. Наконец-то в этом опыте над самым строптивым существом, какое только могли предоставить ей для изучения природа и религия, она развернула вовсю ширь свои силы и способности. Ей самой, да то ли неведомое. Но, тем не менее, много раз в продолжение этого вечера она отчаивалась в своей судьбе и в себе самой. Она, правда, не призывала Бога, но зато верила в помощь злого гения, в эту могущественную силу, которая правит всеми мелочами человеческой жизни и которой, как повествует арабская сказка, достаточно одного гранатового зернышка, чтобы возродить целый погибший мир. Миледи хорошо подготовилась к предстоящему приходу Фельтона и тщательно обдумала свое поведение при этом свидании. Она знала, что ей остается только два дня и что, как только приказ будет подписан Бекингемом, а Бекингем не задумается подписать его еще и потому, что в приказе проставлено вымышленное имя и, следовательно, он не будет знать, о какой женщине идет речь. Как только, повторяем, приказ этот будет подписан, барон немедленно отправит ее. Она знала также, что женщины, присужденные к ссылке, обладают гораздо менее могущественными средствами к обольщению, чем добродетельные во мнении света женщины, чья красота усиливается блеском высшего общества, восхваляется голосом моды и золотится волшебными лучами аристократического происхождения. Осуждение на унизительное, позорное наказание не лишает женщину красоты, но оно служит непреодолимым препятствием для достижения вновь могущества. Как все по-настоящему одаренные люди, Меледи отлично понимала, какая среда больше всего подходит к ее натуре, к ее природным данным. Бедность отталкивала ее, унижение отнимало у нее две трети величия. Меледи была королевой лишь между королевами. Для того, чтобы властвовать, ей нужно было сознание удовлетворенной гордости. Повелевать низшими существами было для нее скорее унижением, чем удовольствием. Разумеется, она вернулась бы из своего изгнания, в этом она не сомневалась ни одной минуты. Но сколько времени могло продолжаться это изгнание? Для такой деятельной и властолюбивой натуры, как Меледи, дни, когда человек не возвышается, казались злосчастными днями. Какое же слово можно подыскать, чтобы назвать им дни, когда человек катится вниз? Потерять год, два года, три года, значит потерять вечность. Вернуться, когда Д'Артаньян, торжествующий и счастливый, уже получит вместе со своими друзьями награду от королевы, вполне им подобающую за оказанные услуги, все это были такие мучительные мысли, которых не могла перенести женщина, подобная Меледи. Впрочем, бушевавшая в ней буря удваивала ее силы, и она была бы в состоянии сокрушить стены своей темницы, если бы, хотя лишь на мгновение, физические ее возможности могли сравниться с умственными. Еще ее разжигала среди всего этого мысль о кардинале. Что должен был думать, чем мог объяснить ее молчание недоверчивый, беспокойный, подозрительный кардинал? Кардинал, который был не только единственной для нее опорой, ее единственной поддержкой и единственным покровителем в настоящем, но еще и главным орудием ее счастья и мщения в будущем. Она знала его, знала, что, вернувшись из безуспешного путешествия, она напрасно стала бы оправдываться заключением в тюрьме, напрасно стала бы расписывать перенесенные ею страдания. Кардинал сказал бы ей в ответ с насмешливым спокойствием скептика, сильного как своей властью, так и своим умом. Не надо вам было попадаться. В такие минуты Миледи призывала всю свою энергию и мысленно твердила имя Фельтона, этот единственный проблеск света, проникающий к ней на дно того ада, в котором она очутилась. И словно змея, которая, желая испытать свою силу, свивает и развивает свои кольца, она заранее опутывала Фельтона множеством извивов своего изобретательного воображения. Между тем время шло. Часы один за другим, казалось, будили мимоходом колокол, и каждый удар медного языка отзывался в сердце пленницы. В девять часов пришел по своему обыкновению лорд Винтер, осмотрел окно и пруть и решетки, исследовал пол, стены, камин и двери, и в продолжении этого долгого и тщательного осмотра ни он, ни Миледи не произнесли ни слова. Без сомнения, оба понимали, что положение стало слишком серьезным, чтобы терять время на бесполезные слова и бесплодный гнев. «Нет, нет», — сказал барон, уходя от Миледи, «вам еще не удастся убежать этой ночью». В десять часов Фельдтон пришел поставить часового, и Миледи узнала его походку. Она угадывала ее теперь, как любовница угадывает походку своего возлюбленного. А между тем Миледи ненавидела и презирала этого слабохарактерного фанатика. Условленный час еще не наступил, и Фельдтон не вошел. Два часа спустя, когда пробило полночь, сменили часового, и Миледи стала с нетерпением ждать. Новый часовой начал прохаживаться по коридору. Через десять минут пришел Фельдтон. Миледи насторожилась. «Слушай», — сказал молодой человек часовому, «ни под каким предлогом не отходи от этой двери. Тебе ведь известно, что в прошлую ночь Милорд наказал одного солдата за то, что тот на минуту оставил свой пост. А между тем я сам караулил за него во время его недолгого отсутствия». «Да, это мне известно», — ответил солдат. «Приказываю тебе надзирать самым тщательным образом. Я же», — прибавил Фельдтон, «войду и еще раз осмотрю комнату этой женщины. У нее, боюсь, есть злое намерение покончить с собой, и мне приказано следить за ней». «Отлично», — прошептала Миледи. «Вот строгий пуританин начинает уже лгать». Солдат только усмехнулся. «Черт возьми, господин лейтенант, вы не можете пожаловаться на такое поручение, особенно если Милорд уполномочил вас заглянуть к ней в постель». Фельдтон покраснел. При всяких других обстоятельствах он сделал бы солдату строгое внушение за то, что тот позволил себе подобную шутку. Но совесть говорила в нем слишком громко, чтобы уста осмелились что-нибудь вымолвить. «Если я позову», — сказал он, «войди. Точно так же, как если кто-нибудь придет, позови меня». «Слушаю, господин лейтенант», — ответил солдат. Фельдтон вошел к Миледи. Миледи встала. «Это вы», — сказала она. «Я вам обещал прийти и пришел». «Вы мне обещали еще и другое». «Что же такое?» «Боже мой!» — проговорил молодой человек, и, несмотря на все его умение владеть собою, у него задрожали колени, и на лбу выступил пот. «Вы обещали принести нож и оставить его мне после нашего разговора». «Не говорите об этом, сударыня. Нет такого положения, как бы ужасно оно ни было, которое давало бы право Божьему созданию лишать себя жизни». «Я подумал и пришел к заключению, что ни в коем случае не должен принимать на свою душу такой грех». «Ах, вы подумали!» сказала пленница с презрительной улыбкой, садясь в кресло. «И я тоже подумала и тоже пришла к заключению». «К какому?» «Что мне нечего сказать человеку, который не держит слова». «О, Боже мой!» прошептал Фельтон. «Вы можете удалиться. Я ничего не скажу». «Вот нож!» — проговорил Фельтон, вынимая из кармана оружие, которое, согласно своему обещанию, он принес, но не решался передать пленнице. «Дайте мне взглянуть на него». «Зачем?» «Клянусь честью, я его отдам сейчас же. Вы положите его на стул и станете между ним и мною». Фельтон подал оружие Миледи, и она внимательно осмотрела лезвие и попробовала острие на кончике пальца. «Хорошо», — сказала она, возвращая нож молодому офицеру. «Этот из отменной твердой стали. Вы верный друг Фельтон». Фельтон взял нож и, как было условлено, положил его на стол. Миледи проследила за Фельтоном глазами и сделала жест удовлетворения. «Теперь», — сказала она, «выслушайте меня». Это приглашение было излишне. Молодой офицер стоял перед ней и жадно ждал ее слов. «Фельтон», — начала Миледи торжественно и меланхолично. «Фельтон, представьте себе, что ваша сестра, дочь вашего отца, сказала вам, когда я была еще молода и, к несчастью, слишком красива, меня завлекли в западню. Но я устояла. Против меня умножили козни и насилие. Я устояла. Стали глумиться над верой, которую я исповедую, над Богом, которому я поклоняюсь, потому что я призывала на помощь Бога и эту мою веру. Но и тут я устояла. Тогда стали осыпать меня оскорблениями. И, так как я не могла погубить мою душу, захотели навсегда осквернить мое тело. «Наконец...» Миледи остановилась и горькая улыбка мелькнула на ее губах. «Наконец...» повторил за ней Фельтон. «Что же сделали? Наконец...» «Наконец...» Однажды вечером решили сломить мое упорство, победить которое все не удавалось. Итак, однажды вечером мне в воду примешали сильные усыпляющие средства. Едва кончила я свой ужин, как почувствовала, что мало-помалу впадаю в какое-то странное оцепенение. Хотя я ничего не подозревала, смутный страх овладел мною, и я старалась побороть сон. Я встала, хотела кинуться к окну, позвать на помощь, но ноги отказались мне повиноваться. Мне показалось, что... что потолок опускается на мою голову и давит меня своей тяжестью. Я протянула руки, пыталась заговорить, но... произнесла что-то нечленораздельное. Непреодолимое оцепенение овладевало мною. Я ухватилась за кресло, чувствуя, что сейчас упаду, но... вскоре эта опора стала недостаточной для моих обессилевших рук. Я упала на одно колено, потом на оба. Хотела молиться, язык онемел. Господь без сомнения не видел и не слышал меня, и я свалилась на пол, одолевая моё сном, похожим на смерть. Обо всём, что произошло во время этого сна и о том, сколько времени он продолжался, я не сохранила никакого воспоминания. Помню только, что я проснулась лёжа в постели в какой-то круглой комнате, роскошно убранной, в которую свет проникал через отверстие в потолке. К тому же, в ней, казалось, не было ни одной двери. Можно было подумать, что это великолепная темница. Я долго не в состоянии была понять, где я нахожусь, не могла отдать себе отчёт в тех подробностях, о которых только что рассказала вам. Мой ум, казалось, безуспешно силился стряхнуть с себя тяжёлый мрак этого сна, который я не могла превозмочь. У меня было смутное ощущение езды в карете и какого-то страшного сновидения, отнявшего у меня все силы, но всё это представлялось мне так сбивчиво, так неясно, как будто все эти события происходили не со мной, а с кем-то другим, и всё-таки в силу причудливого раздвоения моего существа вплетались в мою жизнь. Некоторое время состояние, в котором я находилась, казалось мне настолько странным, что я вообразила, будто вижу всё это во сне, я встала, шатаясь, моя одежда лежала на стуле возле меня, но я не помнила, как раздевалась, как легла. Тогда, мало-помалу, действительность начала представляться мне со всеми её ужасами, и я поняла, что нахожусь не у себя дома. Насколько я могла судить, по лучам солнца, проникавшим в комнату, уже близился закат, а уснула я накануне вечером, значит, мой сон продолжался около суток. Что произошло во время этого долгого сна? Я делась так быстро, как только позволили мне мои силы. Все мои движения медлительные и вялые, свидетельствовали о том, что действие усыпляющего средства всё ещё сказывалось. Эта комната, судя по её убранству, предназначалась для приёма женщины, и самая законченная кокетка, окинув взглядом комнату, убедилась бы, что все её желания предупреждены. Без сомнения, я была не первой пленницей, очутившейся в заперти в этой роскошной тюрьме, но вы понимаете, Фельтон, что чем больше мне бросалось в глаза всё великолепие моей темницы, тем больше мной овладевал страх. Да, это была настоящая темница, ибо я тщетно пыталась выйти из неё. Я исследовала все стены, стараясь найти дверь, но при постукивании все они издавали глухой звук. Я, быть может, раз двадцать обошла вокруг комнаты, ища какой-нибудь выход. Никакого выхода не оказалось. Подавленная ужасом и усталостью, я упала в кресло. Между тем быстро наступила ночь, а с ней усилился и мой ужас. Я не знала, оставаться ли мне там, где я сидела. Мне чудилось, что со всех сторон меня подстерегает неведомая опасность, и стоит мне сделать только шаг, как я подвергнусь ей. Хотя я ещё ничего не ела со вчерашнего дня, страх заглушал во мне чувство голода. Ни малейшего звука извне, по которому я могла бы определить время, не доносилось до меня. Я предполагала только, что должно быть семь или восемь часов вечера. Это было в октябре, и уже совсем стемнело. Вдруг заскрипела дверь, и я невольно вздрогнула. Над застеклённым отверстием потолка показалась зажжённая лампа в виде огненного шара. Она ярко осветила комнату, и я с ужасом увидела, что в нескольких шагах от меня стоит человек. Стол с двумя приборами, накрытыми к ужину, появился точно по волшебству на середине комнаты. Это был тот самый человек, который преследовал меня уже целый год, который поклялся обесчестить меня, и при первых словах которого я поняла, что в прошлую ночь он исполнил своё намерение. «Негодяй», прошептал Фельтон. «О да, негодяй!» вскричала Миледи, видя, с каким участием весь превратившись в слух внимает молодой офицер этому странному рассказу. «Да, негодяй. Он думал, что достаточно ему было одержать надо мной победу во время сна, чтобы всё было решено. Он пришёл в надежде, что я соглашусь признать мой позор, раз позор этот свершился. Он решил предложить мне своё богатство взамен моей любви. Я излила на этого человека всё презрение, всё негодование, какое может вместить сердце женщины. Вероятно, он привык к подобным упрёкам. Он выслушал меня спокойно, скрестив руки и улыбаясь. Затем, думая, что я кончила, стал подходить ко мне. Я кинулась к столу, схватила нож и приставила его к своей груди. «Ещё один шаг», сказала я, «И вам придётся укорять себя не только в моём бесчестии, но и в моей смерти». Мой взгляд, мой голос и вся моя фигура вероятно, были исполнены такой неподдельной искренности, которая является убедительной для самых испорченных людей, потому что он остановился. «В вашей смерти», переспросил он. «О, нет, вы слишком очаровательная любовница, чтобы я согласился потерять вас таким образом, вкусив счастье обладать вами только один раз. Прощайте, моя красавица, я подожду и навещу вас, когда вы будете в лучшем расположении духа». Сказав это, он свистнул. Пламенеющий шар, освещавший комнату, поднялся ещё выше над потолком и исчез. Я опять оказалась в темноте. Мгновение спустя повторился тот же скрип, открываемый и снова закрываемый двери, пылающий шар вновь спустился, и я опять очутилась в одиночестве. Эта минута была ужасна. Если у меня и осталось ещё некоторое сомнение относительно моего несчастья, то теперь это сомнение исчезло, и я познала ужасную действительность. Я была в руках человека, которого не только ненавидела, но и презирала, в руках человека, способного на всё и уже роковым образом доказавшего мне, что он может сделать. «Но кто был этот человек?» спросил Фельтон. Я провела ночь, сидя на стуле, вздрагивая при малейшем шуме, потому что около полуночи лампа погасла, и я вновь оказалась в темноте. Но ночь прошла без каких-либо новых поползновений со стороны моего преследователя. Наступил день, стол исчез, и только нож всё ещё был зажат в моей руке. Этот нож был моей единственной надеждой. Я изнемогала от усталости, глаза мои горели от бессонницы, я не решалась заснуть ни на минуту. Свет успокоил меня, я бросилась на кровать, не расставаясь со спасительным ножом, который я спрятала под подушку. Когда я проснулась, снова стоял уже накрытый стол. На этот раз, несмотря на весь мой страх, на всю мою тоску, я почувствовала отчаянный голод, я уже двое суток не принимала никакой пищи. Я поела немного хлеба и фруктов. Затем, вспомнив об усыпляющем средстве, подмешанном в воду, которую я выпила, я не прикоснулась к той, что была на столе, и наполнила свой стакан водой из мраморного фонтана, устроенного в стене над умывальником. Несмотря на эту предосторожность, я все же вначале страшно беспокоилась, но на этот раз мои опасения были неосновательны. День прошел, и я не ощутила ничего похожего на то, чего боялась. Чтобы моя недоверчивость осталась незамеченной, я предусмотрительно наполовину вылила воду из графина. Наступил вечер, а с ним наступила и темнота. Однако мои глаза стали привыкать к ней. Я видела во мраке, как стол ушел вниз и через четверть часа поднялся с поданным мне ужином, а минуту спустя появилась та же лампа и осветила комнату. Я решила ничего не есть, кроме того, к чему нельзя примешать усыпляющего снадобья. Два яйца и немного фруктов составили весь мой ужин. Затем я налила стакан воды из моего благодетельного фонтана и напилась. При первых же глотках мне показалось, что вода не такая на вкус, как была утром. Во мне сейчас же зашевелилось подозрение и я не стала пить дальше, но я уже отпила примерно с полстакана. Я с отвращением выплюснула остаток воды и, покрываясь холодным потом, стала ожидать последствий. Без сомнения, какой-то невидимый свидетель заметил, как я брала воду из фонтана и воспользовался моим простодушием, чтобы вернее добиться моей гибели, которая была так хладнокровно предрешена и которой добивались с такой жестокостью. Не прошло и получаса, как появились те же признаки, что и в первый раз, но так как на этот раз я выпила всего полстакана, то я дольше боролась и не заснула, а впала в какое-то сонливое состояние, которое не лишило меня понимания всего происходящего вокруг, но отняло всякую способность защищаться или бежать. Я пыталась доползти до кровати, чтобы извлечь из-под подушки единственное оставшееся у меня средство защиты, мой спасительный нож, но я не могла добраться до изголовья и упала на колени, судорожно ухватившись за ножку кровати. Тогда я поняла, что я погибла. Фельтон побледнел, и судорожная дрожь пробежала по всему его телу. И всего ужаснее было то, продолжала Миледи изменившимся голосом, словно все еще испытывая отчаянную тревогу, овладевшую ей в ту ужасную минуту. Что на этот раз я ясно сознавала грозившую мне опасность. Душа моя, утверждаю, бодрствовала в уснувшем теле, и потому я все видела и слышала. Правда, все происходило точно во сне, но это было тем ужаснее. Я видела, как поднялась вверх лампа, как я постепенно погружалась в темноту. Затем я услышала скрип двери, хорошо знакомой мне, хотя дверь открывалась всего два раза. Я инстинктивно почувствовала, что ко мне кто-то приближается. Говорят, что несчастный человек заблудившийся в пустынных степях Америки чувствует таким образом приближение змеи. Я пыталась превозмочь свою немоту и закричать. Благодаря невероятному усилию воли я даже встала, но только для того, чтобы тотчас снова упасть. Упасть в объятия моего преследователя. «Скажите же мне, кто был этот человек?» вскричал молодой офицер. Миледи с первого взгляда увидела, сколько страданий она причиняет Фельтону тем, что останавливается на всех подробностях своего рассказа, но не хотела избавить его ни от единой пытки. Чем глубже она уязвит его сердце, тем больше уверенности, что он отомстит за нее. Поэтому она продолжала, точно не расслышав его восклицания или рассудив, что еще не пришло время ответить на него. «Только на этот раз негодяй имел дело не с безвольным и бесчувственным подобием трупа. Я вам уже говорила, не будучи в состоянии окончательно овладеть своими телесными и душевными способностями, я все же сохраняла сознание грозившей мне опасности. Я боролась изо всех сил и, по-видимому, упорно сопротивлялась, так как слышала, как он воскликнул. «Эти негодные пуританки! Я знал, что они доводят до изнеможения своих палачей, но не думал, что они так сильно противятся своим любовникам. Увы, это отчаянное сопротивление не могло быть длительным. Я почувствовала, что силы мои слабеют, и на этот раз негодяй воспользовался не моим сном, а моим обмороком». Фельтон слушал, не произнося ни слова и лишь издавая глухие стоны. Только холодный пот струился по его мраморному лбу и, запрятанная под одежду рука, раздирала грудь. «Моим первым движением, когда я пришла в чувство, было нащупать под подушкой нож, до которого перед тем я не могла добраться. Если он не послужил мне защитой, то, по крайней мере, мог послужить моему искуплению. Но когда я взяла этот нож, Фельтон, ужасная мысль пришла мне в голову. Я поклялась все сказать вам и скажу все. Я обещала открыть вам правду и открою ее, пусть даже я погублю себя этим». «Вам пришла мысль отмстить за себя этому человеку», вскричал Фельтон. «Увы, да», ответила Миледи. «Я знаю, такая мысль не подобает христианке. Без сомнения ее внушил мне этот известный враг души нашей, этот лев, непрестанно рыкающий вокруг нас. Словом, признаюсь вам, Фельтон, эта мысль пришла мне и уже не оставляла меня больше. За эту греховную мысль я и несу сейчас наказание». «Продолжайте, продолжайте», просил Фельтон. «Мне не терпится узнать, как вы за себя отомстили». «Я решила отомстить как можно скорее. Я была уверена, что он придет в следующую ночь. Днем мне нечего было опасаться. Поэтому, когда настал час завтрака, я, не задумываясь, ела и пила. Я решила за ужином сделать вид, что ем, но ни к чему не притрагиваться. И мне нужно было утром подкрепиться, чтобы не чувствовать голода вечером. Я только припрятала стакан воды от завтрака, потому что, когда мне пришлось пробыть двое суток без пищи и питья, я больше всего страдала от жажды. Все, что я передумала в течение дня, еще больше укрепило меня в принятом решении. Не сомневаясь в том, что за мной наблюдают, я старалась, чтобы выражение моего лица не выдавало моей затаенной мысли и даже несколько раз поймала себя на том, что улыбаясь. «Фельтон, я не решаюсь признаться вам, какой мысли и я улыбалась, вы почувствовали бы ко мне отвращение». «Продолжайте, продолжайте», упрашивал Фельтон. «Вы видите, я слушаю и хочу поскорее узнать, чем все это кончилось». Наступил вечер, все шло по заведенному порядку. По обыкновению мне в темноте подали ужин, затем зажглась лампа и я села за стол. Я поела фруктов, сделала вид, что наливаю себе воды из графина, но выпила только ту, что оставила от завтрака. Подмена эта была, впрочем, сделана так, что мои шпионы, если они у меня и были, не могли бы ничего заподозрить. После ужина я притворилась, что на меня нашло такое же оцепенение, как накануне, но на этот раз, сделав вид, что я изнемогаю от усталости или уже освоилась с опасностью, я добралась до кровати, сбросила платье и легла. Я нащупала под подушкой нож и, притворившись спящей, судорожно впилась пальцами в его рукоятку. Два часа прошло, не принеся с собой ничего нового, и, боже мой, я ни за что бы не поверила этому еще накануне. Я почти боялась, что он не придет. Наконец я увидела, что лампа медленно поднялась и исчезла высоко над потолком. Темнота наполнила комнату, но ценой некоторого усилия мне удалось проникнуть взором в эту темноту. Прошло минут десять. До меня не доносилось ни малейшего шума, я слышала только биение собственного сердца. Я молила Бога, чтобы тот человек пришел. Наконец раздался столь знакомый мне звук открывшейся и снова закрывшейся двери, и послышались чьи-то шаги, под которыми поскрипывал пол, хотя он был устлан толстым ковром. Я различила в темноте какую-то тень, приближавшуюся к моей постели. «Скорее, скорее!» торопил Фельтон. «Разве вы не видите, что каждое ваше слово жжет меня, как расплавленный свинец?» «Тогда...» продолжала Миледи. «Я собрала все силы. Я говорила себе, что пробил час мщения или, вернее, правосудия. Я смотрела на себя, как на новую юдивь. Я набралась решимости, крепко сжала в руке нож, и когда он подошел ко мне и протянул руки, отыскивая во мраке свою жертву, тогда с криком горести и отчаяния я нанесла ему удар в грудь. Негодяй, он все предвидел. Грудь его была защищена кольчугой, и нож притупился о нее. «Ах, так!» вскричал он, схватив мою руку и вырывая у меня нож, который сослужил не такую плохую службу. «Вы покушаетесь на мою жизнь, прекрасная пуританка? Да это больше, чем ненависть, это прямо неблагодарность! Ну-ну, успокойтесь, мое прелестное дитя! Я думал, что вы уже смягчились, я не из тех тиранов, которые удерживают женщину силой. Вы меня не любите, в чем я сомневался по свойственной мне самонадеянности. Теперь я в этом убедился, и завтра вы будете на свободе». «Я желала только одного, чтобы он убил меня!» «Берегитесь, сказала я ему, моя свобода грозит вам бесчестьем!» «Объяснитесь, моя прелестная Сивилла». «Хорошо, как только я выйду отсюда, я все расскажу. Расскажу о насилии, которое вы надо мной учинили. Расскажу, как вы держали меня в плену. Я во всеуслышание объявлю об этом дворце, в котором творятся гнусности. Вы высоко поставлены, милорд, но трепещите. Над вами есть король, над королем бог». Как нехорошо владел собой мой преследователь, он не сдержал свое гневное движение. Я пыталась разглядеть выражение его лица, но почувствовала, как задрожала его рука, на которой лежала моя. «В таком случае вы не выйдете отсюда. Отлично. Место моей пытки будет и моей могилой. Прекрасно. Я умру здесь, и тогда вы увидите, что призрак-обвинитель страшнее угроз живого человека. Вам не оставят никакого оружия. У меня есть одно, которое отчаяние предоставило каждому существу, достаточно мужественному, чтобы к нему прибегнуть. Я уморю себя голодом». «Послушайте, не лучше ли мир, чем подобная война?» предложил негодяй. «Я немедленно возвращаю вам свободу, объявляю вас воплощенной добродетелью и провозглашаю вас Лукрецией Англии». «А я объявляю, что вы ее секст. Я разоблачу вас перед людьми, как уже разоблачила перед Богом, и если нужно будет скрепить, как Лукреции, мое обвинение кровью, я сделаю это». «Ах, вот что!» насмешливо произнес мой враг. «Тогда другое дело. Честное слово, в конце концов вам здесь хорошо живется, вы не чувствуете ни в чем недостатка, и если вы уморите себя голодом, то будете сами виноваты». С этими словами он удалился. Я слышала, как открылась и опять закрылась дверь, и я осталась подавленной не столько горем, сколько признаюсь в этом стыдом, что так и не отомстила за себя. Он сдержал слово. Прошел день, прошла еще ночь, и я его не видела. Но и я держала свое слово и ничего не пила и не ела. Я решила, как объявила ему, убить себя голодом. Я провела весь день и всю ночь в молитве. Я надеялась, что Бог простит мне самоубийство. На следующую ночь дверь открылась. Я лежала на полу. Силы оставили меня. Услышав скрип двери, я приподнялась, опираясь на руку. «Ну как? Смягчились ли мы немного?» спросил голос, так грозно отдававшись у меня в ушах, что я не могла не узнать его. «Согласны ли мы купить свободу ценой одного лишь обещания молчать?» «Послушайте, я человек добрый», прибавил он, «и хотя я не люблю пуритан, но отдаю им справедливость, и пуританкам тоже, когда они хорошенькие. Но поклянитесь ко мне на распятие, больше я от вас ничего не требую». «Поклясться вам на распятие?» скричала я, вставая. При звуках этого ненавистного голоса ко мне вернулись все мои силы. «На распятие?» «Клянусь, что никакое обещание, никакая угроза, никакая пытка не закроет мне рта. Поклясться на распятие!» «Клянусь, я буду всюду изобличать вас как убийцу, как похитителей чести, как подлеца!» «На распятие!» «Клянусь, если мне когда-либо удастся выйти отсюда, я буду молить весь род человеческой о мщении вам!» «Берегитесь!» сказал он таким угрожающим голосом, какого я еще не слышала у него. «У меня есть вернейшее средство, которому я прибегну только в крайнем случае закрыть вам рот или, по крайней мере, не допустить того, чтобы люди поверили хоть одному вашему слову!» Я собрала остаток сил и расхохоталась в ответ на его угрозу. Он понял, что впредь между нами вечная война не на жизнь, а на смерть. «Послушайте, я даю вам на размышления еще остаток этой ночи и завтрашний день», предложил он. «Если вы обещаете молчать, вас ждет богатство, уважение и даже почести. Если вы будете угрожать мне, я придам вас позору». «Вы!» скричала я. «Вы!» вечному неизгладимому позору! «Вы!» повторяла я. «О, уверяю вас, Фельтон, я считал его сумасшедшим!» «Да, я!» отвечал он. «Ах, оставьте меня!» сказала я ему. «Уйдите прочь, если вы не хотите, чтобы я на ваших глазах разбила себе голову о стену!» «Хорошо», сказал он. «Как вам будет угодно». «До завтрашнего вечера». «До завтрашнего вечера», ответила я, падая на пол и кусая ковер от ярости. Фельтон фельтон опирался о кресло и миледи с демонической радостью видела, что у него, возможно, не хватит сил выслушать ее рассказ до конца. фельтон 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 фельтон